Аркадий Аверченко. Нянька. Москва. Вече. 2012 год. Эту книгу вы сможете скачать и послушать на сайте biba.ru. У микрофона Александр Синица. Содержание. О маленьких для больших. От автора. День делового человека. Грабитель. Детвора. Ресторан Венецианский карнавал. Глава первая. Открытие. Глава вторая. Персонал Венецианского карнавала. Глава третья. Торговля. Глава четвертая. Печальные дни. Глава пятая. Ликвидация. Вечером. Дети. Человек за ширмой. О детях. Смерть африканского охотника. Первое. Общие рассуждения. Скала. Второе. Первое разочарование. Третье. Второе разочарование. Смерть. Страшный мальчик. Блины Доди. Инквизиция. Нянька. В ожидании ужина. Косьма Медичис. Люди-братья. Деловая жизнь. Русское искусство. Аргонавты и золотое руно. Окультные тайны Востока. Мой первый дебют. Индейка с каштанами. Пять эпизодов из жизни Берегова. Первое. Берегов-воспитатель Киси. Второе. Берегов и Кашицын. Третье. Лошадиное средство. Четвертое. Семейный очаг Берегова. Пятое. Берегов устраивается по-своему. Конец содержания. От автора. Вы, которые любите их смеющимися, улыбающимися, серьезными и плачущими. Вы, которым дороги они, всякого цвета и роста, от еле передвигающихся на неверных ногах крошек, с ручонками, будто ниточками перехваченными, и губками мокрыми и пухлыми, да ушастых веснущитых юнцов, сломающимися голосами, большими красными руками, и стриженными ежом волосами, с движениями смешными и угловатыми, для вас эта книга. Потому что большая любовь к детям водила рукой автора. Вы же, которым ненавистен детский плач, который мрачно и угрюмо прислушивается к детскому смеху, находя его пронзительным и действующим на нервы, вы, которые в маленьком ребенке видите бесформенный кусок мяса, в чудесном лопоухом гимназистике несносного шалуна, а в прелестном пятнадцатилетнем застенчивом увольне неуклюжего, портящего стиль вашей гостиной дурака, вы не читайте этой книги. Она не для вас. Аркадий Аверченко 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 День делового человека Первая За все пять лет Ниночкиной жизни Сегодня на нее обрушился, пожалуй, самый тяжелый удар Некто, именуемый Колькой, сочинил на нее приядовитый стихотворный панфлет День начался обычно Когда Ниночка встала, то нянька, одев ее и напоив чаем, ворчливо сказала А теперь ступай на крыльцо Погляди, какова нынче погодка Да посиди там подольше С полчасика Постереги, чтобы дождик не пошел А потом приди да мне скажи Интересно, как оно там Нянька врала самым хладнокровным образом Никакая погода ей не была интересна А просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки Чтобы на свободе напиться чаю со сдобными сухариками Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна Чтобы заподозрить в этом случае подвох Она кротко одернула на животике передничек Сказала Ну что ж, пойду погляжу И сошла на крыльцо Залитое теплым золотистым солнцем Неподалеку от крыльца На ящике из-под пианино Сидели три маленьких мальчика Это были совершенно новые мальчики Которых Ниночка никогда и не видывала Заметив ее мило усевшуюся на ступеньках крыльца Чтобы исполнить нянькино поручение Постеречь не пошел бы дождик Один из трех мальчиков Пошептавшись с приятелями Слез с ящика и приблизился к Ниночке С самым ехидным видом Под личиной наружного простодушия и общительности Здравствуй, девочка! Приветствовал он ее Здравствуйте! Робко отвечала Ниночка Ты здесь живешь? Здесь и живу Папа, тетя, сестра Лиза Фрейлин, няня, кухарка и я Ага, нечего сказать Покривился мальчик А как тебя зовут? Меня Ниночка И вдруг, вытянув все эти сведения Проклятый мальчик С бешеной быстротой Завертелся на одной ножке И заорал на весь двор Нинка, ниненок, серый поросенок С горки скатилась, грязью подавилась Побледнев от ужаса и обиды Широко раскрытыми глазами ртом Глядела Ниночка на негодяя Так порочившего ее А он, снова подмигнув товарищем И взявшись с ними за руки Завертелся в бешеном хороводе Выкрикивая пронзительным голосом Нинка, ниненок, серый поросенок С горки скатилась, грязью подавилась Страшная тяжесть налегла на Ниночкино сердце О, боже, боже, за что? Кому она стала поперек дороги Что ее так унизили, так опозорили? Солнце померкло в ее глазах И весь мир окрасился в самые мрачные тона Она, серый поросенок Она подавилась грязью Где, когда Сердце болело, как прожженное Раскаленом железо И жить не хотелось Сквозь пальцы, которыми она закрывала лицо Текли обильные слезы Что больше всего убивало Ниночку Это складность опубликованного Мальчишкой панфлета Так больно сознавать Что ниненок Прекрасно рифмуется с поросенком А скатилась и подавилась Как две одинаково прозвучавшие пощечины Горели на Ниночкином лице Несмываемым позором Она встала Повернулась к оскорбителям И, горько рыдая, тихо побрела в комнаты Пойдем, Колька Сказал сочинителю панфлета Один из его клевретов А то эта плакса Пожалуется еще Нам и влетит Войдя в переднюю И усевшись на сундук Ниночка с пересохшим От слез лицом призадумалась Итак, ее оскорбителя Зовут Колька Ой, если бы ей Придумать подобные же стихи Которыми она могла бы Опорочить этого Кольку С каким бы наслаждением Она бросила их ему в лицо Больше часу просидела она так В темном углу передней на сундуке И сердечко ее кипело обидой И жаждой мести И вдруг Бог поэзии Аполлон Коснулся ее чела перстом своим Неужели? Да, конечно Без сомнения У нее на Кольку будут тоже стихи И нисколько не хуже давешних О первой радости и муки творчества Ниночка несколько раз Парарепетировала себе под нос Те жгучие огненные строки Которые она швырнет Кольке в лицо И кроткая личика ее Озарилась неземной радостью Теперь Колька узнает Как затрагивать ее Она сползла с сундука И повеселевшая с бодрым видом Снова вышла на крыльцо Теплая компания мальчишек Почти у самого крыльца Затеяла крайне незамысловатую Но приводившую всех троих В восторг игру Именно Каждый по очереди Приложив большой палец к указательному Так что получалось нечто вроде Кольца Плевал в это подобие кольца Держа руку от губ На четверть аршина Если плевок пролетал внутрь кольца Не задев пальцев Счастливый игрок радостно улыбался Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы То этот неловкий молодой человек Награждался оглушительным хохотом И насмешками Впрочем, он не особенно горевал От такой неудачи А вытерев мокрые пальцы О край блузы С новым азартом Погружался в увлекательную игру Ниночка полюбовалась Немного на происходящее Потом поманила пальцем Своего оскорбителя И нагнувшись с крыльца К нему Спросила С самым невинным видом А тебя как зовут? А что? Подозрительно спросил Осторожный Колька Чуя во всем этом какой-то подвох — Да ничего, ничего. Ты только скажи, как тебя зовут. У нее было такое простодушное и наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку. — Ну, Колька, — прохрепел он. — А-а-а, Колька. И быстрой скороговоркой выпалила сияющая Ниночка. — Колька-каленок, серый поросенок, с горки скатился, подавился грязью. Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею полуоткрытую дверь, а вслед ей донеслось — дура, собачья! Второе. Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из нее рукав. — Няня, дождик не идет. — Ну и хорошо. — Что ты делаешь? — Не мешай мне. — Можно смотреть? — Нет-нет уж, пожалуйста. Пойди лучше посмотри, что делает Лиза. — А потом что? — покорно спрашивает исполнительная Ниночка. — А потом скажешь мне. — Хорошо. При входе Ниночки 14-летняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обертке, но, разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недовольно говорит. — Тебе чего надо? — Няня сказала, чтобы я посмотрела, что ты делаешь. — Уроки учу. Не видишь, что ли? — А можно мне около тебя посидеть? Я тихо. Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой обертке. Ей не до сестренки. — Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать. А няня говорит, что я ей тоже буду мешать. — Ну так вот что. Пойди посмотри, где Тузик. Что с ним? — Да он, наверное, в столовой, около стола лежит. — Ну вот. Так ты пойди посмотри, там ли он. Погладь его и дай ему хлеба. Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться. Просто ей дается ответственное поручение, вот и все. — А когда он в столовой, так прийти к тебе и сказать? — серьезно спрашивает Ниночка. — Нет. Ты тогда пойди к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще посиди там у него, понимаешь? Хорошо. С видом домовитой хозяйки хлопотуньи спешит Ниночка в столовую. Гладит Тузика, дает ему хлеба и потом озабоченным мчится к отцу. Вторая половина поручения сообщить о Тузике отцу. — Папа! Папы в кабинете нет. — Папа! Папы нет в гостиной. — Папа! Наконец-то папа сидит в комнате Фрейлин, близко наклонившись к этой последней, держа ее руку в своей руке. При появлении Ниночки он сконфуженно откидывается назад и говорит с немного преувеличенной радостью и изумлением. — А, кого я вижу, наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет моих очей? — Папа, я уже покормила Тузика хлебом. — Ага! И хорошо, брат, сделала. Потому они животные эти, без пищи того. Ну, а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый. — Куда, папа? — Ну, пойди ты вот куда. — Пойди ты... — Пойди ты к Лизе и узнай, что она там делает. — Да я уже только была у нее. Она уроки учит. — Вот как! — Приятно, приятно. Он красноречиво глядит на Фрейлин, потихоньку гладит ее руку и неопределенно мямлит. — Ну, в таком случае... Пойди ты к этой самой... Пойди ты к няньке и погляди ты, чем там занимается вышесказанная нянька. — Она что-то шьет там. — Ага. — Да, постой. Ты сколько кусков хлеба дала Тузику? — Два кусочка. — Эка расщедрилась. — Разве такой большой пес будет сыт двумя кусочками? — Ты ему, ангел мой, еще вкати. Кусочка — это к четыре. Да посмотри, кстати, не грызет ли он ножку стола. А если грызет, прийти и сказать тебе, да? Глядя на отца светлыми ласковыми глазами, спрашивает Ниночка. — Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как ее, Лизе скажи. Это уже по ее департаменту. Да если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь смешная книжка с картинками, то ты ее, значит, того, просмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела. Поняла? — Поняла. Посмотрю и расскажу. — Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет. Верно ведь? — Хорошо. Завтра. — Ну, путешествуй. Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба. Потом в комнату Лизы. — Лиза, Тузик не грызет ножку стола. — С чем тебя и поздравляю, — рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу. — Ну, иди себе. — Куда идти? — Пойди к папе, спроси, что он делает. — Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала. Ему надо все завтра рассказать. — Ах ты, Господи, что это за девчонка? Ну, на тебе. Только сиди тихо, а то выгоню. Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усеченные пирамиды, конусы и треугольники. — Посмотрела, — говорит она через полчаса, облегченно вздыхая. — Теперь что? — Теперь? Господи, вот еще непрекаянный ребенок. Ну, пойди на кухню, спроси у Ариши, что у нас нынче на обед. Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят? — Нет. — Ну, пойди посмотри, потом мне расскажешь. — Что ж, пойду. У Ариши гости, соседская горничная и посыльной красная шапка. — Ариша, скоро будешь картошку чистить? Мне надо посмотреть. — Где там скоро? И через час не уберусь. — Ну, я посижу, подожду. — Нашла себе место, нечего сказать. Пойди лучше к няньке, скажи, чтобы она тебе чего-нибудь дала. — А чего? — Ну, там она знает чего. — Что бы сейчас дала? — Да, да, сейчас. Иди себе, иди. Третье. Целый день быстрые ножки Ниночки переносят ее с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений по горло. И все самые важные, неотложные. Бедная, непрекаянная Ниночка. И только к вечеру, забредя случайно в комнату тети Веры, Ниночка находит настоящий приветливый прием. — А, Ниночка! — бурно встречает ее тетя Вера. — Тебя-то мне и надо. Слушай, Ниночка, ты меня слушаешь? — Да, тетя, слушаю. — Вот что, милая, ко мне сейчас придет Александр Семенович. Ты знаешь его? — Такой, с усами. — Вот именно. И ты, Ниночка, тетя странно и тяжело дышит, держась одной рукой за сердце. Ты, Ниночка, сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет говорить, что тебе пора спать, ты говори, что не хочешь. Слышишь? — Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлешь? — Что ты? Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут и больше никаких. Поняла? Барыня, Ниночку можно взять? Ей уже спать давно пора. Нет-нет, она еще посидит со мною. Правда, Александр Семенович? — Да пусть спать идет. Чего там? — говорит этот молодой человек, хмуря брови. Нет-нет, я ее не пущу, я ее так люблю. И судорожно обнимает тетя Вера большими теплыми руками крохотное тельце девочки, как утопающий, который в последней предсмертной борьбе готов ухватиться даже за крохотную соломинку. А когда Александр Семенович, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тетя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим, не прежним тоном. А теперь ступай, детка, спать, нечего тут рассиживаться, вредно. Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная Ниночка думает про себя в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к небу, по настоянию няньки, за покойную мать. А что, если и я помру? Кто тогда все делать будет? Грабитель Первое С переулка, около садовой калитки, через наш забор на меня смотрело молодое розовое лицо. Черные глаза не мигали, и усики забавно шевелились. Я спросил, чего тебе надо? Он охмыльнулся. Собственно говоря, ничего. Это наш сад, деликатно намекнул я. Ты, значит, здешний мальчик? Да. А то какой же? Ну, как твое здоровье? Как поживаешь? Ничем не мог так польстить мне незнакомец, как этими вопросами. Я сразу почувствовал себя взрослым, с которым ведут серьезный разговор. Благодарю вас, солидно сказал я, роя ногой песок садовой дорожки. Поясницу что-то поламывает. К дождю, что ли? Это вышло шикарно. Совсем как у тетки. Здорово, брат, теперь ты мне скажи вот что. У тебя, кажется, должна быть сестра. А ты откуда знаешь? Ну, как же. У всякого порядочного мальчика должна быть сестра. А у Мочкина Рановича нет, возразил я. Так Мочка разве порядочный мальчик? Ловко отпарировал незнакомец. Ты гораздо лучше. Я не остался в долгу. У тебя красивая шляпа. Ага, клюнула. Что ты говоришь? Я говорю, можешь ты представить себе человека, который спрыгнул бы с этой высоченной стены в сад? Ну, это, брат, невозможно. Так знай же, о юноша, что я берусь это сделать. Смотри-ка. Если бы незнакомец не перенес вопроса в область чистого спорта, к которому я всегда чувствовал рот болезненной страсти, я, может быть, протестовал бы против такого бесцеремонного вторжения в наш сад. Но спорт — это святое дело. Хоп! И молодой человек, вскочив на верхушку стены, как птица, спорхнул ко мне с пятиаршинной высоты. Это было так недосягаемо для меня, что я даже не завидовал. А что поделывает твоя сестра? Ее, кажется, Лизой зовут. Откуда ты знаешь? По твоим глазам вижу. Это меня поразило. Я плотно зажмурил глаза и сказал. А теперь? Эксперимент удался, потому что незнакомец, повертевшись, бесплодно сознался. Теперь не вижу. Раз глаза закрыты, сам, брат, понимаешь. Ты во что тут играешь в саду-то? В саду-то? В домик. Ну, вот-то ловко. Покажи-ка мне твой домик. Я доверчиво повел прыткого молодого человека к своему сооружению из нянькиных платков, камышовой палки и нескольких досок. Но вдруг какой-то внутренний толчок остановил меня. О, Господи! Подумал я. А вдруг это какой-нибудь вор, который задумал ограбить мой домик, утащить все, что было скоплено таким трудом и лишениями? Живая черепаха в коробочке, ручка от зонтика в виде собачьей головы, баночка с вареньем, камышовая палка и бумажный складной фонарик. А зачем тебе? — угрюмо спросил я. Я лучше пойду спрошу у мамы, можно ли тебе показать. Он быстро, с некоторым испугом, схватил меня за руку. Ну, не надо, не надо, не надо. Не уходи от меня. Лучше не показывай своего домика, только не ходи к маме. Почему? Мне без тебя будет скучно. Ты, значит, ко мне пришел? Конечно, вот-то чудак, и ты еще сомневался. Сестра Лиза дома сейчас? Дома, а что? Ничего, ничего. Это что, стена? Ваш дом? Да, вот то окно папина кабинета. Пойдем-ка подальше, посидим на скамеечке. Да я не хочу. Что мы там будем делать? Я тебе что-нибудь расскажу. Ты загадки умеешь? Сколько угодно. Такие загадки, что ты ахнешь. Трудные? Да уж такие, что даже Лиза не отгадает. У нее сейчас никого нет? Никого. А вот отгадай ты загадку. Предложил я, ведя его за руку в укромный уголок сада. В одном бочонке два пива, желтое и белое. Что это такое? Кхм, задумчиво сказал молодой человек. Вот так штука. Не яйцо ли это будет? Яйцо. Яйцо. На моем лице он ясно увидел недовольство, разочарование. Я не привык, чтобы мои загадки так легко разгадывались. Ну, ничего, успокоил меня незнакомец. Загадай-ка мне еще загадку. А вось я ее не отгадаю. Ну, вот отгадай. Семьдесят одежек и все без застежек. Он наморщил лоб и погрузился в задумчивость. Шуба. Нет-с, не шуба-с. Собака. Почему собака? Удивился я его бестолковости. Где же это у собаки семьдесят одежек? Ну, если ее, смущенно сказал молодой человек, в семьдесят шкур зашьют. Для чего? Безжалостно улыбаясь, допрашивал я. Ну, мало ли, если, скажем, хозяин чудак. Нет, это ты, брат, не отгадал. Второе. После этого он понес совершеннейшую чушь, которая доставила мне глубокое удовольствие. Велосипед? Море? Зонтик? Дождик? Эх ты, снисходительно сказал я. Это качан капусты. А ведь в самом деле, восторженно крикнул молодой человек, это замечательно. И как это я раньше не догадался? Я-то думаю, море? Нет, не море. Зонтик? Нет, не похоже. Вот-то продувной, братец у Лизы. Кстати, она сейчас в своей комнате, да? В своей. Одна? Одна. Ну, что ж ты, загадку-то? Ага, загадку. Какую же, братец, тебе загадку? Разве эту? Два конца, два кольца, а посередине гвоздик. Я с сожалением оглядел моего собеседника. Загадка была пошлейшая, элементарнейшая, затасканная и избитая. Но внутренняя деликатность подсказала мне не отгадывать ее сразу. Что же это такое? Задумчиво промолвил я. Вешалка? Какая же вешалка, если посередине гвоздик? Вяло возразил он, думая о чем-то другом. Ну, ее же прибили к стене, чтобы держалась. А два конца, где они? Костыли? Лукаво спросил я и вдруг крикнул с невыносимой гордостью. Ножницы! Вот черт возьми, догадался таки. Ну и ловкать же ты. А сестра Лиза отгадала бы эту загадку? Я думаю, отгадала бы. Она очень умная. И красивая, добавь. Кстати, у нее есть какие-нибудь знакомые? Есть. Эльза Липкнехт, Милочка Одинцова, Надя. Нет, а мужчины-то есть? Есть. Один тут к нам ходит. Зачем же он ходит? Он? В задумчивости я опустил голову, и взгляд мой упал на щегольские лакированные ботинки незнакомца. Я пришел в восхищение. Сколько стоит? Пятнадцать рублей. Матвея... Зачем же он ходит, а? Что ему нужно? Он, кажется, замуж хочет за Лизу. Ему уже пора. Он старый. А эти банты завязываются или так уже куплены? Завязываются. Ну а Лиза хочет за него замуж? Согни-ка ногу. Почему они не скрипят? Значит, не новые, критически сказал я. У кучера Матвея были новые. Так небось скрипели. Ты бы их смазал чем-нибудь? Хорошо, смажу. Ты мне скажи, отрочи, а Лиза хочет за него замуж? Я вздернул плечами. А то как же. Конечно, хочется. Он взял себя за голову и откинулся на спинку скамьи. Ты чего? Голова болит. Болезнь была единственная тема, на которую я мог говорить солидно. Ничего. Не с головой жить, а с добрыми людьми. Это нянькино изречение пришлось ему, очевидно, по вкусу. Пожалуй, ты прав, глубокомысленный юноша. Так ты утверждаешь, что Лиза хочет за него замуж? Я удивился. А как же иначе? Как же тут не хотеть? Ты разве не видел никогда свадьбы? А что? Да ведь будь я женщиной, я бы каждый день женился. На груди белые цветочки, банты, музыка играет, все кричат ура, на столе икры стоит вот такая коробка, и никто на тебя не кричит, если ты много съел. Я, брат, бывал на этих свадьбах. Так ты полагаешь, задумчиво произнес незнакомец, что она именно поэтому хочет за него замуж? А то почему же? В церковь едут в карете, да у каждого кучера на руке бант повязан. Подумай-ка, жду не дождусь, когда эта свадьба начнется. Я знал мальчиков, небрежно сказал незнакомец, до того ловких, что они могли до самого дома на одной ноге доскакать. Он затронул слабейшую из моих струн. Я тоже могу. Ну, что ты говоришь? Это неслыханно. Неужели доскачешь? Ей-богу. Хочешь? И по лестнице наверх? И по лестнице. И до комнаты Лизы? Там уж легко. Шагов двадцать. Интересно было бы мне на это посмотреть. Только вдруг ты меня надуешь. Как я проверю? Разве вот что? Я дам тебе кусочек бумажки, а ты и доскачи с ним до комнаты Лизы. Отдай ей бумажку. Она пусть черкнет на ней карандашом. Хорошо ли ты доскакал? Здорово! Восторженно крикнул я. Вот увидишь, доскачу. Давай бумажку. Он написал несколько слов на листке из записной книжки и передал мне. Ну, с Богом. Только если кого-нибудь другого встретишь, бумажки не показывай. Все равно тогда не поверю. Учи еще. Презрительно сказал я. Гляди-ка. По дороге до комнаты сестры между двумя гигантскими прыжками на одной ноге в голову мою забралась предательская мысль. Что, если он нарочно придумал этот спорт, чтобы отослать меня и, пользуясь случаем, обокрасть мой домик? Но я сейчас же отогнал эту мысль. Был я мал, доверчив и не думал, что люди так подлые. Они кажутся серьезными, добрыми, но чуть где запахнет камышовой тростью, нянькиным платком или сигарной коробкой, эти люди превращаются в бессовестных грабителей. Лиза прочла записку, внимательно посмотрела на меня и сказала — Скажи этому господину, что я ничего писать не буду, а сама к нему пойду. А ты скажешь, что я доскакал на одной ноге, и заметь, все время на левой. Скажу, скажу. Ну, беги, глупыш, обратно. Когда я вернулся, незнакомец не особенно спорил насчет отсутствия письменного доказательства. — Ну, подождем, — сказал он. — Кстати, как тебя зовут? — Ильюшей. А тебя? — Моя фамилия, братец ты мой, Пронин. — Я ахнул. — Ты Пронин? Нищий? В моей голове сидело весьма прочное представление о наружном виде нищего. Под рукой костыль, на единственной ноге обвязанная тряпкой галоша, а за плечами грязная сумка, бесформенными кусками сухого хлеба. — Нищий? — изумился Пронин. — Какой нищий? — Мама недавно говорила Лизе, что Пронин нищий. — Она это говорила? — усмехнулся Пронин. — Она это, вероятно, о ком-нибудь другом. — Конечно, — успокоился я, поглаживая рукой его лакированный ботинок. — У тебя брат-то какой-нибудь есть нищий? — Брат? — Вообще брат есть. То-то мама и говорила. Много, говорит, ихнего брата нищих тут ходит. У тебя много ихнего брата? Он не успел ответить на этот вопрос. Кусты зашевелились, и между листьями показалось бледное лицо сестры. Пронин кивнул ей головой и сказал. — Знавал я одного мальчишку. Что это был за пролаза? Даже удивительно. Он мог, например, в такой темноте, как теперь, отыскать в сирене пятерки. Да как? Штук до десяти. Теперь уж, пожалуй, и нет таких мальчиков. Да я могу тебе найти хоть сейчас сколько угодно. Даже двадцать. — Двадцать? — воскликнул этот простак, широко раскрывая изумленные глаза. — Ну, это, милый мой, что-то невероятное. — Хочешь найду? — Нет, я не могу даже поверить. Двадцать пятерок. — Ну? С сомнением покачал он головой. — Пойди поищи. Посмотрим, посмотрим. А мы тут с сестрой тебя подождем. Не прошло и часа, как я блестяще исполнил свое предприятие. Двадцать пятерок были зажаты в кулак. Отыскав в темноте Пронина, о чем-то горячо рассуждавшего с сестрой, я, сверкая глазами, сказал. — Ну, не двадцать? На-ка, пересчитай. Дурак я был, что искал ровно двадцать. Легко мог бы его надуть, потому что он даже не потрудился пересчитать мои пятерки. — Ну и ловкать же ты, — сказал он изумленно. — Прямо-таки огонь. Такой мальчишка способен даже отыскать и притащить к стене садовую лестницу. — Большая важность, — презрительно засмеялся я. — Только идти не хочется. — Ну, не надо. Тот мальчишка, впрочем, был попрытчить тебя. — Прибой-ка и мальчик. Он таскал лестницу, не держа ее руками, а просто зацепивши перекладиной за плечи. — Я тоже смогу, — быстро сказал я. — Хочешь? — Нет, это невероятно. К самой стене. — Подумаешь, трудность. — Решительно вделись с лестницы, я поставил рекорд. Тот Пронинский мальчишка только тащил ее грудью, а я при этом еще, в виде премии, прыгал на одной ноге и гудел, как пароход. Пронинский мальчишка был посрамлен. — Ну, хорошо, — сказал Пронин. — Ты удивительный мальчик. Однако мне старые люди говорили, что в сирене тройки находить труднее, чем пятерки. О, глупец! Он даже и не подозревал, что тройки попадаются в сирене гораздо чаще, чем пятерки. Я благоразумно скрыл от него это обстоятельство и сказал сделанным равнодушием. — Конечно, труднее. А только я могу и троек достать двадцать штук. Эх, что там говорить, тридцать штук достану. Нет, этот мальчик сведет меня в могилу от удивления. Ты это сделаешь, несмотря на темноту. О, чудо! Хочешь, вот увидишь. Я нырнул в кусты, пробрался к тому месту, где росла сирень и углубился в благородный спорт. Двадцать шесть троек были у меня в руке. Несмотря на то, что прошло всего четверть часа, мне пришло в голову, что Пронина легко поднадуть, показать двадцать шесть, а уверить его, что тридцать. Все равно этот простачок считать не будет. Третье. Простачок. Хороший простачок. Большего негодяя я и не видел. Во-первых, когда я вернулся, он исчез вместе с сестрой. А во-вторых, когда я пришел к своему дому, я сразу раскусил все его хитрости. Загадки, пятерки, тройки, похищения сестры и прочие штуки. Все это было подстроено для того, чтобы отвлечь мое внимание и обокрасть мой домик. Действительно, не успел я подскакать к лестнице, как сразу увидел, что около нее уже никого не было. А домик мой, находившийся в трех шагах, был начисто ограблен. Нянькин большой платок, камышовая палка и сигарная коробка – все исчезло. Только черепаха, исторгнутая из коробки, печально и сиротливо ползала возле разбитой банки с вареньем. Этот человек обокрал меня еще больше, чем я думал в то время, когда разглядывал остатки домика. Через три дня пропавшая сестра явилась вместе с Пронином и, заплакав, призналась отцу с матерью. — Простите меня, но я уже вышла замуж. — За кого? — За Григория Петровича Пронина. Вдвойне это было подло. Они обманули меня, но смеялись надо мной, как над мальчишкой. Да кроме того, выхватили из-под самого носа музыку, карету, платки на рукавах кучеров и икру, которую можно было на свадьбе есть, сколько влезет. Все равно никто не обращает внимания. Когда эта самая жгучая обида зажила, я как-то спросил у Пронина. — Сознайся, зачем ты приходил украсть у меня мои вещи? — Ей-богу, не за этим! — засмеялся он. — А зачем взял платок, палку, коробку и разбил банку с вареньем? Платком укутал Лизу, потому что она вышла в одном платье. В коробку положил разные свои мелкие вещи. Палку я взял на всякий случай, если в переулке кто-нибудь меня заметит. А банку с вареньем разбил нечаянно. — Ну, ладно, — сказал я, делая рукой жест отпущения грехов. — Ну, скажи мне хоть какую-нибудь загадку. — Загадку? — Изволь, братец. Два кольца, два конца посередине. Говорил уже. Новую скажи. — Новую? — Хм, очевидно, этот человек проходил весь свой жизненный путь только с одной этой загадкой в запасе. Ничего другого у него не было. — Как так живут люди? — Не понимаю. — Неужели больше ты ничего не знаешь? И вдруг? — Нет. Этот человек был решительно не глуп. Он обвел глазами гостиную и разразился великолепной новой, очевидно, только что им придуманной загадкой. Стоит корова, мычать здорово. Хватишь ее по зубам, вою не оберешься. Это был чудеснейший экземпляр загадки, совершенно меня примиривший с хитроумным Шурином. Оказалось, рояль. Детвора Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов. Рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете. Рубрика эта «Наши дети». Соль острот «Наши дети» всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошлые нынче дети. Как мир изменился и как ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение. Обыкновенно остроты «Наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу. «Бабушка, ты видела Лысую гору?» «Нет, милый». «А как же папа говорил вчера, ты сущая ведьма?» Или «Володя, поцелуй маму», — говорит папа. «Поблагодари ее за обед». «А почему, — говорит Володя, — вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?» Или совсем просто. «Дядя, ты лысый дурак?» «Что ты, Лизочка?» «Ну да, мама, ты же сама вчера сказала папе, что дядя лысый дурак». Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть дурным тоном литературы. Таков сюжет «Наши дети». Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о наших детях. От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Пляшихина осталось немного денег. Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал. «Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке, этакое что-нибудь с заводом и пружиной». Зашел магазин. «Дайте что-нибудь, этакое для мальчишки восьми-девяти лет». Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного Жакея на собаке. Собака перебирала ногами, а Жакей качался взад и вперед, натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Пляшихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова. Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь. Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса, приостановился. «О чем они там совещаются?» «Мечтают, наверное, ангелочки о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки, обуреваемый любопытством будет ли елка. О, золотое детство!» Разговаривали трое — Ванька, Вова и Лидочка. «Я все-таки, — говорил Ванька, — стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить? Пусть. Картонажами ее увешать хотят? Пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность. Мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну, можно даже попрыгать вокруг елки и съесть пару леденцов». «А по-моему, просто», — сказал прямолинейный Вова. «Нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это, раз это тоска?» «Милый мой, ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать. А отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет. Он с детства привык к этому. Без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика?» «И смешно, и противно», — усмехнулся Вова. «Как это они нынче устраивали елку? Заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажи, фонарики. Зачем?» «Что такое?» «Когда я нарочно спросил, что там делается, тетя Нина ответила, — там маме шьют новое платье. Секрет полишинеля». Все засмеялись. «Братцы», — умоляюще сказал добросердечный Ванька, «Во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести, без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки, и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы, порадуем стариков». Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал. «Здравствуйте, детки!» «Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!» Он развернул бумагу и пустил вход жокея верхом на собаке. «Очень мило», — сказал Ваня, захлопав в ладоши. «Как живой! Спасибо, папочка!» «Тебе это нравится?» «Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться?» «Сработано на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень-очень мило!» «Ванечка, что такое?» «Милый мой, ну я тебя люблю, но будь же и ты со мной откровенен. Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?» Ванька смущенно опустил голову. «Видишь ли, папа, если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе, ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений. О, конечно, я не о себе говорю и не о Вове, о присутствующих не говорят. По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без глаз. Потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову. А там, где за него все уже представлено мастером, договорено механиком, там уму его и фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из виду, и даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суши, изощреннее и может питаться только чем-то доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу. Понурив голову, молча слушал сына чиновник Пляшихин. Так, так, и елка, значит, как ты говорил Давичу, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам. Ах, ты слышал, ну что же делать? Во всяком случае мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны. Чиновник Пляшихин прошелся по комнате раза три, задумавшись. Потом круто повернулся к сыну и сказал — Раздевайся, сейчас сечь тебя буду. На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса. — Пожалуйста, на твоей стороне сила, я знаю. И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать, нужнее и важнее не для меня, а главным образом для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудности такого аргумента при споре, как сечение, драка. Это общее место. И если хочешь, я даже тебя понимаю и оправдываю. Ты устал, заработался, измотался и стратился. У тебя настроение подавленное, сердитое, скверное. Нужно на ком-нибудь сорвать злость. На мне или на другом — все равно. Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения, я покоряюсь. И добавлю, даже не сержусь. — Понять, — сказал философ, — значит, простить. Старик Пляшихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер. — Что с тобой, папа? Что ты делаешь? — Секи ты меня! Что уж там! — сказал чиновник Пляшихин и тихо заплакал. Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что все рассказанное не более не менее как сонное видение чиновника Пляшихина. Заснул человек и пригрезилось. И однако сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими, как умные детишки отсталого чиновника. Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого. Ресторан «Венецианский карнавал» Глава первая. Открытие. Недавно, плывя по ленивому венецианскому каналу на ленивой гондоле, управляемой ленивым грязноватым парнем, я подумал от нечего делать. Что если бы судьба занесла моего отца в Венецию? Какую бы торговлю открыл этот неугомонный купец, этот удивительный, беспокойный коммерсант? И тут же мгновенно ответил сам себе. Торговлю лошадиной упряжью открыл бы мой отец. И если бы через месяц он ликвидировал предприятие за отсутствием покупателей, то его коммерческая жизнь потянула бы его на другое предприятие. Торговлю велосипедами. О, боже мой, есть такой сорт неудачников, который всю жизнь торгует на венецианских каналах велосипедами. История ресторана «Венецианский карнавал» этого странного чудовищного предприятия до сих пор стоит передо мной во всех подробностях, хотя прошло уже 24 года с тех пор. «Как быстро несемся мы к могиле!» Я был тогда настолько мал, что все люди казались мне значительными, громадными, достойными всяческого уважения и преклонения. И значительнее, и умнее всех казался мне отец. Несмотря на то, что к тому времени три бокалейных магазина его сгорели или прогорели, я в те годы не мог уяснить себе разницу между этими двумя почти одинаковыми словами. Глухие разговоры об открытии ресторана начались среди взрослых давно. И чем дальше, тем больше росла и укреплялась эта идея. Мне трудно проследить полное ее развитие и начало осуществления, потому что в воспоминаниях детства часто на каждом шагу встречаются черные зияющие провалы, которые ослабевшая память не может ничем засыпать. Лучше уж обходить эти бездны, не пытаясь исследовать их туманную глубину, а то еще завязнешь и не выберешься на свежий воздух. Основание ресторана «Венецианский карнавал» я считаю с того момента, когда стекольщик подарил мне кусок оконной замазки, которая целиком пошла на заделывание замочных скважин в дверях. Как член нашей деятельной семьи я хотел этой работой внести свою скромную лепту в общее строительство, но меня поколотили, и я до вечера просидел в углу за печкой, следя за остатком замазки, прилипшей к башмаку моего отца и весело носившейся с ним из угла в угол. Вот, замазка на башмаке отца, запах краски и растерянное лицо матери, это и было начало венецианского карнавала. Открывая карнавал, отец очевидно искал новые пути. Несколько уже существовавших ресторанов группировались в центре, на главных улицах нашего городка, и влачили они прижалкое существование. А отец выбрал для своего предприятия окраину, одну из бесчисленных продольных, кольцом опоясавших центр маленького черноморского городка. Мать возражала. Вот глупости. Но кто пойдет сюда? Что за чушь? Ведь это форменная слободка. Отец дружески хлопал ее по руке. Ничего, будущее покажет. Мне очень понравились большая прохладная комната, сплошь уставленная белоснежными столами, солидный буфет и прилавок, украшенный бутылками и вкусными закусками. Глава вторая. Персонал венецианского карнавала. Штат прислуги был невелик. Отец предполагал значительно увеличить его на будущее время. Слуга Алексей, повар и поваренок. Алексей обворожил меня своей особой. От него так вкусно пахло потом здорового сильного парня. Он был так благожелательно ленив, так безумно храбр, так ловко воровал у отца папиросы, что мечтой моей жизни сделалось быть во всем на него похожим, а впоследствии постараться заполучить себе такое же местечко, которое он занимал теперь с присущим ему одному презрительным шиком. Я любовался его длинными кривыми ногами и мечтал. «Ах, когда-то еще у меня будут такие длинные кривые ноги!» Терся об его выгоревший засаленный пиджак и думал, «Сколько еще лет нужно ждать, чтобы моя курточка приняла такой приятный, уютный вид!» «Да, это был настоящий человек!» «Алексей?» — спрашивал я, положив голову на его живот. «Обыкновенно мы забирались куда-нибудь в чуланце с ясным или на диван в пустынной бильярдной и, лежа в удобных позах, с наслаждением вели длинные разговоры. «Алексей, мог бы ты поколотить трех матросов?» «Я? Трех?» Презрительная, красиво наглая мина искажала его лицо. «Я пятерых колотил по мордасам». «И что же они?» «Да что ж, убежали». «А разбойники страшнее?» «Разбойники? Да чем же страшнее? Только что людей режут, а то такие же люди, как и мы с тобой». «Ты бы мог их поубивать?» Он усмехался прекрасными толстыми губами. «Никогда у меня не будет таких прекрасных губ», — печально думал я. «Да уж получили бы они от меня гостиниц». «А ты кого-нибудь убивал?» «Да, бывало». «Зевота и плевок прерывали его речь. Прекрасная зевота, чудесный неподражаемый плевок. В перекопе четырех зарезал». «Это чудовищное преступление леденило мой мозг. Что за страшная личность? Что ему в сущности стоит зарезать сейчас и меня, беспомощного человечка?» «Знаешь, Алексей», — говорю я, гладя заискивающее его угловатое плечо, «я у папы для тебя выпрошу сегодня двадцать папиросок». «Просить не надо», — рассудительно качает головой этот худощавый головорез. «Лучше украть потихоньку». «Ну, украду». «А что, Алексей, если бы тебя кто-нибудь обидел, что бы ты?» «Да уж разговор короткий был бы». «Убил бы? Задушил?» «Как щененка, одной рукой». Он цинично смеется. У меня по спине ползет холодок. «А, папа? Ну, если бы, скажем, папа отказал тебе от места? А что ж твой папа? Бриллиантовый, что ли? Туда ему и дорога». После такого разговора я целый день бродил, как потерянный, нося в сердце безмерную жалость к обреченному отцу. «О, Боже! Этот большой, высокий человек все время ходил по краю пропасти и даже не замечал всего ужаса своего положения. О, если бы суровый Алексей смягчился!» Повар Никодимов, изгрызенный жизнью старичок, был человек другого склада. Он был скептик и пессимист. «К чему все это?» – говаривал он, сидя на скамеечке у ворот. «Что такое?» – спрашивал собеседник. «Да это все!» «Что все?» «Вот это! Деревья, дома, собаки, пароходы!» Собеседник бывал озадачен. «А как же?» «Да никак! Очень просто!» «Однако же!» «Чего там «однако?» «Однако же!» «Глупо!» «Я, например, Никодимов!» «Да, может быть, я желаю быть Альфредом!» «Что вы на это скажете?» «Не имеете права!» «Да?» «Мерсиво за вашу глупость!» «А они, значит, имеют право свое это ресторанное заведение назвать венецианский карнавал!» «Почему? Что такое? Где карнавал? Почему венецианский? Бессмысленно!» «А почему, например, я в желе не могу соли насыпать?» «Что? Невкусно!» «А почему в суп вкусно?» «Все это не то, не то и не то!» В глазах его читалась скорбь. Однажды мать подарила ему почти новые отцовские башмаки. Он взял их с благодарностью, но, придя в свою комнату, поставил на стол подарок и застонал. «Все это не то, не то и не то!» Пахло от него жареным луком. Если Алексея я любил и гордился им, если к Никодиму был равнодушен, то поваренка Мотьку ненавидел всем сердцем. Этот мальчишка оказывался всегда впереди меня, всегда на первом месте. «А что, Мотька, — самодовольно сказал я однажды, — мне мама дала сегодня рюмку водки на зуб подержать. У меня зуб болел. Прям огонь!» «Подумаешь! Счастье! Я иногда так нарежусь водкой, как свинья. Пьешь-пьешь, чуть не лопнешь. Да и вообще я веду нетрезвый образ жизни». «Да?» — равнодушно сказал я, скрывая бешеную зависть. Где он подцепил такую красивую фразу? «А я нынче пробовал со ступенек прыгать, уже с четвертой могу». «Удивил!» — дерзко захохотал он. «Да меня надысь кухарка так сверху толкнула, что я все ступеньки пересчитал, морду начисто стер. Что кровища вышла? Страсть!» Положительно этот ребенок был неуязвим. «Мой отец», — говорил я, напряженно шаркая ногой по полу, «поднимает одной рукой три пуда». «Эхэ!» — удивил. «А у меня отца и вовсе нет». «Как нет? А где же он?» «Нет и не было. Одна мать есть. Что, взял?» «А чем же лучше, если отца нет? По-моему, хуже». «Ах ты, кочерыжка! Тебя-то иногда отец за ухо дернет, а меня, на кося, никакой отец не дернет». Этот поваренок умел устраиваться в жизни. Никогда мне не случалось видеть человека, который жил с таким комфортом и так независимо, как этот поваренок. «Однажды я признался ему, что не люблю его». «Хэх! Удивил!» — захохотал он. «А я не только тебя не люблю, но плевать хотел и растереть». Я молча ушел и про себя решил. Лет через тридцать, когда я вырасту, этот мальчишка вылетит из нашего дома. Глава третья. Торговля. В первый день на открытии ресторана было много народа. Священник, дьякон, наши друзья и знакомые. Все ели, пили и, чокаясь, говорили. «Ну, дай Бог, как говорится!» «Спасибо!» — повторял, кланяясь всем, растроганный отец. «Ей-богу, спасибо!» Я сидел возле него, и знакомые спрашивали. «Ну, как ты поживаешь, прихорошенький мальчишка, славный ребенок?» Они целовали меня и трепали по щеке. «Ага», — рассуждал я. «Раз я такой хороший, можно от них кое-что и поцепить». Когда отец ушел распорядиться насчет вина, я обратился к толстому купцу, который называл меня славным мужчиной и наследником. «Дайте мне сардинку, которую вы кушаете». «Я тебе дам такую сардинку!» — прошептал купец. «Что ты со стула слетишь!» Худая благожелательная дама, назвавшая меня достойным ребенком, ела икру. «Можно мне кусочек?» Обратил я на нее молящий взор. «Пошел вон, дурак, проси у матери!» «Ловкая!» — подумал я. «А если я уже получил у матери?» Пришел отец. «Ну, — сказал толстый купец, — теперь за здоровье вашего наследника. Дай бог, как говорится. Я почувствовал себя героем». «А что?» — сказал я поваренку после обеда. «А они за мое здоровье пили». «Удивил!» — пожал плечами этот неуязвимый мальчишка. «Да мне вчера мать чуть голову не разбила водочной бутылкой, и то ничего». На другой день ресторан открыли в двенадцать часов дня. Было жаркое лето, и пустынная улица с рядом мелких домишек дремала в горячей пыли. Отец сидел на крыльце и читал газету. В половине третьего встал, полюбовался на вывеску венецианский карнавал и пошел распорядиться насчет обеда. В этот день в венецианском карнавале не было ни одного гостя. «Ничего», — сказал отец вечером, — еще не привыкли. «Да к кому же привыкать?» — возразила мать. «Тут ведь народу нет. Зато и конкуренции нет. А в центре эти рестораны как сельди в бочке. И жалко их, и смешно». На второй день в три часа пополудни в ресторан зашел неизвестный человек в форменном картузе. Все пришло в движение. Алексей схватил салфетку и стал бегать по ресторану, размахивая ею, как побежденные белым флагом. Отец, скрывая прилив радости, зашел солидно за прилавок, а сестренка помчалась на кухню предупредить повара, что каша заваривается. «Чем могу служить?» — спросил отец. «Не найдется ли разменять десять рублей?» — спросил незнакомец. Ему разменяли, и он ушел. «Уже заходят», — сказал отец. «Хороший знак. Начинают привыкать». И его взгляд задумчиво и выжидательно бродил по пыльной улице, по которой шатались пыльные куры, ребенок с деревянной ложкой в зубах и голыми ногами, дотащился, держась за стены, подвыпивший человек, очевидно, еще не привыкший к нашему карнавалу и накачавший себя где-либо в центре или на базаре. Улица дремала, и только порывистый мочком, чавшийся из мелочной, оживлял пейзаж. «Мать-ка», — остановил я его, — «меня скоро учить начнут». «Что, съел?» «Удивил», — захихикал он, — «а меня не будут совсем учить. Это, брат, получше». Этот поваренок даже пугал меня своей увертливостью и умением извлечь выгоду из всего. Только на третий день бог Меркурий и бог Вакх сжалились над моим отцом и спустились на землю в виде двух чрезвычайно застенчивых юношей, собравшихся вести разгульную порочную жизнь. Эти юноши зашли в венецианский карнавал уже вечером и, забившись в уголок, потребовали себе графинчик водки и закуски позабористее. Отец держался бодро, но втайне был потрясен, а Алексей так замахал белой салфеткой, что самый жестокий победитель был бы тронут и отдал бы приказ прекратить бомбардировку крепости. Когда показалась в дверях неверившая своим глазам мать, отец подмигнул ей и засмеялся счастливым смехом. «А что, вот тебе и трущоба!» Все население венецианского карнавала высыпало в зал, чтобы полюбоваться надиковинных юношей. Сестренки прятались в складках платья матери, повар Никодим высовывал из дверей свою худую физиономию, забыв о заказанных битках, а Мотько за его спиной таращил глаза так, будто бы в ресторан забрели попировать двое разукрашенных перьями индейцев. Юноши, заметив ту сенсацию, которую они вызвали, отнесли ее на счет своих личных качеств и прибодрились. Один откашлился, передернул молодцевато плечами и сказал другому не совсем натуральным басом. «А что, не шарахнут ли нам по лампадочке?» Другой согласился с тем, что шарахнуть самое подходящее время, и оба выпили водки с видом людей, окончательно махнувших рукой на спасение грешной души в будущей жизни. Вторую рюмку, по предложению младшего юноши, саданули. Третью вдолбили. И так они развлекались этой невинной игрой до тех пор, пока графинчик не опустел, а юноши не наполнились до краев. Отец приблизился к ним, дружелюбно хлопнул старшего по плечу и сказал «Ах, господа, я так вам благодарен! Вы, так сказать, кладете основания. Почин, как говорится, дороже денег. Разрешите мне по этому случаю угостить вас бутылочкой вина за мой счет». Старший юноша не прикословил, кивнул головой и сказал «Царапнем, как ты думаешь?» Младший согласился с тем, что рассосать бутылочку вина недурственно. Он показался мне тогда образцом благодушия, веселья и изящного балагурства. Юноши выпили вино, и когда спросили счет за съеденное и выпитое раньше, отец категорически воспротивился этому. «Ни за что я этого не позволю», – твердо сказал он. «Будем считать, что вы мои гости». «Да как же так?» – простонал младший, хватаясь за воспаленную голову. «Это как будто не того». «Хм, да-с», – поддержал старший. «Оно не совсем фильтикультяпно». Отец, наоборот, нашел в своем поступке все признаки этого джентльменского понятия, и юноши, одарив Алексея двугривенным, ушли. Причем походка их поразила меня своей сложностью и излишеством движений. Два ряда столов показывали им прямой фарватер, выводивший на широкое открытое море, на улицу. Но юноши, как два утлых суденышка, потерявших руль, долго носились и кружились по комнате, пока один не сел на мель, полетев с размаха на стол, а другой, пытаясь взять его на буксир, рухнул рядом. Мощный Алексей снял их с мели, вывел на улицу, и они поплыли куда-то вдаль, покачиваясь и стукаясь боками о стены. Глава четвертая. Печальные дни. Лето прошло, и осень раскинула над городом свое серое, мокрое крыло. Пыль на нашей улице замесилась в белую липкую грязь, дождь постукивал в оконные стекла. В комнатах было темно, неуютно, и казалось, что мир уже кончается, и жить не стоит, что над всем пронесся упадок и смерть. Память моя сохранила лица и наружность всех посетителей, перебывавших в карнавале. Сначала его основания их было человек семь, два старых казначейских чиновника, хромой провизор, околоточный, управский служащий, помещик Терещенко, у которого сломалась бричка как раз против нашего ресторана, и неизвестный, рыжеусый человек, плотно пообедавший и заявивший, что он забыл деньги дома в кармане другого пиджака. Этот человек так и не принес денег. Я решил, что или у него сгорел дом, или воры украли пиджак, или попросту его укокошили разбойники. И мне было искренне жаль рыжеусого неудачника. Был особенно грустный день. Ветер рвал последние листья мокрых облезлых уксусных деревьев, умыло высовывавшихся из-за грязных дощатых заборов. Улица была пустынна, мертва, и двери карнавала, которые так гостеприимно распахивались летом, теперь были плотно закрыты, поднимая адский виск, когда кто-либо из нас беспокоил их. Я сидел с Алексеем в пустой бильярдной и, куря папироску, изготовленную из спички, обернутой бумагой, слушал. И вот, братец мой, приходит ко мне генерал и говорит, вы будете Алексей Дмитриевич Маргунов. Так точно я. Садитесь, пожалуйста. Ничего, говорит, я и постою. А только говорит такое дело, что моя дочка вас видела и влюбилась, а я вас прошу отступиться. Чего-с? Не желаю. Я вам, говорит, дом подарю, пару лошадей и десять тысяч. Не нужно, говорю, мне ни золота вашего, ни палат, потому что это у вас наворовано. А дочка ваша должна нынче же ко мне притить. Видал? Вот он и говорит. А я полицеймейстеру заявлю о таком вашем деле. Да сделай милость. Хучь самому околоточному. Взял его за грудки, да и вывел, несмотря что генерал. Ну, хорошо. Приезжает полицеймейстер. Вы, Алексей Моргунов. А тебе какое дело? Такое, говорит, что на вас жалоба. Один дурак, говорю, жалуется, другой слушает. Отступитесь, говорит Алексей Дмитриевич, а то, говорит, добром не кончится. Чего-с? Ах ты, селедка полицейская. Полицейская, прошу, говорит, не выражаться, а то взвод городовых пришлю и дело все закончу. Присылай, говорю, схватил его за грудки, да в дверь. Ну, хорошо. Приезжает взвод, ружья наголо, прямо ко мне. Сердце мое замерло. Я знал храбрость этого молодца. Был уверен в его диком, неукротимом мужестве и свирепости. Но страшные слова, ружья наголо и взвод потрясли меня. Я посмотрел на него с тайным ужасом. Замер от предчувствия самого страшного и захватывающего в его героической борьбе с генералом. Но в это время скрипнула дверь. Вошел отец. Он был суров и чем-то расстроен. Вот ты где, каналья, проворчал он. Мне это надоело. Целые дни валяешься по диванам, воруешь папиросы, а на столах в ресторане на целый палец пыли. Получай расчет и уходи по добру, по здорову. Сердце мое оборвалось и покатилось куда-то. Я вскрикнул и закрыл лицо руками. Вот оно! Только бы не видеть, как этот страшный, безжалостный забияка будет резать отца, так неосторожно разбудившего в нем зверя. Только бы не слышать стонов моего несчастного родителя. Алексей спрыгнул с дивана, выпрямился, потом наклонился и, упав на колени, завопил плачущим голосом. Вот что б я лопнул, если брал папиросы? Что б меня разорвало, если я не стирал пыли нынче утром? Только две папиросочки и взял. Что же его, стирать пыль, если все равно уже недели, как никто в ресторан не идет? Простите меня, я никогда этого не сделаю, извините меня. О чудо! Этот сокрушитель генералов и полицеймейстеров хныкал, как младенец. «Я исправлюсь!» — кричал он, бегая за отцом на коленях с проворством и искусством, поразившими меня. «Я и не курю вовсе, да и пыли-то вовсе нет!» «И все один черт!» — устало сказал отец. «Я закрываю ресторан». Наторговались. Глава пятая. Ликвидация. Ряд столов, с которых были содраны скатерти, напоминал аллею надгробных плит. Драпировки висели пыльными клочьями. Впрочем, скоро и их содрал бойкий, чрезвычайно разговорчивый еврей. Уже не пахло так весело и обещающе замазкой и масляной краской. В комнатах стоял запах пыли, пустоты и смерти. В темной столовой наша семья доедала запасы консервов и паштетов. Какие-то мрачные, зловещие, выползшие из неведомых трущоб родственники с карканьем пили из стаканов вино, остатки погреба венецианского карнавала. А в кухне повар Никодимов сидел на табуретке с грязным узелком в руках и шептал саркастически. «Все это не то, не то и не то!» Посуда была свалена в кучу в темном углу, а Мотька сидел верхом на ведре и чистил картофель. Больше для собственной практики самоуслаждения, чем по необходимости. Я бродил среди этого разгрома, закаляя свое нежное детское сердце, и мне было жалко всего — Никодимова, скотертей, кастрюль драпировок, Алексея и вывески, потускневший и осунувшийся. Отец позвал меня. «Сходи, купи бумаги и больших конвертов. Мне нужно кое-кому написать». Я оделся и побежал. Вернулся только через полчаса. «Почему так долго?» — спросил отец. «Да тут нигде нет. Все улицы обегал. Пришлось идти на Большую морскую. Прямо ужас». «Ага!» — задумчиво прошептал отец. «Такой большой район и ни одного пищебумажного магазина. А не идея ли это? Попробую-ка я открыть тут пищебумажный магазин». Вечером посвящается Лиде Терентьевой. Подперев руками голову, я углубился в историю французской революции и забыл все на свете. Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали. «Дядя, что тебе, Лидочка? Что ты делаешь?» С маленькими детьми я принимаю всегда приглупый тон. Я читаю, дитя мое, о тактике жерандистов. Она долго смотрит на меня. Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры. А зачем? Для расширения кругозора и наполнения мозга серым веществом. Серым? Да, это патологический термин. А зачем? У нее дьявольское терпение. Своё, а зачем, она может задавать тысячу раз. Лида, говори прямо, что тебе нужно. Запирательство только усилит твою вину. Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает. «Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки. Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал, беги в паническом страхе в горы. А потом я хочу сказку». Около ее голубых глаз и светлых волос история революции бледнеет. «У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне». Она карабкается на колени и целует меня в шею. «Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи, да расскажи. Ну, слушай, ты про красную шапочку не знаешь? Я делаю изумленное лицо. Первый раз слышу. Ну, слушай. Жила-была красная шапочка. Виноват, не можешь ли ты указать точно ее место жительства для уяснения при развитии фабулы? А зачем? Где она жила? Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает. В этом, в Симферополе. Прекрасно. Я сгораю от любопытства слушать дальше. Взяла она маслице, лепешечку и пошла через лес к бабушке. Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность? Чтобы отвязаться, она сухо бросает. Казенная. Шла-шла вдруг из лесу волк. По-латыни лупус. Что? Я спрашиваю, большой волк? Вот такой. И говорит ей. Она морщит нос и рычит. Красная шапочка, куда ты идешь? Лида, это неправда. Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого жалкого дядьку. Она страдальчески закусывает губу. Я больше не могу рассказывать сказки. Мне стыдно. Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик. А где он жил? Ехидна спрашивает она. Он жил у западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает. Папаша, яблоки имеют лапки? Нет, милый. Ну, значит, я жабу слопал. Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление. Ай, съел жабу? Представь себе. Очевидно притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать. Минут через двадцать. Знакомое дергание за пиджак. Легкое царапывание ногтем и шепотом. Дядя, я знаю сказку. Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки. И губки топырятся так смешно. Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу. Сказка. Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо? Вот девочка и спрашивает. Мама, груши имеют лапки? Нет, детка. Ну, значит, я курицу слопала. Лидка, да ведь это моя сказка. Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит. Нет, моя, моя, моя. У тебя другая. Лида, знаешь ты, что это плагиат? Стыдись. Чтобы замять разговор, она просит. Покажи картинки. Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха? Найди. Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее Гоголевского Вия, и извительно преподношу его девочке. Вот твой жених. В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской. Хорошо. Теперь дай ты мне книгу. Я твоего жениха найду. Ты хочешь сказать невесту? Ну, невесту. Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает, книгу перелистывает. Пойди сюда, дядя. Неуверенно подзывает она. Вот твоя невеста. Палец ее робко ложится на корявый ствол старой растрепанной ивы. Э, нет, милая, какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее. Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий тонкий плач. Лида, Лидочка, что с тобой? Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит. Я не могу найти для тебя страшную невесту. Пожав плечами, сажусь за революцию, углубляясь в чтение. Тишина. Оглядываюсь. С непросохшими глазами Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать глазу ближе, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня. Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ, на расстоянии вершка от моей спины. И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы. Дети. Первое. Я очень люблю детишек, и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня. Найти настоящий путь к детскому сердцу очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бонг, гувернанток и нянек. Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад. Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонравных мальчиков от восьми до одиннадцати лет. В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем. «Миленький, сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?» Я добродушно ответил. «Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и освещаемый заревом пожаров буду голый плясать на неприветливом пепелище, то опасения твои преувеличены более чем наполовину. Ну, дело не в том, а у меня есть еще одна просьба. Присмотри за детишками. Мы, видишь ли, забираем с собой и немку. Что ты? Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия, как это так за ними присматривают. Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя. Чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно. Ты такой милый. Милый-то я милый. А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство? Я скажу им. О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный. Были призваны дети. Три благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо. Вот, дети, сказал отец, с вами остается дядя Миша, Михаил Петрович. Слушайтесь его. Не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие. И я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня. Не год же, черт возьми. Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали. Второе. Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо-пыхтящая троица опустила голову и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения. До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать на чистоту. Эй вы, маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбить вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко. И в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым, благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове? Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение. «Мы не умеем стоять на головах». «Напрасно! Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются об том с похвалой». «Вот так, смотрите!» Я сбросил пиджак, разбежался и встал на голову. Дети сделали движение полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром. Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях. Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное. «Дети», — сказал я внушительно, — «я вам запрещаю, слышите ли? Категорически и без отнекиваний запрещаю вам за эти три дня учить уроки». Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. «Ой, я хорошо знал привязчивое детское сердце!» В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности мне, и они придвинулись ближе. Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением. За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я не проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной, не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова – «лапа», «мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это, да еще умение в лежачем положении закрывать глаза, составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди – 7 рублей 50 копеек. Повторяю, это была единственная встреченная мною прилежная девочка. Да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками. И так всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается. Ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке. Третье. «Будем жить в свое удовольствие», – предложил я детям. «Что вы любите больше всего?» «Курить», – сказал Ваня. «Купаться вечером в речке», – сказал Гришка. «Стрелять из ружья», – сказал Леля. «Почему же вы отвратительные деволято?» – фамильярно спросил я. «Любите все это». «Потому что нам запрещают», – ответил Ваня, вынимая из кармана папироску. «Хотите курить?» «Сколько тебе лет?» «Десять». «А где ты взял папиросы?» «Утащил у папы». «Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно. Тем более такие скверные папиросы». «Ваш папа курит страшную дрянь». «Ну да если ты уже утащил, будем курить их». «А выйдут, я угощу вас своими». Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько нелишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров. Поговорили о домовых, живших на конюшне. Потом беседа прекратилась, молчали. «Скажи ему», – шепнул толстый ленивый Лелька подвижному порывистому Гришке. «Скажи ты ему, пусть лучше Ваня скажет», – шепнул так, чтобы я не слышал Гришка. «Ванька, скажи ему». «Стыдно», – прошептал Ваня. Речь, очевидно, шла обо мне. «О чем вы, детки, хотите мне сказать?» – осведомился я. «Об вашей любовнице», – хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка. «Об тете Лизе». «Что вы врете, скверные мальчишки?» – смутился я. «Какая она моя любовница?» «А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду». Меня разобрал смех. «Да как же вы это видели?» «А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали. «Милая, ведь я не с дурными намерениями». А тетка головой крутит, говорит. «Ах, ах!» «Дура», – сказал усмехаясь маленький Лелька. Мы помолчали. «Что же вы хотели мне сказать о ней? Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете. А чем же она плохая?» – спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы. «Как вам сказать? Слякать она!» «Не женитесь!» – предостерег Гришка. «Почему же, молодые друзья?» «Она мышей боится». «Только всего. А мало?» – пожал плечами маленький Лелька. «Вяжет, как шумасшедшая. А я крысу за хвост могу держать». «Вчера мы поймали двух крыс, убили», – улыбнулся Гришка. Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к глупой тетке. И ловко перевел разговор на разбойников. О разбойниках все толковали сознанием дела, большой симпатии и сочувствием к этим отверженным людям. Удивились моему терпению и выдержке. Такой я уже большой, а еще не разбойник. «Есть хочу», – сказал неожиданно Лелька. «Что вы браться хотите? Наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухарки на обед?» Милые дети отвечали согласным хором. «Ухи! А картофель как достать? Попросить на кухне или украсть на огороде?» «На огороде украсть!» «Почему же украсть лучше, чем попросить?» «Веселее!» – сказал Гришка. «Мы и соль у кухарки украдем, и перец, и котелок!» Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром. Четвертое. Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал стащенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром. Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащуюсь с преклонением. Лёлька держал меня за руку и безмолвно, полным обожанием, взглядом глядел мне в лицо. Неожиданно Ванька расхохотался. «Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?» «Хи-хи!» – запищал голый Гришка. «Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда. «А всё, Михаил Петрович!» – сказал Лёлька, почтительно целуя мою руку. «Мы вас не выдадим». «Можно называть вас Мишей?» – спросил Гришка, окуная палец в котелок сухой. «Ой, горячо!» «Называйте бес с вами. Хорошо вам со мной?» «Превосхитительно!» Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой. «Давайте ночевать тут!» – предложил кто-то. «Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро!» – возразил я. «Ни черта! Мы костер будем поддерживать, дежурить будем». «Не простудимся?» «Нет!» – оживился Ванька. «Накажи меня, Бог, не простудимся!» «Ванька!» – предостерег Лёлька. «Божишься? А что немка говорила?» «Божиться и клясться нехорошо», – сказал я. «В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы. Например, клянусь своей бородой! Тысяча громов! Проклятие неба!» «Тысяча небов!» – проревел Гришка. «Пойдем собирать сухие ветки для костра!» Пошли все, даже неповоротливый Лёлька, державшийся за мою ногу и громко сопевший. Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил. Тем более, что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий. Пятое. Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякое человеческое образ и подобие. Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно, с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании. Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более, что все это время они упражнялись лишь в кратких выразительных фразах. «Проклятие неба! Какой-то мошенник утащил мою папиросу! Что за дьявольщина? Мое ружье опять дало осечку! Дай-ка, Миша, спичечки!» К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство. Что скажут родители по возвращении? Дети успокаивали меня, как могли. «Ну, поколотят вас, эка, важность! Ведь не убьют же!» «Тысяча громов!» Хвастливо кричал Ванька. «А если они, Миша, дотронуться до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся! Даром им это не пройдет!» «Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят, покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество!» «Ничего, Миша!» Успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу. «Зато хорошо пожили!» Вечером приехали из города родители, немка и та самая глупая тетка, на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей. Дети попрятались под диваной кровати, а Ванька залез даже в погреб. Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал, «Милый мой, уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми, и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу. Вот смотри, дети, кого вы любите больше? Отца с матерью или меня? Тебя!» Хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами. «Пошли бы вы со мной на грабеж, на кражу, на лишение, холод и голод!» «Пойдем!» сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас немедленно пуститься в предложенные мной авантюры. «Было ли вам эти три дня весело?» «Ого!» Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченные порохом и дымом костра. Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками. «Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?» «Да!» сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. «Клянусь своей бородой, пошел бы!» Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды. Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом. «Хохочет тоже!» Будто ей под юбку мышь подбросили. Дура! «Человек за ширмой» Первое Небось, теперь-то на меня никто не обращает внимания, а когда я к вечеру буду мертвым, тогда, небось, заплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал, так задержали бы меня, извинились, но лучше нет. Пусть смерть. Надоели эти вечные попреки, притеснения из-за какого-нибудь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте! Вспомните когда-нибудь раба Божьего Михаила. Недолго я и прожил на белом свете. Всего восемь годочков. План у Мишки был такой. Залезть за ширмы, около печки в комнате тети Аси, и там умереть. Это решение твердо созрело в голове Мишки. Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без железа разбитую чашку. А сегодня мать так толкнула его за разлитые духи в золотом флаконе, что он отлетел шагов на пять. Правда, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать. Он уже нарочно движимый не внешней силой, а внутренними побуждениями. Сам по себе полетел к шкафу, упал на спину и, полежав немного, стукнулся головой о низ шкафа. Подумал, пусть убивают. Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызвала судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый плач, полный предсмертной тоски и страдания. — Пожалуйста, не притворяйся, — сердито сказала мать. — Убирайся отсюда. Она схватила его за руку, и, несмотря на то, что он в последней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату. Униженный и оскорбленный, он долго лежал на диване, придумывая самые страшные кары своим суровым родителям. Вот горит их дом, мать мечется по улице, размахивая руками и кричит «Духи! Духи! Спасите мои заграничные духи в золотом флаконе!» Мишка знает, как спасти эту драгоценность, но он не делает этого. Наоборот, скрещивает руки и, не двигаясь с места, разражается грубым оскорбительным смехом. — Духи тебе! А когда я нечаянно разлил полфлакона, ты сейчас же толкаться! Или, может быть, так, что он находит на улице деньги? Ну, сто рублей. Все начинают льстить, подмазываться к нему, выпрашивать деньги, а он только скрещивает руки и разражается изредка оскорбительным смехом. Хорошо, если бы у него был какой-нибудь ручной зверь, леопард или пантера. Когда кто-нибудь ударит или толкнет Мишку, пантера бросается на обидчика и терзает его. А Мишка будет смотреть на это, скрестив руки холодной, как скала. А что, если бы на нем ночью выросли какие-нибудь такие иголки, как у ежа? Когда его не трогают, чтобы они были незаметны, а как только кто-нибудь замахнется, иголки приподымаются и трах, обидчик так и напорится на них. Узнала бы нынче маменька, как драться. И за что, за что? Он всегда был хорошим сыном, остерегался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот поступок, по поверью, распространенному в детской, грозил смертью матери. Никогда не смотрел на лежащую маленькую сестренку со стороны изголовья, чтобы она не была косая. Мало ли, что он делал для поддержания благополучия в их доме. И вот теперь... Интересно, что скажут все, когда найдут в тетиной комнате за ширмой маленький труп? Подымется виск, оханье и плачь. Прибежит мать. Пустите меня к нему, это я виновата. Да уж поздно, подумает его труп и совсем навсегда умрет. Мишка встал и пошел в темную комнату тети, придерживая рукой сердце, готовая разорваться от тоски и уныния. Зашел за ширмой и присел, но сейчас же, решив, что эта поза для покойника неподходящая, улегся на ковре. Были сумерки, из низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нарушали чьи-то затушенные двойными рамами далекие крики с улицы. Алексей Иваныч, что же вы, подлец, вы этакие обе пары вылокли? Алексей Иваныч, отдайте, мерзавец, паршивый, хоть одну пару. Кричат, подумал Мишка. Если бы они знали, что тут человек помирает, так не покричали бы. Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, мимолетный вопрос. Отчего ж, в сущности, он умирает? Просто так никто не умирает, умирают от болезней. Он нажал себе кулаком живот, там что-то зловеще заурчало. — Вот оно, подумал Мишка, чахотка. Ну и пусть, и пусть все равно. В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффектнее, поживописнее? Ему вспомнилась картинка из Нивы, изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав ноги. Голова немного склонена на бок и глаза закрыты. Поза была найдена. Мишка лег на спину, разбросал руки, ноги и стал понемногу умирать. Второе. Но ему помешали. Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тети Аси с знакомым офицером Кондрат Григорьевичем. Только на одну минутку, говорила тетя Ася, входя. А потом я вас сейчас же выгоню. Настасья Петровна, десять минут. Мы так с вами редко видимся, и то все на людях. Я с ума схожу. Мишка, лежа за ширмами, похолодел. Офицер сходит с ума. Это должно быть ужасно. Когда сходят с ума, начинают прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и кусать всех за ноги. Что, если сумасшедший найдет Мишку за ширмами? Вы говорите вздор, Кондрат Григорьевич. Совершенно спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тетя. Не понимая, почему вам сходить с ума? Ах, Настасья Петровна, вы жестокая, злая женщина. — Ого, — подумал Мишка, это она-то злая. Ты бы мою маму попробовал, она б тебе показала. — Почему же я злая? Вот уж этого я не нахожу. Не находите? А мучить, терзать человека, это вы находите? Как она там его терзает? Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате все было спокойно. Он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов, этих необходимых спутников терзания. Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы. Ничего подобного. Никого не терзали. Тетя преспокойно сидела на кушетке, а офицер стоял около нее, опустив голову и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике. — Вот уронишь еще баночку, она тебе задаст. Злорадно подумал Мишка, вспомнив сегодняшний случай с лаконом. — Я вас терзаю. Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорьевич? — Чем, и вы не догадываетесь. Тетя взяла зеркальце, висевшее у нее на длинной цепочке, и стала ловко крутить, так что цепочка и зеркальце слились в один сверкающий круг. — Вот то здорово, — подумал Мишка. — Надо бы потом попробовать. О своей смерти он стал понемногу забывать. Другие планы зародились в его голове. Можно взять коробочку от кнопок, привязать ее к веревочке и тоже так вертеть. Еще почище теткиного верчения будет. Третье. К его удивлению офицер совершенно не обращал внимания на ловкий прием с бешено мелькавшим зеркальцем. Офицер сложил руки на груди и звенящим шепотом произнес. — А вы не догадываетесь? — Нет, — сказала тетя, кладя зеркальце на колени. Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете. — Вот оно. Уже начал с ума сходить, — подумал со страхом Мишка. На колени стал. С чего спрашивается? — Я день и ночь о вас думаю. Ваш образ все время стоит передо мной. — Скажите же, а вы, а ты любишь меня? — Вот еще, — поморщился за ширмой Мишка, — на «ты» говорит. — Что же она ему, горничная, что ли? — Ну, скажи мне, я буду тебя на руках носить, я не позволю на тебя пылинки сесть. — Что такое? — изумленно подумал Мишка. — Что он такое собирается делать? — Ну, скажи, любишь одно слово, да? — Да, — прошептала тетя, закрывая лицо руками. — Одного меня? — навязчиво сказал офицер, беря ее руки. — Одного меня? Больше никого? Мишка, распростертый в темном уголку за ширмами, не верил своим ушам. — Только его, вот тебе раз, а его? — Мишку, а папу, маму? — Хорошо же, пусть-ка она теперь подойдет к нему с поцелуями, он ее отбреет. — А теперь уходите, — сказала тетя, вставая. — Мы и так тут засиделись, неловко. — Настя, — сказал офицер, прикладывая руки к груди, — сокровище мое, я за тебя жизнью готов пожертвовать. Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил все героическое, пахнущее кровью, а слова офицера нарисовали в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую картину. У офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на коленях, а палач, одетый в красное, ходит с топором. — Настя, — говорит мужественный офицер, — сейчас я буду жертвовать за тебя жизнью. Тетя плачет. — Ну, жертвуй, что ж делать? Трах! И голова падает с плеч, а палач по Мишкиному шаблону в таких случаях скрещивает руки на груди и хохочет оскорбительным смехом. Мишка был честным, прямолинейным мальчиком и иначе дальнейшей судьбы офицера не представлял. — Ах! — сказала тетя. — Мне так стыдно. Неужели я когда-нибудь буду вашей женой? — О! — сказал офицер. — Это такое счастье! Подумай! Мы женаты! У нас дети! — Ах! — подумал Мишка. — Дети! Странно, что у тети до сих пор детей не было. Его удивило, что он до сих пор не замечал этого. У мамы есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а одна тетя без детей. — Наверное, — подумал Мишка, — без мужа их не бывает. Нельзя, некому кормить. — Иди, иди, милый, иду, о радость моя. Один только поцелуй. Нет-нет, ни за что. Только один, и я уйду. Нет-нет, ради Бога. — Чего там ломаться? — подумал Мишка. Поцеловалась бы уж, будто трудно. Сестренку-труську целый день ведь лижет. — Один поцелуй, умоляю. Я за него полжизни отдам. Мишка видел. Офицер протянул руки и схватил тетю за затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться. Мишке сделалось немного неловко. Черт знает, что такое. Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху? Высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник. Вы чего тут делаете? Но тетя уже оторвалась от офицера и убежала. Четвертое. Оставшись в одиночестве, обреченный на смерть Мишка встал и прислушался к шуму из соседних комнат. — Ложки звякают. Чай пьют. Небось, меня не позовут. Хоть с голоду подыхай. — Миша, — раздался голос матери, — Мишутка, где ты? Иди пить чай. Мишка вышел в коридор, принял обиженный вид и боком, озираясь, как волчонок, подошел к матери. — Сейчас будет извиняться, — подумал он. — Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с молоком? — Эх, — подумал добросердечный Миша. Ну и бог с ней. Если она забыла, так и я забуду. Все ж таки она меня кормит, обувает. Он задумался о чем-то и вдруг неожиданно громко сказал. — Мама, поцелуй-ка меня. — Ах ты, поцелуй-ка. Ну иди сюда. Мишка поцеловался и, идя на свое место в недоумении, вздернул плечами. — Что тут особенного? Не понимаю. Полжизнь. Прямо умора. — Мишка. — О детях. Материалы для психологии. У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей. Мысли их идут по какому-то своему пути. От образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной, дикой свежестью. Вот несколько пустяков, которые запомнились мне. Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примастившись на моем плече, рассказывала. Жил-был слон, вот однажды пошел он в пустыню и лег спать. И снится ему, что он пришел пить воду к громадному пригромадному озеру, около которого стоят сто бочек сахару. Больших бочек, понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-притолстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар, большой такой комар, величиной с лошадь. — Да что это в самом деле у тебя? Нетерпеливо перебил я. Все такое громадное, озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек сто штук. Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами. — А как же бы ты думал? Ведь он же слон. — Ну так что? — И потому что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик или чайная ложечка или кусочек сахара. Я промолчал, но про себя подумал. Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку, психологию девочки. Второе. Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил. — Как ты думаешь, как меня зовут? Он осмотрел меня и ответил честно, глядя в мои глаза. — Я думаю, Андрей Иванович. На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ. Третье. Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать. Проснулся я от удара по голове. Такого удара, от которого мог бы развалиться череп. Я вздрогнул и открыв глаза. Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал. Так мы долго молча смотрели друг на друга. Наконец он с любопытством спросил. — Что ты лопаешь? Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем. Пройдя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевывал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал. — Что ты лопаешь? Можно ли не любить детей? Мой друг, моральный воспитатель, наставник Борис Попов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто говорил своим глухим, ласковым голосом. — Знаете, как бы я нарисовал картину жизнь? По необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется громадная стеклянная стена. Люди с безумно выкатившимися глазами, напряженными мускулами рук и спины хотят остановить ее наступательное движение, бьются у нижнего края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сваливает людей в подвернувшиеся ямы, одного за другим, одного за другим. Впереди ее пустые отверсты и могилы, сзади наполненные засыпанные могилы. И кучка живых людей у края видит прошлое, могилы, могилы и могилы. А остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы, все. Я вспоминаю эту ненаписанную картину, и пока еще стеклянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в одном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего детства. Об этом поступке никто не знает, а поступок дикий и для детского возраста неслыханный. У основания большой желтой скалы на берегу моря, недалеко от Севастополя, в пустынном месте, я закопал в песке и похоронил одного англичанина и одного француза. Мир праху вашему, краснобаи и обманщики. Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к ней лицо и сплюснув нос, вижу оставшиеся позади моего отца, индейца Вапити и негра Башелика. А за ними в тяжелых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и гиены. Это все главные действующие лица той истории, которая окончилась таинственными похоронами у основания большой скалы на пустынном морском берегу. Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время. Как можно было жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова, южный берег Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези. Меня, десятилетнего пионера в душе, место жительства отца не удовлетворяло. А занятия? Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и сахаром. Конечно, я ничего не имел против торговли. Но вопрос, чем торговать? Я допускал торговлю кошенилью, слоновой костью, вымененной у туземцев на безделушке, золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником. Я признавал даже такое опасное занятие, как торговля черным деревом, негроторговцы так называют негров. Но мыло, но свечи, но пеленый сахар. Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу моря у подножия одинокой скалы, мечтал. Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы закопать награбленное сокровище. Скованный железом сундук, полный старинных испанских дублонов, геней, золотых бразильских и мексиканских монет и разной золотой, осыпанной драгоценными камнями, утвари. Грубые голоса, загорелые лица, хриплый смех и ром-ром без конца. Я, спрятавшись в одному мне известном углублении на верхушке скалы, молча слежу за всем происходящим. Мускулистые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отметку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну минуту я колеблюсь, не примазаться ли к ним, хорошо поездить вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем, пограбить мимо идущих купцов, ссыпиться на абордаж с английским бригом, дорого продавая свою жизнь, потому что встреча с англичанами — верный галстук на шею. С другой стороны, можно к пиратам и не примазываться. Другая комбинация не менее заманчива — вырыть сундук с дублонами, притащить к отцу, а потом купить на вырученные деньги фургон, в которых ездят южноафриканские бойеры, оружие, припасов, нанять нескольких охотников для компании, да и двинуться на африканские алмазные поля. Положим, отец и мать забракуют Африку, но, боже ты мой, остается прекрасная Северная Америка с бизонами, бесконечными прериями, мексиканскими вакера и раскрашенными индейцами. Ради такой благодати стоило бы рискнуть скальпами. Солнце накаливает морской песок у моих ног, тени постепенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодке под облюбованной мною скалой, книга за книгой поглощаю двух своих любимцев, Луи Бусинара и капитана Майнрида. Расположившись под тенью гигантского баобаба, путешественники с удовольствием вдыхали вкусный аромат, сжарившийся над костром передней ноги слона. Негр Геркулес сорвал несколько плодов хлебного дерева и присоединил их вкусному жаркому. Основательно позавтракав и запив жаркое, несколькими глотками кристальной воды из ручья, разбавленной ромом, наши путешественники и так далее. Я глотаю слюну и шепчу обуреваемой завистью. Умеют же жить люди. Ну-с, позавтракаем и мы. Из тайного хранилища в расселине скалы я вынимаю пару холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый морской горизонт. Не приближается ли пиратское судно? А тени все длиннее и длиннее. Пора и в свой благгаусс на ремесленной улице. Я думаю, скала эта на пустынном берегу стоит и до сих пор, и расселена сохранилась, и на дне ее, вероятно, еще лежит сломанный ножик и баночка с порохом. Там все по-прежнему, а мне уже тридцать два года, и все чаще кто-нибудь из добрых друзей восклицает с радостным смехом. Гляди-ка, а ведь у тебя тоже появился седой волос. Второе. Первое разочарование. Не знаю, кто из нас был большим ребенком, я или мой отец. Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бурное проявление восторга, как отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю святую неделю. И, может быть, в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну. Останется и до мая. Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не подал виду. Подумаешь, зверинец, какие там звери? Небось и агути нет, и гну, и анаконды матери вот, не говоря уж о жирафах, пекаре и муравьедах. Понимаешь, львы есть, тигры, крокодил, удав. Укротители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говорили. Вот это, брат, штука! Индеец там есть, стрелок и негр. А что негр делает? Спросил я с побледневшим от восторга лицом. Да уж что-нибудь делает, неопределенно промямлил отец. Даром держать не будут. Какого племени? Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный, как ни поверни. На первый день Пасхи пойдем, увидишь. Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную кумачевую с желтыми украшениями отделку балагана? Кто оценит симфонию звуков хриплого ристона, хлопанья бича и потрясающего рева льва? Где слова для передачи сложного дивного сочетания трех запахов — львиной клетки, конского навоза и пороха? Эх, очерствели мы! Однако, когда я опомнился, многое в зверинце перестало мне нравиться. Во-первых, негр. Негр должен быть голым, кроме бедер, покрытых яркой бумажной материей. А тут я увидел профанацию. Негра в красном фраке, с нелепым зеленым цилиндром на голове. Во-вторых, негр должен быть грозен, а этот показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты и вообще относился ко всем очень заискивающе. В-третьих, тяжелое впечатление произвел на меня Вапити, индейец-стрелок из лука. Правда, он был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан перьями, как петух. Но где же скальпы? Где ожерелье из зубов серого медведя-гризли? Нет, все это не то. И потом, человек стреляет из лука. Во что? В черный кружок, нарисованный на деревянной доске. И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его злейшие враги, бледнолицые. — Стыдись, Вапити, краснокожая собака! — хотел сказать я ему. Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледнолицые отняли у тебя пастбище. Сожгли Вигвам и угнали твоего Мустанга. Другой порядочный индейец не стал бы раздумывать и влепил бы сразу парочку стрел в физиономию вон тому акцизному чиновнику, сытый вид которого доказывает, что гибель Вигвама и угон Мустанга не обошлись без его содействия. Увы, Вапити забыл завет из своих предков. Ни одного скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланился на аплодисменты и ушел. Прощай, трусливая собака! Чем дальше, тем больше падало мое настроение. Худосочная девица надевала себе на шею удава, будто это был вязанный шерстяной платок. Живой удав, и он стерпел это, не обвил негодницу своими смертоносными кольцами, не сжал ее так, чтобы кровь из нее брызнула во все стороны. Червяк ты несчастный, а не удав! Лев, царь зверей, величественный, грозный, одним прыжком выносящийся из густых зарослей и как гром небесный, обрушивающийся на спину антилопы. Лев, гроза чернокожих, бич стад и зазевавшихся охотников, прыгал через обруч. Становился всеми четырьмя лапами на раскрашенный шар. Гиена становилась передними ногами ему на круп. Да будь я на месте этого льва, я так тяпнул бы этого укротителя за ногу, что он другой раз и к клетке близко бы не подошел. И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь. Прошу не осуждать меня за кровожадность. Я рассуждал, так сказать, академически. Сякий должен делать свое дело. Индеец — снимать скальп. Негр есть попавших к нему в лапы путешественников. А лев — терзать без разбору того, другого и третьего. Потому что читатель должен понять — пить есть всякому надо. Теперь я и сам недоумеваю. Что я надеялся увидеть, явившись в зверинец. Пару львов, вырвавшихся из клетки и доедающих в углу галерки, не успевшего удрать матроса. Индеец, старательно снимающего скальпы со всего первого ряда, обезумевших от ужаса зрителей. Негра, разложившего костер из выломанных досок слоновой загородки и поджаривающего на этом костре мучного торговца Слуцкина. Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое меня бы удовлетворило. А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ликующим тоном. Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в гости хозяина, индейца и негра, повеселимся. Это была та же отцовская черта, которая приводила его к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем с отцом и съедали. Я из любви к приключениям, он из желания доказать всем домашним, что покупка его не носит определенного характера бессмысленности. Да, пригласил, интересные люди. С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к себе шаляпина. Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо. Третье. Второе разочарование. Смерть. Удар за ударом. Индейц Вапити и негр Башелика явились к нам в серых пиджаках, которые сидели на них, как перчатка на карандаше. Они, по примеру, хозяина-зверинца, христосовались с отцом и мамой. Негр, каннибал, христосовался. Краснокожая собака, Вапити, которого засмеяли бы индейские скво, бабы, христосовался. Боже, боже, они ели кулич. После жареного миссионера кулич. А грозный индейц Вапити мирно съел три крашеных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию синим и зеленым цветом. Это вместо раскраски в цвета войны. Кончилось тем, что отец, хватив киевской наливки свыше меры, затянул. Виют витры, виют буйны. А индейец ему подтягивал. А негр танцевал с теткой Польку-мазурку. Правда, при этом ел ее, но только глазами. И в это время играл не там-там, а торбан под умелой рукой отца. А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, забыв своих львов и слонов. Утром, когда еще все спали, я встал и, надев фуражку, тихо побрел по берегу бухты. Долго брел, грустно брел. Вот и моя скала, вот и расселена, мое пище и книгохранилище. Я вынул Бусинара, Майнрида и уселся у подножия скалы. Перелистал книги в последний раз. И со страниц на меня глядели индейцы, поющие вьют, витры вьют, буйны. Глядели негры, танцующие Польку-мазурку под звуки хохладского торбана. Львы прыгали через обруч, и слоны стреляли хоботом из пистолета. Я вздохнул. Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство. Я вырыл в песке под скалой яму, положил в нее все томики француза Бусинара и англичанина капитана Майнрида. Засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт совсем другим взглядом. Пиратов не было и не могло быть, не должно быть. Мальчик умер. Вместо него родился юноша. В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями. Страшный мальчик. Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед страшным мальчиком. Широким полем расстилается умилительное детство. Безмятежное купание с десятком других мальчишек в хрустальной бухте. Шатание по историческому бульвару с целым ворохом на ворованной сирене под мышкой. Бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день. Большая перемена в саду под акациями. Змившие золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке родное слово Ушинского. Детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом. Тетради, в которых по тридцати-сорока раз повторялось достойным лучшей участи упорством. Нитка тонка, а ака широка. Или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма. Не кушай, Маша, кашу. Оставь кашу, Миша. Переснимочные картинки на полях географии Смирнова. Особый, сладкий сердцу запах непроветренного класса. Запах пыли и прокисших чернил. Ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски. Возвращение домой под ласковым весенним солнышком. По протоптанным среди густой грязи полупросохшим упругим тропинкам. Мимо маленьких мирных домиков ремесленной улицы. И, наконец, среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт кулак, венчающий худую жилистую подобную жгуту из проволоки руку страшного мальчика. Его христианское имя было Иван Аптекарев. Уличная кличка сократила его на Ваньку Аптекаренка. А я в пугливом кротком сердце моем окрестил его страшный мальчик. Иван Аптекаренка. Зуб. Одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет. На ногах рыжие, пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками. Голова венчалась фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте и с козырьком, треснувшим посредине самым вкусным образом. Пространство между фуражкой и башмаками Но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятно. Когда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А страшный мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений. Увидев непонравившегося ему человека или двух, или трех, он крякал, сбрасывал пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву. Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли. Удар головой в живот валил второго, третий получал неуловимые, но страшные удары обеими ногами. Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот и так далее. Если же на него нападали пятнадцать-двадцать человек, то сваленный на землю страшный мальчик стоически переносил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить, кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями. Вот что это был за человек-оптикаренок. Ну, не прав ли я был, назвав его в сердце своем страшным мальчиком. Когда я шел из училища в предвкушение свежительного купания на хрусталке, или бродил с товарищем по историческому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто бежал неведомо куда по неведомым делам, все время налет тайного, неосознанного ужаса теснил мое сердце. Сейчас где-то бродит оптикаренок в поисках своих жертв. Вдруг он поймает меня и забьет меня в конец, пустит юшку, по его живописному выражению. Причины для расправы у страшного мальчика всегда находились. Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоцера, оптикаренок холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы. — Ты чего на нашей улице задавался? — побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадежным тоном. — Я не задавался. — А кто у Снурцина шесть солдатских пуговиц отнял? — Я не отнял их, он их проиграл. — А кто ему по морде дал? — Так он же не хотел отдавать. — Мальчиков на нашей улице нельзя бить, — заметил оптикаренок и по своему обыкновению с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения. Со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, другой рукой ткнул под сдох, отчего Ганнибоцер переломился надвое и потерял всякое дыхание. Ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю и, полюбовавшись на дело рук своих, сказал прихладнокровно. — А ты, — это относилось ко мне, замерзшему при виде страшного мальчика, как птичка перед пастью змеи, — а ты что, может, тоже хочешь получить? — Нет, — пролепетал я, переводя взор сплачущего Ганнибоцера на оптикаренка. — За что же? Я ничего. Загорелый, жилистый, не первый свежести кулак закачался, как маятник у самого моего глаза. — Я до тебя давно добираюсь. Ты мне попадешь под веселую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать. — Все знает проклятый мальчишка, — подумал я и спросил, смелев. — А на что они тебе? Ведь это не твои. — Ну и дурак. Вы воруете все незрелые, а какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана, лучше бы тебе и на свет не родиться. Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник, и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе. Страшно жить на свете маленькому человеку. Страшнее всего было, когда аптекаренок приходил купаться на камне в хрустальную бухту. Ходил он всегда один, несмотря на то, что все окружающие мальчики ненавидели его и желали ему зла. Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания. А он в три-четыре методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым, изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди, и если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказания. «Братцы, а ну, покажем ему рака!» В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала. Так хорошо проклятый аптекаренок умел делать рака. Столпившиеся темные, поросшие водорослями скалы образовывали небольшое пространство воды, глубокое, как колодец, и вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-театральному всплескивая руками. «Рак, рак! Смотри, рак! Черт знает, какой громадный! Ну и штука же! Вот так рачище! Гляди, гляди, оршина полтора будет!» Мужичище, какой-нибудь булочник при пекарне или грузчик в гавани, конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубь колодца. А пекаренок, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал оршина на два вверх, сворачивался в воздухе в плотный комок, спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги и, будто повисев в воздухе полсекунды, обрушивался в самый центр колодца. Целый фонтан, нечто вроде смерча, взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды. Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были голые, а мужик — одетый, и после рака начинал напоминать вытащенного из воды утопленника. Как не разбивался аптекаренок в этом узком скалистом колодце, как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подводные ворота и выплыть на широкую гладь бухты, мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после рака аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках сухарей, которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка. «Пятнадцати лет от роду мы все начали страдать». Это совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности, и самой частой фразой при встрече двух фраеров, тоже южное арго, было «Дряствуй, Сережка! За кем ты стрядаешь? За маней огневой, а ты? А я еще не за кем. Ври больше! Что же ты, Дрюгу боишься сказать, что ли, че? Да меня, Катя-капитанока, очень привлекаете. Врешь? Накарай меня, Господь. Ну, значит, ты за ней стрядаешь». Уличенный в сердечной слабости, страдалец в закате капитанока, конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения загибает трехэтажное ругательство. После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранниц. Это было время, когда страшный мальчик превратился в страшного юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не до бедра, необъяснимый шик, а блуза вербьюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса. Тоже шик. Пахло от юноши табаком довольно едко. Страшный юноша-обтекаренок, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия голосом. «Ты чего тут делаешь на нашей улице?» «Гуляю», — ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку. «Чего ж ты гуляешь?» «Да так себе». Он помолчал, подозрительно оглядывая меня. «А ты за кем стрядаешь?» «Да не за кем. Ври. Накарай меня газ...» «Ври больше. Ну, не будешь же ты здря». «Тоже словечко. Шлятся по нашей улице. За кем стрядаешь?» И тут сердце мое сладко сжалось, когда я выдал свою сладкую тайну. «За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет. Ну, это можно». Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акаций, тайно распирало и его мужественное сердце. Помолчав, спросил. «А ты знаешь, за кем я стрядаю?» «Нет, обтекаренок». Ласково сказал я. «Кому обтекаренок, а тебе дяденька?» Полушутливо, полусердито проворчал он. «Я, братец ты мой, стрядаю теперь за Лизой Ивангопула. А раньше я стрядал...» Произносить «я» вместо «а» было тоже своего рода шик. «За Маруськой Королькевич. Здорово, а?» «Ну, брат, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думал насчет Лизы Ивангопула, то...» Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа. «Видал? А так ничего, гуляй. Что ж, всякому стрядать приятно». Мудрая фраза в применении к сердечному чувству. 12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке. Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати послышался голос. «Здравствуй, фраер! Ты чего задаешься на макароны?» Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого. Я с недоумением поглядел на него и спросил. «Вы это мне? Так-то не узнаешь старых друзей. Погоди, попадешься ты на нашей улице. Узнаешь, что такое Ванька-аптекаренок». «Аптекарев!» Страшный мальчик лежал передо мной слабо и ласково улыбаясь мне. Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня, и его, потом, когда я ему признался в этом, рассмеяться. «Милый аптекаренок!» «Офицер?» «Да». «Ранен?» «Да». «И в свою очередь». «Писатель?» «Да». «Не ранен?» «Нет». «Тота! А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибоцера вздул?» «Еще бы! А за что ты тогда до меня добирался?» «А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо». «Почему?» «Потому что мне самому хотелось воровать». «Правильно. А страшная у тебя была рука. Нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь». «Да, брат», — усмехнулся он, — «и вообразить не можешь». «А что?» «Да вот, гляди». «И показал из-под одеяла короткий обрубок». «Где это тебя так?» «Батарею брали. Их было человек пятьдесят, а нас этого меньше». Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутый назад рукой слепо бросался на пятерых и промолчал. «Бедный, страшный мальчик». «Когда я уходил, он пригнул мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо. За кем теперь стрядаешь?» «И такая жалость по ушедшим сладком детстве, по книжке родное слово Ушинского, по большой перемене в саду под акациями, по украденным пучкам сирени. Такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали». Блины Доди Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя. Но оно как-то стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой год, он для всех Доди, и больше ничего. И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой Доди. Будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь проворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадцатилетнего Додю на самом деле зовут иначе, что неприлично ей звать взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажет она замирающим от волнения голосом. «Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайлович?» И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шагнувшего в заманчивую, остролюбопытную область жизни взрослых людей. Дмитрий Михайлович. О, тогда и он докажет ей, что он взрослый человек, он женится на ней. «Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку? Это нехорошо». «О, не отталкивайте меня, Евгения!» Это вместо Женечки-то. «Петровна». Однако все это в будущем, а пока Доди шестой год, и никто, кроме матери, отца не знает, как его зовут на самом деле. Даниил ли, Дмитрий ли, или просто Василий. Бывают и такие уменьшительные у нежных родителей. Характер Доди едва-едва начинает намечаться, но грани этого характера выступают довольно резко. Он любит все приятное и с годливостью, омерзением относится ко всему неприятному. В восторге от всего сладкого, ненавидит горькое, любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был произведен. Боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя в ней начало смерти. С восторгом измазывается грязью и пылью с головы до ног. С ужасом приступает к умыванию. Очень возмущается, когда его наказывают. Но и противоположное ощущение ласки близких ему людей вызывает в нем отвращение. Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое – красивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сергей Митрофанович, не спускавший из дамы застывшего в полном восторге взора. И было так. Молодой человек, установив прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял земляничную соломку и стал рассеянно откусывать кусок за куском. А дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым градом бурных поцелуев. Доди отбивался от этих ласк с энергией утопающего матроса, борющегося с волнами. Извивался в нежных теплых руках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с интонациями дорезываемого человека. «Пусти, дура! Оставь, дура!» Ему страшно хотелось освободиться от дуры и направить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный молодой человек поглощает земляничную соломку. И Доди страшно хотелось быть на месте этого молодого человека, а молодому человеку еще больше хотелось быть на месте Доди. И один, отбиваясь от нежных объятий, а другой, печально похрустывая земляничной соломкой, с бешеной завистью поглядывали друг на друга. Так слепо и нелепо распределяет природа дары свои. Однако справедливость требует отметить, что молодой человек в конце концов добился от Нины Борисовны таких же ласк, которые получил и Доди. Только молодой человек вел себя совершенно иначе, не отбивался, не кричал «оставь, дура!» А тихо, безропотно, с оттенком даже одобрения покорился своей вековечной мужской участи. Кроме перечисленных Додиных черт в характере его есть еще одна черта. Он страшный приобретатель. Черта эта тайная, он не высказывает ее. Но, увидев, например, какой-нибудь красивый дом, шепчет себе под нос. «Хочу, чтобы дом был мой!» Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпавший на дворе, или приглянувшегося ему городового, Доди, ошмыгнув носом, сейчас же прошепчет. «Хочу, чтобы лошадь была моя, чтоб снег был мой, чтобы городовой был мой!» Рыночная стоимость желаемого предмета не имеет значения. Однажды, когда Додина мать сказала отцу, «А знаешь, доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени», Додя сейчас же прошептал себе под нос. «Хочу, чтобы у меня были камни в печени». Славный, бескорыстный ребенок. Когда мама, поглаживая шелковистый Додин затылок, сообщила ему, «Завтра у нас будут блины». Додя не приминул подумать, «Хочу, чтобы блины были мои». И спросил вслух, «А что такое блины?» «Дурачок, разве ты не помнишь, как у нас были блины в прошлом году?» Глупая мать не могла понять, Что для пятилетнего ребенка протекший год Это что-то такое громадное, монументальное, Что как Монблан заслоняет от его глаз Предыдущие четыре года. И с годами эти Монбланы Все уменьшаются и уменьшаются в росте, Делаются пригорками, Которые не могут заслонить от зорких глаз Зрелого человека и его богатого прошлого. Ниже, ниже делаются пригорки, Пока не останется один только пригорок, Увенчанный каменной плитой Да покосившимся крестом. Год жизни наглухо заслонил от Доди Прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их. Можно ли на них кататься? Может, это народ такой блины? Ничего в конце концов неизвестно. Когда кухарка Марья ставила с вечера опару, Доди смотрел на нее с почтительным удивлением И даже, боясь втайне, чтобы всемогущая кухарка Не раздумала почему-нибудь делать блины, Искательно почистил ручонкой край ее черной кофты, Вымазанной мукой. Этого показалось ему мало. Я люблю тебя, Марья, Признался он дрожащим голосом. Ну-ну, ишь какой ладный, мальчушечка. Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок украду? Марья дипломатично промолчала, Чтобы не быть замешанной в назревающей уголовщине. А Додя вихрем помчался в кабинет И сейчас же принес пять папиросок, Положил на край плиты. И снова дипломатичная Марья Сделала вид, что не заметила награбленного добра, Только сказала ласково. А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик. А блины-то будут? А для чего же я опару ставлю? Ну, то-то. Уходя, подкрепил на всякий случай. Ты красивая, Марья. Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении. Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра! Что за поражающая селедка, Убранная зеленым луком, свеклой, маслинами! Какая красота эти плотные слежавшиеся сардинки! А в развалившуюся на большой тарелке Неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, Спрятав моментально этот палец в рот, Сделанный рассеянным видом. Хм, соленое! А впереди еще блины. Это таинственное, странное блюдо, Ради которого собираются гости, Делается столько приготовлений, Вызывается столько хлопот. — Посмотрим, посмотрим, — думает Додя, Бродя вокруг стола. — Что это там у них за блины такие? Собираются гости. Сегодня Додя первый раз посажен за стол Вместе с большими, И поэтому у него широкое поле наблюдений. Сбивает его с толку поведение гостей. — Анна Петровна, семги! — настойчиво говорит мама. — Ах, что вы душечка! — ахает Анна Петровна. — Это много, половину этого куска. Ах, нет, я не съем. — Дура! — решает Додя. — Спиридон Иваныч, рюмочку наливки, Сладенькой, а? — Нет уж, я лучше горькой рюмочку выпью. — Дурак! — удивляется про себя Додя. — Семен Афанасьевич, вы, право, ничего не кушаете. — Врешь! — усмехнулся Додя. — Он ел больше всех, я видел. — Сардинки? Спасибо, Спиридон Иванович, я их не ем. — Сумасшедшая какая-то! — вздыхает Додя. — Хочу, чтоб сардинки были мои. Марина Кондратьевна, Та самая, у которой камни в печени, Берет на кончик ножа микроскопический кусочек икры. — Ишь ты! — думает Додя. — Наверное, боится побольше взять. Мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто задается, что камни в печени рохля. Подают знаменитые долгожданные блины. Все со зверским выражением лица набрасываются на них. Набрасывается и Додя, Но тотчас же опускает голову в тарелку И, купая локон темных волос в жидком масле, Горько плачет. — Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел? — Блины... — Ну, что блины, чем они тебе не нравятся? — Такие, круглые. — Господи, так что же из этого? Обрежу тебе их по краям, будут четырехугольные. — И со сметаной. — Так можно без сметаны, чудачина ты. — Так они тестяные. — А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли? — И не сладкие. — Хочешь, я тебе сахаром посыплю. — Тихий плач переходит в рыдание. — Как они не хотят понять, эти тупоголовые дураки, Что Доди блины просто не нравятся, Что Додя разочаровался в блинах, Как разочаровывается взрослый человек в жизни, И никаким сахаром его не успокоить. Плачет Додя. Боже, как это все красиво, чудесно началось, Все, начиная от опары и вкусного блинного чада, И как все это пошло, обыденно кончилось. Додю выслали из-за стола. Гости разошлись. Измученный слезами Додя Прикорнул на маленьком диванчике. Отыскав его, Мать берет на руки Отяжелевшая от дремоты тельца И ласково шепчет. — Ну ты, блинаед африканский, Наплакался. И тут же, обращаясь к отцу, Перебрасывает свои мысли В другую плоскость. А знаешь, говорят, Антоновский получил от Мразича Оскорбление действием. И, подымая отяжелевшие веки, С усилием шепчет Обуреваемый приобретательским инстинктом Додя. — Хочу, чтобы мне было Оскорбление действием. Тихо мерцает в детской красная лампадка И еще слегка пахнет Всепроникающим блинным чадом. Инквизиция Я гляжу на них сверху вниз. И не потому, чтобы я их презирал, А просто я выше их, Хотя и сижу в кресле. Лиля высотой не более оршина, Котика вершка на два выше. Каждый из них опирается Обеими руками о мое колено, И оба, не мигая, Глядят в мои бегающие глаза. — Я у Шуры книжку видел, Сообщает Котика и умолкает, Ожидая, чтобы я спросил, какую. — Какую? Называется «Мальчик у Христа на елке». — Да, неопределенно мычу я. Молчание. Лиля решает поддержать брата. — А я стихи новые знаю. И замирает вся, напрягается, Трепетно ожидая одного только словечка. — Какие? — Какие? Обыкновенно около нее нужно работать целый час, Чтобы вытянуть хоть какие-нибудь стишонки. Но тут она, как обильный весенний дождик по крыше, Прорывается сразу. — У нашей елки иголки-колки, В дверную щелку мы видим елку, Звезда, хлопушки, орехи, пушки. Все. Вчера в журнале читала. — Так-с, — снова мямлю я, — Стишки хоть куда. А это, знаешь, зима, крестьянин торжествуя. Но такой оборот разговора обоим не выгоден. Мы это знаем. Слушай, дядя, А бывают елки выше потолка? — Бывают. — А как же тогда? Делают дырку в потолке И просовывают конец в верхний этаж. Если там живут не дураки, Они убирают просунутый конец игрушками, Золочеными орехами И веселятся напропалую. Котик отворачивает плутоватую мордочку в сторону И задает многозначительный вопрос. — А кто живет этажом ниже нас? У них есть дети? — Не знаю. Кажется, там старик какой-то. — Жаль. А знаешь что? — неопределенно говорит котик. — Я на Рождество буду слушаться. И я, и я! — ревниво кричит Лиля. — Важное кушанье! — пожимаю я плечами. — Вы всегда должны слушаться. А нет, я сдеру с вас шкуру, Набью ее ватой, И уж эти-то детки будут сидеть тихо. Котик приподнимает одну ногу, Осматривает ботинок, Который у него в полном порядке, И, казалось бы, бесцельно сообщает. — У наших соседов, говорят, Нынче елка будет. — Не соседов, а соседей. — Ну, пусть соседей, Но елка-то все-таки будет. Положение создается тягостное. Елки, мы чуя, елки, Тоже, знаете, и от елок Иногда радости мало. Вон, у одних моих знакомых Тоже так-то устроили елку, А свечка одна горела-горела, Потом покосилась на кисейную гордину И подожгла. Как порох вспыхнул дом. Восемь человек сгорело. — Елку нужно посредине ставить. Разик окну ставят, Замечает многоопытная Лиля. — Посредине! — горько усмехаюсь я. Оно и посредине бывает тоже не сладко. В одном тоже вот знакомом доме, У Петровых. Петровы были у меня такие знакомые. Так у них поставили елку посредине. А она стояла-стояла, Да как бухнет на пол. Так одну девочку напополам. Голова к роялю отлетела, Ноги к дверям. К моему удивлению, Этот ужасный случай Не производит никакого впечатления. Будто не живой ребенок погиб, А муху на стене прихлопнули. — Подставку нужно делать больше и тяжельше. Тогда и не упадет елка. Деловито сипит Котька. — На подставке одной далеко не уедешь, Возражаю я. Главная опасность — это хлопушки. Знавал я такую одну семью, Как беших, да, тоже Петровы. Так вот один из мальчуганок Взял хлопушку, поднес к глазам, Дернул где следует бац, Глаз пополам и ухо на ниточке. Мы все трое замолкаем и думаем, Каждый о своем. — А вот я тоже знал о семью, Вдруг начинает задумчиво и тихо опустив головенку Лиля. Ихняя фамилия была Курицехины. И тоже, когда было Рождество, Так ихний папа говорит, Не будет вам завтра елки. Они завтра тоже легли спать днем, И ихний папа тоже лег спать днем. Нет перед вечером, Когда бы была зажгита елка, Если б он сделал, Так они тогда легли. Ну, легли все и спят, Потому елки нет, Делать нечего. А воры видят, что все спят, Забрались и все покрали, Что было, чего и не было, Все взяли. Ну, проснулись, понятно, И плакали все. — Это, наверное, был такой случай, Спрашиваю я, делая встревоженное лицо. — Да, — не совсем убежденно отвечает Лиля. — Значит, если я не устрою елки, К нам тоже заберутся воры. — Заберутся, — таинственно шепчут оба. — А если вы не ляжете спать в это время? — Нет, мы ляжем. Дольше терзать их жалко. И так на лицах застыла мучительная гримаса Трепетного ожидания, А глаза выражают то страх, То надежду, То уныние и разочарование. Не желая, однако, Сразу сдать позицию, Я задаю приглупый вопрос. — А вы какую бы хотели елку? Зеленого цвета или розового? — Зеленую. — Ну, раз зеленую, тогда можно, А розовую уж никак бы нельзя. Как щедры дети, Поцелуи, которыми меня осыпают, Совсем не заслужены. Нянька. Первое. Будучи принципиальным противником Строго обоснованных, Хорошо разработанных планов, Мишка-самотоха Перелез в невысокую решетку Дачного сада Без всякой определенной цели. Если бы что-нибудь Подвернулось под руку, Он украл бы. Если бы обстоятельства Располагали к тому, Чтобы ограбить, Мишка-самотоха И от грабежа бы не отказался. Отчего же, Лишь бы после Можно было легко удрать, Продать была такая награбленная И напиться так, Чтобы чертям было тошно. Последняя фраза Служила мерилом Всех поступков самотохи. Пил он, развратничал И дрался всегда с таким расчетом, Чтобы чертям было тошно. Иногда и его били, И опять-таки били так, Что чертям было тошно. Поэтическая легенда, Циркулирующая во всех Благовоспитанных детских, Гласит, что у каждого человека Есть свой ангел, Который радуется, Когда человеку хорошо, И плачет, Когда человека огорчают. Мишка-самотоха Сам добровольно Отрекся от ангела, Пригласил на его место Целую партию чертей И поставил себе целью Все время держать их В состоянии хронической тошноты. И действительно, Мишкиным чертям Жилось не сладко. Второе. Так как самотоха был голоден, То усилие, затраченное На преодоление дачной ограды, Утомило его. В густых кустах малины Стояла зеленая скамейка. Самотоха утер лоб рукавом, Уселся на нее И стал тяжело дыша Глядеть на ослепительную Под лучами солнца дорожку, Окаемленную свежей зеленью. Согревшись и отдохнув, Самотоха откинул голову И замурлыкал популярную Среди его друзей Песенку «Родила меня ты, мама, По какой такой причине? Ведь меня поглотит яма По кончине, по кончине». Маленькая девочка лет шести Выкатилась откуда-то На сверкающую дорожку И, увидев полускрытого Ветками кустов самотоху, Остановилась в глубокой задумчивости. Так как ей видны были Только самотохины ноги, Она прижала к груди Тряпичную куклу, Защищая это беспомощное создание От неведомой опасности, И после некоторого колебания Бесстрашно спросила «Чьи это ноги?» Отодвинув ветку, Самотоха наклонился вперед И стал в свою очередь Рассматривать девочку. «Тебе чего нужно?» Сурово спросил он, Сообразив, что появление девочки И ее громкий голосок Могут разрушить все его пиратские планы. «Это твои ножки?» Опять спросила девочка Из вежливости, Смягчив смысл первого вопроса. «Мои...» «А что ты тут делаешь?» «Кадрель танцую!» Придавая своему голосу Выражение глубокой иронии, Отвечал Самотоха. «А чего же ты сидишь?» Чтобы не напугать зря ребенка, Самотоха проворчал. «Не просижу место, Отдохну да и пойду». «Устал!» Сочувственно сказала девочка, Подходя ближе. «Здорово устал! Аж черетям тошно!» Девочка потопталась на месте Около Самотохи И, вспомнив светские наставления матери, Утверждавшей, Что с незнакомыми нельзя разговаривать, Вежливо протянула Самотохе руку. «Позвольте представиться, Вера!» Самотоха брезгливо пожал ее Крохотную ручонку своей корявой лапой, А девочка, как истый человек общества, Поднесла к его носу и тряпичную куклу. «Позвольте представить, Марфушка! Она не живая, не бойтесь, тряпичная!» Ну, с ласковой грубоватостью неискренно В угоду девочке удивился Самотоха. «Ишь ты, стерва какая!» Взгляд его заскользил по девочке, Которая озабоченно вправляла в бок кукли, Высунувшуюся из зияющей раны паклю. «Что с нее толку?» Скептически думал Самотоха. «Ни сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и башмаки. Да что за них там дадут? Да и визгу не оберешься!» «Смотри, какая у нее в боке дырка!» Показала Вера. «Кто же ты ее пришил?» Спросил Самотоха на своем родном языке. «Не пришил, а сшил!» Поправила Вера. «Няня сшила!» «А ну, поправь-ка ей бок, я не могу!» «Ах ты, козявка!» Сказал Самотоха, беря в руки куклу. Это была его первая работа в области починки человеческого тела. До сих пор он его только портил. Третье. Издали донеслись чьи-то голоса. Самотоха бросил куклу и тревожно поднял голову. Схватил девочку за руку и прошептал. «Кто это?» Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе. «Ну, а нянька?» Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверное, к своему приказчику побежала. «К какому приказчику?» «Не знаю. У нее есть какой-то приказчик. Любовник, что ли?» «Нет, приказчик. Слушай». «Ну, а как тебя зовут?» «Михайлой», — ответил Самотоха крайне неохотно. «А меня, Вера?» «Пожалуй, тут будет фарт», — подумал Самотоха, смягчаясь. «Эй ты, хочешь, я тебе гадание покажу, а?» «А ну, покажи!» Взвизгнула восторжена девочка. «Ну, ладно, дай-кась руку. Ну вот, видишь, ладошка». «Во, видишь, вон, загибенка. Так по этой загибенке можно сказать, когда кто именинник». «А ну-ка, ни за что не угадаешь». Самотоха сделал вид, что напряженно рассматривает ручку девочки. «Кхм, сдается мне по этой загибенке, что ты именинница семнадцатого сентября, верно?» «Верно», — завизжала Вера, прыгая около Самотохи в бешеном восторге. «А ну-ка, на еще руку, скажи, когда мама именинница». «Эх ты, дядя, нечто по твоей руке угадаешь, тут брат мамина рука требуется». «Да мама сказала, в шесть часов приедет. Ты подождешь?» «Там видно будет». Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданием окончательно самыми крепкими узами приковал девочку к Самотохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан. «Давайте еще играть. Ты прячь куклу, а я ее буду искать, ладно?» «Нет», — возразил рассудительный Самотоха. «Давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто бы меня угощаешь, идет». План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый человек с усами будет, как в самомделишный гость, и она будет его угощать. «Ну, пойдем, пойдем, пойдем». «Слушай ты, Клоп, а у вас там никого дома нет?» «Нет, нет, не бойся. Вот чудак, я одна. Знаешь, будем так. Ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю». Глазенки ее сверкали, как черные бриллианты. Четвертое. Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась напротив, подперла рукой щеку и затороторила. «Кушайте, кушайте, эти кухарки такие невозможные. Опять, кажется, котлеты пережарены. А ты, Миша, скажи, благодарю вас, котлеты замечательные». «Да ведь котлет нет», — возразил практичный Миша. «Да это не надо, это ведь игра такая. Ну, Миша, говори». «Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я в самом делешной кушанье буду есть. Буфет-то открыт. В самом делешно когда так веселее, э?» Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула в буфет. «Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится. Ни торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица и яйца вареные». «Ну, что ж делать, тащи. А попить-то нечего?» «Нечего. Есть тут, да такое горькое, что ужас. Ты, небось, и пить-то не будешь. Водка». «Тащи сюда, поросенок. Мы все это по-настоящему разделаем. Без обману». Пятое. Закутавшись салфеткой, полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховый платок, Вера сидела напротив самотохи и деятельно угощала его. «Пожалуйста, кушайте, не стесняйтесь, будьте как дома. Ах уж эти кухарки!» Опять пережарила пирог. «Чистое наказание!» Она помолчала, выжидая реплики. «Ну?» «Что, ну?» «Что ж ты не говоришь?» «А что я буду говорить?» «Ты говори. Благодарю вас. Пирог замечательный». В угоду ей проголодавшейся самотоха, запихивая огромный кусок пирога в рот, неуклюже пробосил. «Благодарю вас. Пирог знаменитый». «Нет, замечательный». «Ну да, замечательный». «Выпейте еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех углов из бани строится». «Благодарю вас, водка замечательная». «Ах, курица опять пережарена!» «Эти кухарки — чистое наказание». «Благодарю вас, курица замечательная!» прогуделся мотоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии. «В этом году лето жаркое», — заметила хозяйка. «Благодарю вас, лето замечательное. Я еще баночку выпью». «Нельзя так», — строго сказала девочка. «Я сама должна предложить». «Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку. Не стесняйтесь». «Ах, водка, кажется, очень горькая. Ах уж эти кухарки. Позвольте я вам тарелочку переменю». Саматоха не увлекался игрой так, как хозяйка. Не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он вне всяких правил игры сунул в карман серебряную вилку и ложку. «Ну, достаточно», — сказал он. Сыт. «Ах, вы так мало ели. Скушайте еще кусочек». «Но будет там конетель тянуть. Довольно. Я так налопался, что чертям тошно». «Миша, Миша!» — горестно воскликнула девочка, сукоризной глядя на своего друга. «Разве так говорят? Надо сказать. Нет уж, увольте. Премного благодарен. Разрешите закурить». «Ну, ладно, ладно. Увольте. Много благодарен. Дай-ка папироску». Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой сигар. «Вот эти сигары я покупал в Берлине», — сказала она басом. «Крепковатый. Да я других не курю». «Мерси вам!» — сказал самотоха, оглядывая следующую комнату, дверь в которую была открыта. Глядя на самотоху снизу вверх, искраив самое лукавое лицо, Вера сказала. «Миша, знаешь, во что давай играть?» «Во что?» «В разбойников». Это предложение поставило Мишу в некоторое затруднение. Что значит играть в разбойников? Такая игра с шестилетней девочкой казалась глупейшей профанацией его ремесла. «Как же мы будем играть?» «Я тебя научу. Ты будто разбойник и на меня нападаешь. А я будто кричу. Ох, забирайте все мои деньги и драгоценности, только не убивайте морфушку». «Какую морфушку?» «Да куклу. Только я должна спрятаться, а ты меня ищи». «Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала прятаться, а разбойник». «Какой пассажир?» «Ну, этот вот, которого грабят, он не должен сначала прятаться». «Да ты ничего не понимаешь», — скричала хозяйка. «Я должна спрятаться». Хотя это было искажение всех разбойничьих приемов и традиций, но самотоха и не брался быть их блюстителем. «Ну ладно, ты и прячься. Только нет ли у тебя какого-нибудь кольца или брошки?» «Зачем?» «А чтоб я мог у тебя отнять». «Так это можно нарочно, будто отнимаешь». «Нет, я так не хочу», — решительно отказался капризный самотоха. «Ах ты, Господи, чистое с тобой наказание. Ну, я возьму мамины часики и брошку, которые в столике у нее лежат». «Сережек нет ли?» — ласково спросил самотоха, стремясь, очевидно, обставить игру со сказочной роскошью. Седьмое. Игра была превеселая. Верочка прыгала вокруг самотохи и кричала. «Пошел вон, не смей трогать морфушку. Возьми лучше мои драгоценности, только не убивай ее. Постой, где же у тебя нож?» Самотоха привычным жестом полез за пазуху, но сейчас же сконфузился и пожал плечами. «Можно и без ножа, нарочно ж». «Нет, я тебе лучше принесу из столовой». «Только серебряный!» — крикнул ей вдогонку самотоха. Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в обмен на драгоценную жизнь морфушки, самотоха сказал. «А теперь я тебя как будто запру в тюрьму». «Что ты, Миша?» — возразила на это девочка, хорошо очевидно изучившая, кроме светского этикета и разбойничья нравы. «Почему же меня в тюрьму? Ведь ты разбойник, тебе и надо в тюрьму». Покоренный этой суровой логикой, Миша возразил. «Ну так я тебя беру в плен и запираю в башню». «Это другое дело. Ванная, будто б башня, хорошо?» Когда он поднял ее на руки и понес, она барахтой зацепилась рукой за карман его брюк. «Смотри-ка, Миша, что это у тебя в кармане?» «Ложка. Это чья?» «Это, брат, моя ложка». «Нет, это наша. Видишь, вон, вензель. Ты, наверное, нечаянно ее положил, да?» — думал платок. «Нечаянно, нечаянно. Ну, садись-ка, брат, сюда». «Постой, ты мне и руки свяжи, будто бы, чтобы я не убежала». «Экая фартовая девчонка!» — умилился самотоха. «Все-то она знает. Ну, давай свои лапки». Он повернул ключ в дверях ванной и, надев в переднее чье-то летнее пальто, неторопливо вышел. По улице шагал с самым рассеянным видом. Прошло несколько дней. Мишка-самотоха, как волк, пробирался по лужайке парка между нянек, колясочек младенцев, летящих откуда-то резиновых мечей и целой кучей детворы, копошившейся на траве. Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от одного ребенка к другому. Под громадным деревом сидела Бонна, углубившаяся в книгу. А в двух шагах маленькая трехлетняя девочка расставляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась ее кукла размером больше хозяйки. Длинноволосая розовощокая создание парижской мастерской, одетая в голубое платье с кружевами. Увидев куклу, суматоха нацелился, сделал стойку и вдруг, как молния, прыгнул, схватил куклу и унесся вглубь парка на глазах изумленных детей и нянек. Потом послышались крики и вообще началась невероятная суматоха. Минут двадцать без передышки бежал Мишка, стараясь запутать свой след. Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и скрытый деревьями довольно рассмеялся. — Ловко, — сказал он, — поди-кась, догони. Потом вынул замуслинный огрызок карандаша и стал шарить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки. — Эх, и черт, когда нужно, так и нет! — озабоченно проворчал он. Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ветер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги. Саматоха оторвал его, крякнул и, прислонившись к забору, принялся писать что-то. Потом уселся на землю и стал затыкать записку куклей за пояс. На клочке бумаги были причудливо перемешаны печатные фразы афиши с рукописным творчеством самотохи. Читать можно было так. Многоуважаемая Вера, с дозволения начальства, очень прошу не обижаться, что я ушел тогда. Было нельзя. Если бы кто-нибудь вернулся, засыпался бы я. А ты, девочка знатная, понимаешь, что к чему. И прошу тебя получить бинокли у капельдинеров, сию куклу, мною для тебя найденную на улице. Можешь не благодарить. Артисты среди акта на аплодисменты не выходят. Сажаемого тобой Мишу С.А. Моточка. Ложку-то я забыл тогда вернуть. Прощь, точка. Вот он где, ребята. Держи его. Вот ты узнаешь, как кукол воровать, паршивец. Стой! Не уйдешь, собачье мясо! Самотоха вскочил с земли, с досадой бросил куклу под ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал с досадой. Свяжись только с бабой. Вечно в какую-нибудь историю втяпаешься. В ожидании ужина. Обращая свои усталые взоры к восходу моей жизни, я вижу ярче всего себя, крохотного ребенка с бледным серьезным личиком и робким тихим голоском, за беседой с пришедшими к родителям гостями. Беседа эта была очень коротка, но оставляла она по себе впечатление сухого, унылого самума, мертвящего все живое. Большой широкий гость с твердыми руками и жесткой пахнущей табаком бородой глупо тыкался из угла в угол в истерическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в ленивой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои скучающие взоры на меня. «Ну-с, молодой человек!» с небрежной развязностью спрашивал он. «Как мы живем?» Первое время я относился к такому вопросу очень серьезно. Мне казалось, что если такой большой гость задает этот вопрос, значит, ему мой ответ очень для чего-то нужен. И я, подумав некоторое время, чтобы осведомить гостя как можно точнее о своих делах, вежливо отвечал. «Ничего себе! Благодарю вас! Живу себе помаленьку!» «Такс-такс!» «Это хорошо!» «А ты не шалишь?» «Нужно быть большим дураком, чтобы ждать на такой вопрос утвердительного ответа!» «Конечно, я отвечаю отрицательно!» «Нет, не шалю!» «Такс-такс!» «Ну, молодец!» Постояв надо мной минуту в тупом раздумье, чтобы еще спросить, он поворачивался к родителям и начинал говорить, стараясь засыпать всякой дрянью широкий овраг, отделяющий его от ужина. «А он у вас совсем мужчина!» «Да, растет так, что прямо незаметно!» «Ведь ему уже девятый год!» «Что вы говорите?» восклицал гость с таким изумлением, как будто бы он узнал, что мне восемьдесят лет. «Вот уж никак не предполагал!» «Да-да, представьте!» Первое время моему самолюбие очень льстило, что все обращали такое лихорадочное внимание на меня. Но скоро я понял эту нехитрую механику, диктуемую законами гостеприимства. Родители очень боялись, чтобы гости в ожидании ужина не скучали, а гости, в свою очередь, никак не хотели показать, что они пришли только ради ужина, и что им мой возраст, да и я сам, так же интересны, как прошлогодний снег. И все же после первого гостя передо мной скромно забившимся в темный уголок за роялем вырастал другой гость с худыми узловатыми руками и небритой щетиной на щеках. Эти особенности гостей прежде всего запоминались мной благодаря многочисленным фальшивым поцелуем и объятиям. «А, вы тут, молодой человек, ну что, мечтаешь все?» «Нет», — робко шептал я, «Так сижу». «Так сидишь». «Хе-хе-хе, это очень мило. Он так сидит. Ну, сиди. Маму любишь?» «Люблю». «Правильно». Он делал движение, чтобы отойти от меня, но тут же вспомнив, что до желанного ужина добрых десять минут, раскачавшись на длинных ногах, томительно спрашивал. «Ну, как наши дела?» «Ничего себе, спасибо. Учишься?» «Учусь». Он скучающе отходил от меня, но едва лицо его поворачивалось к родителям, оно совершенно преображалось. Восторг был написан на этом лице. «Прямо замечательный мальчик. Я спрашиваю, учишься?» «А он, представьте, учусь, говорит. Сколько ему?» «Девятый». Остальные гости тоже поворачивали ко мне скучающие лица, и разговор начинал тлеть, чадить и дымить, как плохой костер из сырых веток. «Неужели девятый?» «А я думал, семь». «Время-то как идет». «И не говорите. Только в позапрошлом году был седьмой год, а теперь уже девятый». Он говорил это, а в то же время одно ухо его настороженно приподнималось, как у кошки, услышавшей царапание крысы под полом. В соседней комнате, накрывая на стол, лязгнули ножом о тарелку. «Дети очень быстро растут. Да он потому такой худенький. Это от роста. Вырастешь – большой будешь», делает меткое замечание рыжий гость, продвигаясь поближе к дверям, ведущим в столовую. Выходит горничная, шепчет что-то матери, все вздрагивают, как от электрического тока, но в силу законов гостеприимства не показывают вида, что готовы сорваться и побежать в столовую. Наоборот, у всех простодушные лица, и игра в спокойствие достигает апогея. Вы его в гимназию думаете или в реальное? Не знаю еще. Реальное, я думаю, лучше. О, безусловно! Реальное – это такая прелесть. Если вы хотите его счастья, я позволю дать вам такой совет. Пожалуйте, господа, закусить, раздается голос отца из столовой. И вот ужас! Совет, от которого зависит все мое счастье, так и не дается благожелательным гостям. Он подскакивает, будто бы кресло им выстрелило, но сейчас же спохватывается и говорит. Ну, зачем это, право? Такое беспокойство вам, ей-богу! На всех лицах как будто отражается невидимое солнце. Все потирают руки, все переминаются с ноги на ногу, с тоской давая дорогу дамам, которых они в глубине души готовы сшибить ударом кулака и, перепрыгнув через них на крыльях ветра, помчаться в столовую. У всех лица, помимо воли, растягиваются в такую широкую улыбку, что губы входят в берега только после первого куска, отправленной в рот семги. Подумать только, что все это, все эти неуловимые для грубого глаза штрихи, я подметил в детстве, только в моем нежном, восприимчивом детстве, когда все так важно, так значительно. Теперь наблюдательность огрубела, и все, что казалось раньше достойным пристального внимания, теперь сделалось обычным, ординарным. Чистая нежная пленка, на которой раньше отражался каждый волосок, так исцарапалась за эти десятки лет, так огрубела, загрязнилась, что только грубое помело способно оставить на этой пленке заметный, чувствительный след. Вот странно, почему бишь это я вспомнил сейчас все рассказанное выше, что заставило меня из пыльной мглы забытого вытащить маленького, тихого мальчика с худым, бледным личиком, вытащить всех этих черных и рыжих гостей с колючими бородами и широкими твердыми руками, всех этих больших, скучающих людей, которые, тупо уставившись на меня, спрашивали в тоскливом ожидании заветного ужина. Ну, как мы живем? Почему я все это вспомнил? Ах да, дело вот в чем. Сейчас я стою, большой взрослый человек, перед маленьким мальчиком, сыном хозяина дома и спрашиваю его, покачиваясь на ленивых ногах. Ну, как мы живем? Со взрослыми у меня разговоры все исчерпаны, ужин будет только через полчаса, а ждать его так тоскливо. Маму свою любишь? Косьма Медичис Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины маленького художественно-комиссионного магазина и, вглядевшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина. Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из мертвых душ. Стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелкобумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху. Какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший ростом не более лесного ореха. Тут на витрине было полдюжины таких лимонов в банке из-под варенья. Отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка совершенно пожелтевшая, а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого, крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте посредине. Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве «Проводник». Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта. Резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать. Так как хозяин стоял тут же у дверей своей сокровищницы, я спросил его, «Зачем вы рекламируете калоши-проводник?» «Где?» удивился он. «Это?» «Помилуйте, да это картина! Мы это продаем!» «Как продаете?» «Да кому ж это нужно?» «Покупают!» «Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает!» «Видите, какие краски!» В Таргашеском мазарте он снял с витрины господина, указывающего перстом на сверкающую калошу, и преподнес это произведение к самому моему носу. «Вот она, картинка-то! Купите, господин!» Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Белебиным, Рэми, Александром Бенуа, и рассмеялся. «А в самом деле, не купить ли?» «Раз наступает такая дикаринная жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вигвамов хорош будет и юркий господин, сующий под нос обаятельно сверкающую калошу». В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленом пижачке в обтяжку и соломенной шляпе-конатье. Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил. «Что ж вы мне прошлый раз, когда я покупал картины, не показывали этой штуке? Занятно!» «Купите!» «Замечательная вещь!» захлопотал хозяин, почуяв настоящего покупателя. «Настоящая олеография!» «Это не то, что масляные краски, те пожухнут и почернеют, а это тряпкой с мылом мойте сам черт не возьмет!» «Цена!» уронил покровитель искусства, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уники для своей галереи. «Четыре тысячи!» «Ого!» «И трех придовольно будет!» «Достаточно, что вы прошлый раз содрались с меня за женскую головку дебюк лимонный шесть тысяч!» «Та ж больше!» «И потом на картон наклеено!» «Возьмите этого внимания!» «Ну, заверните!» «А фигур нет!» «То есть скульптуры!» «Очень есть одна стоящая вещь!» «Диана с луком!» «Садит, что ли?» «Чего?» «Лук-то!» «Никак нет!» «Стреляет!» «Замечательный предмет!» Хозяин сделал ударение на первом слоге. «Настоящий!» «Неподдельный гипс!» «Вещь алебастровая!» Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой удалился, я сделал серьезное лицо и спросил. «Скажите, фамилия этого нового покровителя искусства не Косьма Медичес?» «Никак нет!» «Совсем напротив!» «Степан Картохин!» «Они тут у Портнова в мастерах служат и огромадные деньги нынче вырабатывают!» «Да восьмисот тысяч в месяц!» «Известно, девать некуда!» «Вот они в валюту все перегоняют!» «Вещи покупают!» «Они опять же искусство любят!» «И почувствовал я, что все мы прежние до ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репинами, Обри, Берцлиями, Робсами, Билибинами и Александрами Бенуа. Шире дорогу Новый Любим Торцов идет!» «Примечание» «Любим Торцов Герой комедии Александра Николаевича Островского Бедность не порог, Малообразованный, Промотавшийся купец, Нелишенный, Тем не менее, Стремления к культуре» «Примечание составителя» «Конец примечания» «Бумажки бьют Из его карманов Двумя фонтанами И в одной руке У него сверкает Всеми цветами радуги Дюбек лимонный, В другой Покупайте калоши Проводник» «Арс Лонга Витта Бревис» «Примечание» «Искусство Долговечно, Жизнь коротка, Латинский» «Конец примечания» «Люди-братья» Их было трое Бывший шулер Бывший артист Императорских театров Знаменитый актер И третий Бывший полицейский Пристав второго участка Александра-Невской части Сначала было так Бывший шулер Сидел за столиком В ресторане На Приморском бульваре И ел жареную кефаль А актеры пристав Порознь бродили Между публикой Занявшейся столы И искали себе Свободного местечка Наконец Бывший пристав Не выдержал Подошел к бывшему шулеру И вежливо поклонившись Спросил «Не разрешите ли Подсесть К вашему столику? Верите Ни одного Свободного места?» «Скажите» Сочувственно Покачал головой Бывший шулер «Сделайте одолжение Садитесь Буду очень рад Только не заказывайте Кефали Шестковато» При этом Бывший шулер Вздохнул «Ах, как у Данона» Жарили судачков Абернуар Лицо бывшего пристава Вдруг озарилось Тихой радостью «Позвольте» «Да вы разве Петербуржец?» «Я-то» «Да вы знаете» «Мне даже ваше лицо знакомо» «Если не ошибаюсь Вы однажды Составляли на меня Протокол По поводу Какого-то Недоразумения В экономическом клубе» «Да Господи ж Конечно» «Знаете Я сейчас Чуть не плачу От радости Словно родного Встретил Да позвольте Вас Просто По-русски» Знаменитый актер Бывший артист Императорских театров Увидев Что два человека Целуются Смело подошел И сказал «Не уделите ли вы мне Местечко За вашим столом» «Вам» Радостно Вскричал Бывший шулер «Да вам Самое почтеннейшее Место Надо уступить Здравствуйте Василий Николаевич» «Виноват Почему вы меня Знаете Вы разве Петербуржец?» «Да как же Господи» «И господин Бывший пристав Петербуржец Из Александра Невской части И я Петербуржец Из экономического клуба И вы Позвольте Мне ваше лицо Знакомо Еще бы По клубу же Вы меня еще Дело прошлое Били сломанной Спинкой от стула За якобы Накладку Стойте Восторженно Воскрикнул Пристав Да ведь Я же По этому Поводу И протокол Составлял Ну конечно Вы меня Еще выслали Из столицы На два года Без права Въезда Чудесные Времена Были Да ведь И я Вас Господин Пристав Припоминаю Обрадовался Актер Вы меня Целую ночь В участке Продержали А вы Помните За что? Засмеялся Пристав Черт Его Упомнит Я Признаться Так часто Попадал В участки Что все Эти Отдельные Случаи Слились В один Яркий Сверкающий Круг Вы Тогда На ларе Разделись Голой И полезли На памятник Александра Третьего На Знаменской Площади Господи Простонал Актер Схватившись За голову Слова То Какие Александр Третий Знаменская Площадь Экономический Клуб А позвольте Вас Милые Петербуржцы Все трое Обнялись И сверкая Слезинками На покрасневших От волнения Глазах Расцеловались О Боже Боже Свесил Голову На грудь Бывший Шулер Какие Воспоминания Сколько Было Тогда Веселой Чисто Столичной Суматохи Когда Вы Меня Били Где-то Теперь Спинка От стула Который Вы А чай Теперь От тех Стульев И помина Не осталось Да Вздохнул Бывший Пристав Все Растащили Все Погубили Мерзавцы А мой Участок Помните Это Второй То Усмехнулся Актер Как Отчий Дом Помню Восемнадцать Ступенек В два Марша Длинный Коридор Налево Ваш Кабинет Портрет Государя Висел Ведь Вот Было Такое Время Вы Полицейский Пристав Я Голый Пьяный Актер Снятый С царского Памятника А ведь Мы Уважали Друг Друг Вы Ко мне Вежливо С Объяснением Помню Папироску Мне Предложили И И Искренне Огорчились Что я Слабых Не курю Помните Шулера Афонькина Спросил Бывший Шулер Очень Хороший Был Человек Помню Как же Замечательный Сечниками Обработали Бу А позвольте Дорогие Друзья Почествовать Вас Бутылочкой Обрашки Радостные Пили Обрау Пожимали Друг 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 Руки И Любовно Без Слов Смотрели Друг Друг В Глаза Перед Закрытием Ресторана Бывший Шулер С Бывшим Приставом Выпили На Ты Они Лежали Друг У Друга В Объятиях И Плакали А знаменитый Актер Простирал Над ними Руки И Утешал Петербуржцы Не Плачьте И И Для Нас Когда Небо Будет В Алмазах И Мы Вернемся На Свои Места И Бо Все Мы Вместе Взяты Тот Ансамбль Без Которого Немыслимо Живая Жизнь Деловая Жизнь Ознакомившись С городом Я Решил Заняться Делами Узнав Что Все Деловые Люди Собираются В специальном Кафе На Пере Я Пошел Туда Отребовал Чашку Кофе И Уселся Выжидательно За столик Не наклюнется Ли Какое Дельце На Ловца Как Говорится И Зверь Бежит Ко Мне Подсел Неизвестный Господин Потрепал Меня По Плечу И Сказал Здравствуйте Господин Писатель Не Узнаете Меня Как Не Узнаю С Вялой Вежливостью Возразил Я Очень Даже Хорошо Узнаю Как Поживаете Дела Разные Ломаю А вы Я Тоже Думаю Каким Нибудь Делом Заняться Лиры Есть Немножко Есть Хлопнул Я себя По Карману Лицо Моего Собеседника Выразило Напряженное Внимание Что Мне Для Вас Придумать Есть У Меня Одно Дельце Да Впрочем Поделюсь С вами Скажите Вы Знаете Сколько Весит Баран Какой Баран Удивился Я Обыкновенный Знаете Сколько Он Весит А Черт Его Знает Я До Сих Пор Писал Рассказы И Не Взвешивал Баранов Как же Вы Не Знаете Вес Барана С Упреком Сказал Незнакомец Не Приходилось Впрочем Если Нужно Я Как Нибудь На Днях Когда Будет Свободное Время Ну Так Знайте Же Что Средний Баран Весит Три Пуда Я Изобразил На своем Лице Напряженное Удовольствие Смотрите Ка Кто Б Мог Подозревать Да Да Три Пуда А Вы Знаете Сколько Стоит Фунт Баранины Пятьдесят Пиастров Да Вообще Сейчас Жизнь Очень Запуталась Неопределенно Заметил Я Ну Для Умного Человека Жизнь Проста Как Палец Итак Продолжаю А Знаете Ли Вы Сколько Стоит Целый Баран В Кадыке Десять Лир Итак Вот Вам Дело Вы Даете Двадцать Лир И Я Двадцать Лир Я Покупаю Двух Овец Режу Их Не надо Их Резать Сентиментально Заметил Я Они Такие Хорошенькие А как же Иначе Мы их На мясо Продадим Я их Сам Зарежу Не бойтесь Итак На Ваши Двадцать Лир Вы Будете Иметь Шесть Пудов Овечьего Мяса По Розничной Цене Шестьдесят Лир Да Шкура Вашу Пользу Дорога Хотя Я до сих пор Рогатых Овец Не встречал Но Это Очевидно Была Местная Порода Я Кивнул Головой С видом Знатока Очень Хорошая Дельца А Когда Прикажете Внести Деньги Да Хоть Сейчас Чем Скорее Тем Лучше Сколько Тут У вас Ровно Двадцать Ну Вот И Спасибо Завтра Утром Бараны Будут Уже У нас Хотите Я Приведу Их К вам Показать Не Знаю Удобно Ли Это Вдруг Ни С того Ни С сего Бараны Заходят На Квартиру Да Еще Моя Хозяйка Против Этих Посторонних Визитов Нет Лучше Заверил Что Смерть Этих Невинных Созданий Будет Совершенно Безболезненно И Легка Как Сон И Пожав Мне Руку Умчался С Озабоченным Лицом С тех Пор Прошло Восемь Дней Пока Я Не вижу Ни моего Компаньона Ни Баранов Ни Прибыли Очевидно С Компаньоном Что-нибудь Случилось Иногда По ночам Меня Мучит Совесть Прав Ли Я Был Поручив Этому Слабосильному Человеку Опасную Процедуру Умерщвления Баранов А что Если Они По дороге Сбежали От него А что Если Перед Смертью Они Вступили С ним В борьбу И Разъяренные Предстоящей Участью Растерзали Моего Бедного Компаньона Вчера Со мной Произошел Удивительный Случай Иду По улице Вдруг Вижу Мой Компаньон Навстречу Я радостно Кинулся К нему Здравствуйте Голубчик Ну что Слышно С баранами Он Удивленно Взглянул На меня Какие Бараны Простите Я вас Совершенно Не знаю Как Да ведь Мы же Вместе Хотели Зарабатывать На баранах Простите Я вас В первый Раз Вижу Я иногда Зарабатываю На баранах Но зарабатываю Один И Отстранив Меня Он пошел Дальше Однако Какое Удивительное Сходство Бормотал Я себе Под нос Провожая Его Взглядом То же Лицо Тот же Голос И даже На баранах Зарабатывает Как и тот Много Тайн Хранит В себе Чарующий Загадочный Восток Русское Искусство Вы Я Глазам Своим Не Верю Таким Хорошеньким Глазам Не Верить Это Преступление Отпустить Подобный Комплимент Днем На Пере Когда Сотни Летящего Мимо Народа Не раз Толкают Вас В бока И В спину Для Этого Нужно Быть Очень Светским Чрезвычайно Элегантным Человеком Таков Я И Есть Обладательница Прекрасных Глаз Известная Петербургская Драматическая Актриса Стояла Передо Мной И на Ее Живом Лукавом Лице В Одну Минуту Сменялось Десять Выражений Слушайте Простодушный Очень Хочется Вас Видеть Ведь Вы Мой Старый Милый Петербург Приходите Чайку Выпить А Где Вы Живете Во всяком Другом Городе Этот Простой Вопрос Вызвал Бы Такой же Простой Ответ Улица Такая То Дом Номер Такой То Но Не Таков Городишко Константинополь На лице Актрисы Появилось Выражение Небывалой Для нее Растерянности Где Я Живу Позвольте Не То Шашлы Башлы Не То Биюк Темрюк А Может Быть И Казанлы Базанлы Впрочем Дайте мне Лучше Карандаш И Бумажку Я Вам Нарисую Отчасти Делается Понятно Густая Толпа Толкущаяся На Пере Это все Русские Стоят Друг Против Друга И По Полчаса Объясняют Свои Адреса Не То Шашлы Башлы Не То Бабаджан Османды Выручают Обыкновенно Карандаш И Бумажка Причем Отправной Пункт Так Такатлиан Это та печка От которой Всегда Танцует Ошалевший Русский Беженец Рисуются Две Параллельные Линии Пера Потом Квадратик Такатлиан Потом Вот вам Говорит Актриса Чертя Карандашом По бумаге Эта Штучка Такатлиан От этой Штучки Вы идите Налево Сворачиваете На эту Штучку Потом Огибаете Эту Штучку И тут Второй Дом Где Я Живу Номер 22 Третий Этаж Квартира Барона К Я Благоговейно Спрятал Бумажник Этот Странный Документ И Откланился На другой День Вечером Когда Я собрался В гости К актрисе Зашел Знакомый Куда Вы Куда От Такатлиана Прямо Потом Свернуть В эту Штучку Потом В другую Квартира Барона К Знаю Хороший Дом Что же Это Вы Дорогой Мой Идете В такое Аристократическое Место И в Пиджаке Не Фрак же Надевать А Почему Бы И Нет Вечером В гостях Фрак Самое Разлюбезное Дело Все Таки Это Ведь Заграница Фрак Так Фрак Согласился Я Оделся И Сверкая Туго Накрахмаленным Пластроном Фрачной Сорочки Отправился На Перу Танцевать От Излюбленной Русской Печки Если В Константинополе Вам Известно Улица И номер Дома То Это Только Половина Дела Другая Половина Найти Номер Дома Это Трудно Потому Что Седьмой Номер Помещается Между Двадцать Девятым И Четырнадцатым А шестнадцатый Скромно Заткнулся Между Сто Двадцать Седьмым И Девятнадцатым Вероятно Это Происходит От Того Что Туркам Наши Арабские Цифры Неизвестны Дело Происходило Так Решив Перенумеровать Дома По-арабски Муниципалитет Наделал Несколько Тысяч Дощечек С разными Цифрами И Свалил Их В кучу На Главной Площади А потом Каждый Закорючки Загогулины Которого Приходились Ему Более По-душе Искомый Номер Двадцать Два Был Сравнительно Приличен Между Двадцать Четвертым И Тринадцатым На звонок Дверь Открыла Дама Очень Элегантного Вида Что Угодно Анна Николаевна Здесь Живет Какая Русская Беженка Ах Это Вы К Аннушке Аннушка Тебя Кто-то Спрашивает Раздался Стук Каблучков И Впереднюю Выпорхнула Моя Приятельница В фартуке И с какой-то Тряпкой В руке Первые Слова Ее Были Такие Чего Тебя Ирода Черти-то Папарадным Носят Не мог Через Черный Ход Претить Виноват Растерялся Я Вы Сказали Что Сказала То И Сказала Это Мой Кум Барыня Я Его Допреж Того В Петербурге Знала Иди Уж На Кухню Раздевайся Там Не до Тепа Кухня Была Теплая Уютная Но Не Особенно Пригодная Для Моего Элегантного Фрака Серая Тужурка И Каска Пожарного Были Были Гораздо Уместнее Ну Садись Кум Коль Пришел Самовар Чать Простыл По Стакашку Еще Нацедить Возможное Дело А Я Вижу В Из Гран Кокет Перешли На Характерные Уныло Заметил Я Вертя В руках Огромную Ложку С дырочками Чего Я Стал Быть Тут У Кухарках Пристроилась Ничего Хозяева Добрые Не Забежают На Своих Харчах Деловито Спросил Я Чувствуя Как на Моей Голове Невидимо Вырастает Медная Пожарная Каска Хозяйские И Отцепное Хозяйское И Доход От Мясной И Зеленной Имейте Законный Процент В последнем Слове Она Сделала Ударение На О А то Может Щец Похлебаешь С Обеда Осталось Я Прозагрела Вошла Хозяйка Аннушка Самовар Поставь Во мне Заговорил Джентльмен Позвольте Я Поставлю Предложил Я Кашлянув В кулак Я Мигом Стриженная Девка Не успеет Косы заплести Как я его Ушкварю И Никаких Гвоздей Вы только Покажите Куда Насыпать Уголь И куда Налить Воды Кто Это Такой Аннушка Спросила Хозяйка Со Столбенелым Видом Разглядывая Мой фраг Лишишся Из-за вас Чертей Идите Ли Барыня Ихняя Фамилия Простодушный Что же Вы тут Господи Пожалуйте В столовую Я вас С мужем Познакомлю Мы Очень Рады Видала Заносчиво Сказал я Подмигивая А ты Меня Все Ругаешь А со мной Господа За ручку Здороваются И к столу Приглашают С черного Хода Постучались Вошел Еще один Аннушкин Гость Мой Знакомый Генерал Командовавший Когда-то Третьей Армией Он Скромно Остановился У притолоки Снял Фуражку С голуном И сказал Чай Да Сахар Извините Что Поздно Такое Наше Дело Швейцарское Мы Сидели В столовой За столом Покрытым Белоснежной Скатертью Мы Трое Кухарка Швейцар И я Хозяин Побежал В лавку За закуской И вином Хозяйка Раздувала На кухне Самовар Оргонавты И Золотое Руно С тех пор Как осенью 1920 года Пароход Покинул Берег Крыма И до Самого Константинополя Они так и ходили Нераздельно Вместе Впереди Толстый Рыжебородый Со сложенными На груди Руками А за ним Немного Сзади Двое Худощавый Брюнет С усиками И Седенький Маленький Этот вечный Треугольник Углом Вперед Напоминал Стадо Летящих Журавлей Только Один раз Я увидел Их не в комбинации Треугольника Они дружно Выстроились У борта Парохода Облокотясь А перила И поплевали В тихую воду Черного моря С таким усердием Будто Кто-нибудь Дал им Поручение Так Или Иначе А повысить Уровень Черноморской Воды Я подошел И бесцельно Облокотился Рядом Ну что Юноша Обратился Вдруг Ко мне Седенький Как Делишки Ничего Себе Юноша Приветливо Ответил я Дрянь Делишки Что Думаете Делать В Константинополе А черт Его знает Что Придется Так Нельзя Наставительно Отозвался Черноусый Мужчина Надо Заранее Выработать План Действий Чтобы Не Очутиться На Константинопольском Берегу Растерянным Дураком Вот Мы Выработали Себе По плану И Спокойны Прекрасное Правило Пришел я В истинное Восхищение Какие же Ваши Планы Седенький Подарил Морскую Гладь Искусным Полновесным Плевком И Поглядев На удаляющийся С глаз Плоды Своего Рта Процедил Сквозь Энергично Сжатые Губы Газету Буду Издавать Ого Где Что Значит Где В Константинополе Я думаю Сразу Ахнуть И утренню И вечерню Чтобы Захватить Рынок Вообще Константинополь Золотое Дно Дно-то Дно С некоторым Сомнением Согласился Я Только Золотое Ли Будьте Покойны Вмешался Черноусы На этом Дне Лежат Золотые Россыпи Только Нужно Уметь Их Раскопать Впрочем Мои Планы Скромнее И Две Две Стороны Треугольника Сейчас Поддержали Третью Да Его Планы Скромнее Журнал Будет Издавать Попытался Догадаться Я Ну что Там Ваш Журнал Чепуха Нет Мне Пришла В голову Свежая Мыслишка Только Вы Никому Из Других Пассажиров Не Сообщайте Узнают Сразу Перехватят Я Твердо Поклялся Что Унесу Эту Тайну С собой В могилу Так Знайте Я Решил Открыть В Константинополе Русский Ресторан Я Правда Никогда До сих пор Не бывал В Константинополе Но Мне Кажется Что Там В этом Направлении Кое-что Сделано Черта С два Сделано Разве Эти Головотяпы Сумеют Нет У меня Все Будет Особенное Оркестр Живых Венгерцев Метродотель Типичный Француз Швейцар Швейцарец Салибардой А вся Прислуга Негры И вы Всю эту Штуку Назовете Русским Рестораном Почему бы И нет Кухня То ведь Русская Щи Буду Закатывать Кулебяки Загибать Жареных Поросят Зашпаривать На всю Турцию Звон Сделаю Но Ведь для этого Дела Нужны Большие Деньги Я знаю Тысяч Десять Лир Но Это Самое Легкое Найду Какого-нибудь Богатого Дурака Грека В компании С ним И обтяпаем Молчавший Руки Буду Буду Сидеть Валюту Везу Ловко А Замечательно Да Узнает Теперь этот Константинополешка Никанора Сырцова Ей Бо Право Палец А палец Не ударю Сложа руки И буду Сидеть Поработали И будя Ежели Встречу Там где Шампаней До краев Налью Да Просто Заходи В лучший Отель И спроси Никанора Сырцова Там я И буду А Может Я В Васькиной Газете Публиковаться Буду Такой-то Никанор Гаврилов Сырцов Разыскивает Родных И знакомых На предмет Выпивки С соответствующей Закуской А в кабак Мы с тобой Будем ходить Только в Петькин Пусть Нам Негры Да Венгерцы Дурака Ломают Поддержим Приятеля Хай живе Украина Журавлиный Треугольник Отделился От перил Взмахнул Крыльями И плавно Понесся В трюм На предмет Насыщения Своих Пернатых Желудков Пока Все беженство Кое-как Утрясалось Пока Я лично Устраивался Никто Из журавлиного Треугольника Не попадался Мне на глаза Но Однажды Когда я Скромно Ужинал В уголке Шумного Ресторана Ко мне Подлетел Головной Журавль Никанор Сырцов Друг Завопил он Говорил Шампаней Налью Налью Пойдем До кабинету Какие Цыгане Пальчики Оближешь Как Зальются Так Или на Отцовскую Могилу Хочется Бежать Или Кому-нибудь По портрету Заехать Благороднейшие Люди Он Сцепился Со мной На абордаж После долгой Битвы Победил Меня И взяв На буксир Отшвартовал До кабинету Который Оказался Холодной Дымной Накуренной Комнатой Наполненной Людьми В руках У них Были Гитары На плечах Линялые Кантуши На лицах Скука Непроходимая Эх Брат Воскликнул Сырцов Становясь В позу Люблю Я тебя А за что И сам Не знаю Хороший Человек Чтоб Ты Сдох Веришь Совести Вторую Тысячу Пропиваю А ну Вы Конокрады Уж Кварти Две Гитары За стеной Пел Сырцов Рыдал Сырцов В промежутках И снова Плясал Сырцов Оделяя Всех Алчущих И жаждущих Бокалами Шампанского И лирами Во Брат Кричал Он Путаясь Неверными Ногами В странном Танце Это Я Называю Жить Сложа Руки Вот Она Брат Это И Есть Настоящая Жизнь Ой Жги 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 Последний Призыв Никанора Цыгане Приняли Вяло И вместо Поджога Только Хлопали Бокал За Бокалом Зевая Перемигиваясь И Переталкиваясь Локтями Впрочем И сам Сырцов Не мог Точно Указать Какой Предмет Обречен Им На Сжигание Постой Попытался Я остановить Пляшущего Никанора Расскажи Мне лучше Что поделывают Твои Приятели Открыли Ресторан Издают Газету А черт Их знает Я Восьмой День Дома Не был Так Что Мне Газета Нанос Мне ее Что ли Шел Я Однажды Вечером По Птишан Около Знаменитого Ресторана Георгия Карпыча Раздался Нечеловеческий Вопль Интересная Газета През Дю Сюар Купите Господин Примечание През Дю Сюар Вечерняя Газета Французский Конец Примечания Я Пригляделся Вопил Издатель Из Журавлинного Треугольника Очевидно Вся Его Издательская Деятельность Ограничилась Тем Что Он Издавал Вопли С головой Уйдя В несложное Газетное Дело Сбыта Свежих Номеров Что Ж Это Вы Чужую Газету Продаете Участливо Спросил Я А Своя Где Дело Это Налаживается Нерешительно Промямлил Он Еще Месяц Два И Этого С разрешением Дьявольски Трудно А этот Ваш Приятель Как его Дело С рестораном Пожалуйте Тут За углом Второй Дом Вывеска Навестите Он Будет Рад Слава Богу Подумал Я Идя По Указанному Адресу Хоть Один Устроился Этот Последний Увидав Меня Действительно Обрадовался Подошел К моему Столику Обмахнул Его Салфеткой Вынул Из кармана Карточку И Сказал Вот Приятная Встреча Что Прикажете Водочки С закусочкой Горячего Или Просто Чашку Кофе Вы Что Тут В Компании Нашли Дурака Грека С деньгами Нет Собственно Он Нашел Меня Дурака Или Вернее Я Его Конечно Нашел Но Так Вот Пока Служу У него Впрочем Действительно Есть Большие Деньги И Только Этого Не Заинтересован И Венгерцев И Негров Нет Он Отвернулся К окну И Стал Салфеткой Протирать Заплаканное Стекло И Швейцар Ваш Без Салибарды Обезоруженный В опорках Шутить Изволите Может Венца Прикажете Хорошая Есть Еще Месяц Грохотом Пронесся Над Нашими Головами Проходя Мимо Греческого Пустынного Ресторанчика Я Я Иногда Видел Дремлющего С Салфеткой В руках У стены Смелого Инициатора Дела Построенного На Венгерцах Неграх Швейцарах И Алибардах И По-прежнему Издатель На углу Яркой улицы Издавал Стоны През Дюсуар Вчера Остановившись И Покупая Газету Я Спросил Простодушно А что же Ваша Собственная Газета Наверное Скоро Разрешится Ну а что Ваш Приятель Никанор Цырцов По-прежнему Сидит Сложа Руки Сложа То Сложа Только Не Сидит А Лежит От Голодного Тифа Или Что-то Вроде Помер Все Деньги На Цыганда На Разные Глупости Проухал У Меня В конце Концов По Пяти Пиастров Перехватывал Да мне Тоже Знаете Их Взять Неткуда Вот Тебе И Сложа Руки Много Их Таких Дураков И Когда Он Говорил Это У Него Было Каменное Неподвижное Лицо Как У Старых Боксеров Которых Другие Боксеры Лупили По Щекам Огромными Каменными Кулачищами От Чего Лицо Делается Навсегда Непробиваемым Жестокий Это Боксер Константинополь Каменеет Лицо От Его Ударов Окультные Тайны Востока Прихорошенькая Дама Повисла На Пуговице Моего Пиджака И Мелодично Прощебетала Пойдемте К Хироманту Чего Я Говорю Вам Идите К Хироманту Этот Окультизм Такая Прелесть И Вам Просто Нужно Пойти К Хироманту Эти Хироманты В Константинополе Такие Замечательные Ни За Что Не Пойду Увесисто Возразил Я Ноги Моей Не Будет Или Вернее Руки Моей Не Будет У Хироманта Ну А Если Я Вас Поцелую Пойдете Когда Какой Либо Вопрос Переносится На Серьезную Деловую Почву Он Начинает Меня Сразу Интересовать Солидное Предложение Задумчиво Сказал Я А Когда Пойти Сегодня Же Сейчас Аванс Будет Фирма Оказалась Солидная Не Стесняющаяся Затратами Пошел Римские Патриции Которым Надоедало Жить Перед тем Как Принять Яд Пробовали Его На Своих Рабах Если Раб Умирал Легко И Безболезненно Патриций Спокойно Следовал Его Примеру Я Решил Поступить По этому Испытанному Принципу Посмотреть Сначала Как Гадают Другому А потом Уже И самому Шагнуть За Таинственную Завесу Будущего Около Русского Посольства Всегда Толчется Масса Праздной Публики Я Подошел К воротам Посольства Облюбовал Молодого Человека В военной Шинели Без погон Подошел Попросил Прикурить И прямо Приступил К делу Бывали ли Вы когда-нибудь У Хироманта Спросил Я Не бывал А что Вы сейчас Ничего Не делаете Буквально Ничего Третий Месяц Ищу Работы Так Пойдем К Хироманту Это будет Стоить Две Лиры Что Вы Милый Две Лиры Откуда Я их Возьму У меня Нет и пятнадцати Пиастров Чудак Вы Не вы Будете Платить А я Вам Заплачу За беспокойство Две Лиры Только При условии Чтоб Я присутствовал При гадании Молодой Человек Зарумянился Неизвестно Почему Помялся Оглядел Свои руки Вздохнул И сказал Ну что ж Пойдем Хиромант Принял Нас Очень Любезно Хиромантия Приветливо Заявил он Очень Точная Наука Это не то Что какие-нибудь Там бобы Или кофейное Гуще Садитесь На столе Лежал Человеческий Череп Я Приблизился Бесцельно Потыкал Пальцем В пустую Глазницу И рассеянно Спросил Ваш Череп Конечно Мой А то Чей же Очень Симпатичное Лицо Обаятельная Улыбка Скажите Он вам Служит Для практических Целей Или просто Как изящная Безделушка Помилуйте Это череп Одного Халдейского Мага Из Мемфиса А вы говорите Ваш Впрочем Дело не в этом Погадайте Ко сему Молодому Человеку Мой Новый Знакомый Застенчиво Протянул Хироманту Правую Руку Но тот Отстранил Ее И сказал Левую Да разве Не все равно Что правая Что левая Отнюдь Исключительно По левой Итак Вот передо Мной Ваша Левая Рука Ну Что же Я вам скажу Вам Пятьдесят Два Года Будет Мягко Возразил Мой Патрицианский Раб Пока Только Двадцать Четыре Вы Ошибаетесь Вот Эта Линия Показывает Что вам Уже Немного За Пятьдесят Затем Проживете Вы До До Черт Знаешь Что такое А что Заинтересовался Я Никогда Я не Видел Более Удивительной Руки И Более Замечательной Судьбы Знаете Ли До Каких Пор Вы Проживете Судя По Этой Совершенно Бесспорной Линии Ну До Двухсот Сорока Лет Порядочно Завистливо Крякнул Я Не Ошибаетесь Ли Вы Медовым Голосом Заметил Обладатель Замечательной Руки Я Голову Готов Прозакладывать Он Наклонился Над рукой Еще Ниже Нет Эти Линии Что-то Из ряду Вон Выходящее Вот Смотрите Сюда И Сюда В Недалеком Прошлом Вы Занимали Последовательно Два Королевских Престола Один Около Тридцати Лет Другой Около Сорока Позвольте Робко Возразила Коронованная Особа Сорок И Тридцать Лет Это Уже Семьдесят А вы Говорили Что Мне Всего-то Пятьдесят Два Я Не Знаю Ничего Не Знаю В Отчаяние Кричал Хиромант Катаясь За голову Это Первый Случай В Моей Пятнадцатилетней Практики Ваша Проклятая Рука Меня С ума Сведет Он Рухнул В кресло И Голова Его Бессильно Упала На стол Рядом С Халдейским Черепом А что Случилось Участливо Спросил Я А то И Случилось Со Стоном Скричал Хиромант Что Когда Этот Господин Сидел На первом Троне То Он Был Умершвлен Заговорщиками Тут Сам Черт Ничего Не Разберет Умершвлен А сидит Разговаривает Привели Вы Мне Клиента Нечего Сказать Были Умершвлен Взором 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 В Капитан В Капитан Ладонь И Снова И Спуг Ясно Отразился На Его Лице Ну Что Нетерпеливо Спросил Я Я Так И Думал Что Будет Какая Нибудь Гадость В Отчаянии Застонал Хиромант Именно Вы Знаете Отчего Он Умрет От Родов Мы На Минуту Оцепенели Не Ошибаетесь Ли Вы Если Принять Во Внимание Его Пол А Так же Тот Преклонный Возраст Который 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 Ничего Не Который Я Не Мальчишка Чтобы Меня Дурачить И Вы Не Мальчишка Чтобы Я Мог Вам Врать Я Честно Говорю Только То Что Вижу А Вижу Я Такое Что И Этого Молодого Человека И Меня Надо Отправить В Сумасшедший Дом Это Сам Дьявол Написал На Вашей Ладони Эти Антихристовые Письмена Ну Уж Дьявол Смущенно Пробормотал Молодой Человек Это Считается Одной Из Самых Солидных Фирм Кнаус И Генкельман Берлин Фридрих Штрассе Триста Сорок Пять Мы Оба Выпучили На него Глаза Господа Не Сердитесь На меня Но Ведь Я Я Вам Давал Сначала Правую Руку А Вы Не Захотели А Левая Конечно Я И Сам Не Знаю Что Они На Ней Вытеснули Кто Взревел Хиромант Опять Кнаус И Генкельман Берлин Фридрих Штрассе Триста Сорок Пять Видите Ли Когда Мне Под Первозвановкой Оторвала Кисть Левой Руки То Мой Дядя Который Жил В Берлине Как Представитель Фабрики Искусственных Конеч Череп Халдейского Мудреца Полетел Мимо Моего Плеча И Клацнув Зубами Зацепился Челюстью За шинель Капитана За черепом Полетели Две восковые Свечи И Какая-то Древняя Книга Обтянутая Свиной Кожей Бежим Шепнул я Капитану А то он Так озверел Что убить Может Бежали Схватившись За руки По узкому Грязному Переулку Отдышались Легко Отделались Одобрительно Засмеялся Я Скажите Кой черт Поддел Вас не признаться Сразу Что Ваша Левая Лапа Резиновая Как Галоша Проводник Да Я Собственно Боялся Потерять Две Лиры Вы Знаете Когда Пять Дней Подряд Питаешься Одними Бубликами А Теперь Конечно Сам Понимаю Что Ухнули Мои Две Лирочки Ну Нет Великодушно Сказал Я Вам Ваше Величество Еще Двести Пятнадцать Лет Жить Осталось Так уж Денежки Ой Ой Как Нужны Получайте Встретил Даму Ту Самую Ну Что Были Конечно Был Аванс Отработал Честно Ну Что Же С лихорадочным Любопытством Спросила Она Что Же Он Вам Сказал А Вы Верите Всему Что Они Предсказывают Лукаво Спросил Я Ну Конечно Так Он Сказал Что С вас Причитается Еще Целый Ворох Поцелуев До Чего Эти Женщины Суеверны До Чего Доверчивы Мой Первый Дебют Между Корью И Сценой Существует Огромное Сходство Тем И Другим Хоть Раз В Жизни Нужно Переболеть Но Между Корью И Сценой Существует И Огромная Разница В то Время Как Корью Переболеешь Только Раз В жизни И Конец Заболевание Сценой Делается Хроническим Неизлечимым Более Счастливые Люди Отделываются Редкими Припадками Вроде Перемежающейся Лихорадки Выступая Три-четыре Раза В год На клубных Сценах В любительских Спектаклях Все же Неудачники Люди С более Хрупкими Организмами Заболевают Прочно И Навсегда Резвился Как Птичка И Вдруг Однажды Будто Злокачественным Ветром Меня Прохватило Встречаю Встречаю В ресторане Одну Знакомую Даму Очень Недурную Драматическую Артистку Что это Спрашиваю У вас Такое Лицо Расстроенное Ах Не поверите Уныло Вздохнула Она Никак Второго Любовника Не могу Найти Мисс Салина Подумал Я С отвращением Слух Резко Спросил Разве Вам Обойтись Послушайте Может Вы Напослезавтра Согласитесь Взять Роль Второго Любовника Мое Сердце Занято Угрюмо Пробормотал Я При чем Тут Ваше Сердце При том Что я Не могу Разбрасываться Как многие Другие Для которых Нравственность Она Упала Локтями И головой На стол И заколыхалась От душившего Ее Смеха Сударыня Если Вы способны Смеяться Над моим Первым Благоуханным Чувствам Над девушкой Которой Вы даже Не знаете То То Да Позвольте Сказала Она Утирая Выступившие Слезы Вы Когда-нибудь Играли На сцене Никто Иной Как черт Дернул Меня Развязно Сказать Ого Сколько Раз Я могу Повторять Как и Савина Сцена Моя Жизнь Ну Так Вы Знаете Что Такое На театральном Жаргоне Любовник Еще бы Это Такие Которые Одним Словом Любовники Я Ведь Давечу Думал Что Вы О Вашей Личной Жизни Говорите Она Встала С Видом Разгневанной Королевы Вы Нахал Неужели Вы Думаете Что Я Могу В Личной Жизни Иметь Двух Любовников Это Неопределенное Возмущение Я Понял Впоследствии Когда Простак Сообщил Мне Что У Нее На этом Амплуа Было И Четыре Человека В наказание За то Что Вы Так Плохо Обо Мне Подумали Извольте Выручить Нас Пока Не Приехал Румянцев Вы Сыграете Визигина В После Крушения И Крутобедрова В Ласточкином Гнезде Вы Играли Визигина Ее Пренебрежительный Тон Так Задел Меня Что Я Бодро Отвечал Сколько Раз Ну И Очень Мило Нынче Вечером Я Пришлю Роль Репетиция Завтра В Одиннадцать Очевидно В моей Душе Преобладает Женское Начало Сначала Сделаю А потом Только Подумаю Что Я Наделал Роль Была Небольшая Но Привела Меня В полное Уныние Когда Читаешь Всю Пьесу То Все Обстоит Благополучно Знаешь Кто Тебе Говорит Почему Говорит И Что Говорит А В Роли Эти Необходимые Элементы Отсутствовали Никакой Дьявол Не может Понять Такого Например Разговора Явление Шестое Арт В Экипажах И Пешком А Княжна Мэри Арт Этого Несчастья Спасибо Я Вам Очень Обязан Арт Его Нужно Пить Это Вы Так О Ней Выражаетесь Арт Капризом В Таком Случай Я Способен Переступить Все Границы Гриб Две Чечетки Надо Быть Во Фраке Кто Эти Арт И Гриб Родственники Мои Враги Старые Камердинеры Или Или Свет Молод Люди Я Швырнул Роль На стол И Хотя Было Уже Поздно Побежал К Одному Своему Другу Который Отличался Тем Что Все Знал Это Был Человек У которого Слово Нет Отсутствовало В Лексиконе Ты Знаешь Что Нужно Чтобы Играть На Сцене Знаю Что Жа Скажи Голубчик Только Нахальство Если Ты Вооружишься Невероятной Нечеловеческой Наглостью То Все Сойдет С рук Даже Пожалуй Похлопают По Ком Боязливо Спросил Я Да Тебя Не Достанут Ладошами Похлопают Но Только Помни Нахальство Нахальство И Еще Раз Оно Же Ушел Я Успокоенный На Репетиции Я Заметил Что Героем Дня Был Суфлер К Нему Все Относились С тихим Обожанием Простак Даже Шепнул Мне Ах Как Подает Чудо Я Удивленно Посмотрел На Суфлера Он Ничего Никому Не Подавал Просто Читал По Тетради Однако Мне Не Хотелось Уронить Себя Это Что За Подача Вот Мне В Рязани Подавали Так С ума Сойти Можно Я Совсем Не Знал Роли Но С Некоторым Облегчением Заметил Что Вся Трупа В этом Отношении Шла Со Мной Нагов Ногу Актер Игравший Старого Графа Прислушался К словам Суфлера И После Монолога О том Что Его Сын Проиграл Десять Тысяч Вдруг Кокетливо Добавил Ах Я Ни За Что Не Выйду Замуж Это Не Ваши Слова Сонно Заметил Суфлер Дочка Вы Говорите Ах Я Повторила Это Тяжелое Решение В Путанице И Неразберихе Я Был Не Особенно Заметен Как Незаметен Обломок Спички В Куче Старых Окурков Побольше Нахальства Сказал Я Сам Себе Когда Парикмахер Спросил Какой Мне Нужен Парик Видите Ли Я Вам Сейчас Объясню Представьте Себе Человека Избалованного Легкомысленного Но у которого Случаются Минуты Задумчивости И Недовольства Собой Минута Когда Человек Будто Поднимается И парит Сам Над собой Уносясь В те Небесные Глубины Понимаюсь Сказал Парикмахер Тряхнув Волосами Блондинистый Городской Паричок А Во-во Только Чтоб Он На глаза Не съехал Помилуйте А лак На что Да и Вошьем Побольше Нахальства Сказал я Сам себе Усаживаясь В вечер Спектакля Перед Зеркалом Гримироваться Увы Нахальства Было Много А красок Еще Больше И Куда На какое Место Какая Краска Я Совершенно Не Постигал Вздохнул Мужественно Нарисовал Себе Огромные Брови Нарумянил Щеки Задумался В белом Теннис Слушайте Тут пчела Летает Я боюсь Дайте Вашу Ракетку Я ее Убью Я добросовестно Как это делалось На репетициях Протянул ей Пустую руку Она Видимо Растерялась Позвольте А где Ракетка Какая Ракетка Побольше Наглости Как Можно Больше Нахальства Ракетка А Я Знаете Нынче Именинник Так Я Ее Зажег Здорово Взлетела Ну Как Поживаете Сошло Пробормотал Я После Краткого Диалога Вылетая За кулисы До седьмого Явления Можно И Закурить Вам Выходить Прошипел Помощник Режиссера Знаю Не учите Солидно Возразил Я Поглаживая Рукой Непривычные Усы И вдруг Сердце Мое Похолодело Один Плохо Приклеенный Ус Так и Остался Между Моими Пальцами Вам Выходить Я Быстро Сорвал Другой Ус Зажал Его В кулак И Выскочил На сцену Первые Мои Слова Должны Быть Такие Краф Отказал Мамаша Я Решил Видо Изменить Эту Фразу А я Мамаша Уже Успел Побриться Идет Не правда Ли Моложе Стал Усы В кулаке Стесняли Меня Я Положил Их На стол И Сказал Это Вам На память Вделайте В медальон Пусть Это Утешит Вас Что граф Отказал Он Осмелился Охнула Мать Моя Смахнув Незаметно Мой Подарок На пол Где Же Совесть После Этого Сошла И эта Сцена Я В душе Поблагодарил Своего Всезнающего Друга В третьем Акти Мои Мои Первые Слова Были Он Сейчас Идет Сюда После Этого Должен Был Войти Старый Граф Но В стройном Театральном Механизме Что-то Испортилось Граф Не шел Как я После Узнал Он В этот Момент Был Занят Тем Что Жена Била Его В уборной Зонтиком За Какую-то Обнаруженную Интрижку С театральной Портнихой Он Сейчас Придет Мамаша Не Волнуйтесь Сказал Я Спокойно Усаживаясь В кресло Мы Подождали На Сцене Секунды Кажутся Десятками Минут Он Уверяю Вас Придет Сейчас Заорал Я Во все Горло Желая Дать Знать За Кулисы О Беспорядке Граф Не Шел Что Это Мамаша Вы Взволнованы Спросил Я Заботливо Я Вам Принесу Сейчас Воды Вылетел За Кулисы И Зашипел Где Граф Черт Его Дери Ради Бога Подскочил Помощник Протяните Еще Минутку Он Приклеивает Оторванную Бороду Я Пожал Плечами И вернулся Нет Воды Грубо Сказал Я Но И Водопроводец Наш Мы Еще Посидели Мамаша Нерешительно Сказал Я Есть Ли У вас Присутствие Духа Я Вам Хочу Сообщить Нечто Ужасное Она Удивленная И растерянно Поглядела На Меня Дело Дело В том Что Когда Я Вышел За Водой То Мимоходом Узнал Ужасную Новость Мамаша Автомобиль Графа По дороге Наскочил На трамвай И Графа Принесли В переднюю С проломленной Головой И Переломанными Ногами Кончается Я Уже Махнул Рукой На Появление Графа И Только Решил Как-нибудь Протянуть До тех Пор Пока Кто-нибудь Догадается Спустить Занавес Мы Помолчали Да Неопределенно Протянул Я Жизнь Не Ждет Вообще Эти Трамваи Вот Я Вам Сейчас Расскажу Историю Как У меня В трамвае Вытянули Часы История Длинная Так И минут На десять На пятнадцать Но ничего Надо Вам Сказать Мамаша Что Есть У меня Один Приятель Васька Живет Он На Рождественской С сестрой Сестра У него Красавица Пышная Такая Еще За нее Сватался Григорьев Тот Самый Который Вы Меня Звали Анна Никаноровна Вдруг Вошел Изуродованный Мною Граф С С достоинством Останавливаясь В дверях А Граф Вскочил Я Ну Как Ваше Здоровье Как Голова Вы Меня Звали Анна Никаноровна Строго Повторил Граф Игнорируя Меня Я Рад Что Вы Дешево Отделались С удовольствием Заметил Я Он Поглядел На Меня Как На Сумасшедшего Заморгал И Вдруг Сказал Простите В этот дебютный день Я покорил Всех своей Находчивостью В четвертом акте Где героиня На моих глазах Стреляется Она Сунула Руку В ящик Стола И Не нашла Револьвера Она Опустила Голову На руки И Когда я Подошел К ней Утешить Ее Она Прошептала Нет Револьвера Что Делать Умрите От Разрыва Сердца Я Вам Сейчас Что-то Сообщу Я Отошел От нее Схватился За голову И Простонал Лидия Будьте Мужественны Я Колебался Но Теперь Решил Сказать Все Знаете Что Ваша Мать Зарезала Вашу Сестренку И Отравилась Сама Ах Вскрикнула Лидия И Мертвая Шлепнулась На пол Нас Вызывали Я Жа Того Мнения Что Если Мы И Заслужили Вызова То Не Перед Занавесом А В Камере Судьи За Издевательство Над Беззащитной Публикой Индейка С Каштанами Жена Заглянула В кабинет И Сказала Мужу Василь Николаевич Там Твой Племянник Степа Пришел Зачем Да Так Говорит Поздравить Хочу А ну Его К черту Но Все-таки Неловко Твой Же Родственник Ты Выйди Поздоровайся Ну Распоряди Приезда Гостей И Такой Брюки 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 А завтра Разогреем Брюки 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 Когда гости усаживались за стол, Василий Николаевич представил Степу. — А вот, господа, мой родственник и друг, Стефан Феодорович. Большой оригинал, но человек бывалый. Садитесь, Стефан Феодорович, вот тут. Водочки прикажете или наливочки? — Степа приятно улыбнулся, потер огромные костлявые руки одну от другую и хлопнул большую рюмку водки. — У меня есть знакомый генерал, — заявил он довольно громко. — Так этот генерал водку закусывает яблоком. — Это какой генерал? — заискивающе спросил дядя. — У которого вы, Стефан Феодорович, ребенка крестили? — Нет, то другой, то мелюзга, простой генерал-майор. А вот в Европе, знаете, совсем нет генералов, ейбо право. — А вы там были? — покосился на него сосед. — Конечно, был. Я вообще каждый год куда-нибудь. Во, перебываю часто. Вообще не понимаю, как можно жить без развлечений. Две рюмки и сознание, что какие бы слова он ни говорил, дядя не оборвет его, все это приятно возбуждало Степу. — Да-с, господа! — сказал он с дикой энергией, прожевывая бутерброд с паюсной икрой. — Вообще, знаете, Митюков такая личность, которая себя еще покажет. Конечно, Митюков может быть с виду неказист, но Митюкова нужно знать. Беречь нужно Митюкова. — Стефан Феодорович, — ласково сказал дядя, — возьмите еще пирожок к супу. — Благодарствуйте. Вот англичане совсем, например, супу не едят. А возьмите, например, мадам. Они вас по уху съездят, дверей не найдете. Честное слово. Худо ли, хорошо ли, но Степа завладел разговором. Он рассказал, как у них в дровяном складе, где он служил, отдавило приказчику ногу доской, как на их улице поймали жулика, как в него в Степу влюбилась барышня и закончил очень уверенно. — Нет-с, что там говорить, Митюкова еще не знают. Но Митюков еще себя покажет, а Митюкове еще будут говорить. И еще много кому испортит крови Митюков. — Да что толковать? У Митюкова, конечно, есть свои завистники. Но Митюков умственно топчет их ногами. — Позвольте. — Да этот Митюков, — начала одна дама. — Ну, кто он такой, этот замечательный Митюков? — Митюков? — Я. — А, а я думала, кто? — Митюкова трудно раскусить. Но если уж вы раскусили, в это время как раз и подали индейку. Все жадно втянули ноздрями лакомый запах, а Степа встал, всплеснул руками и сказал самым великосветским образом. — Еще и индейка. Нет, это с ума сойти можно. Этак вы нас всех насмерть закормите. Ведь все уже сыты, не правда ли, господа? Не стоит ее начинать, индейку, не правда ли? Все пробормотали что-то очень невнятное. — Ну да, — скричал Степа, — то же самое я и говорю, не стоит ее и начинать, унесите ее, ей-богу. — А может быть, скушаете по кусочку? — нерешительно сказал хозяин, играя длинным ножом. — Индейка будто хорошая, с каштанами. Длинный Степа вдруг перегнулся пополам и приблизил лицо почти к самой индейке. — Вы говорите, с каштанами. Странно прохрепел он. Губы его вдруг увлажнились слюной, а глаза сверкнули такой голодной истерической жадностью, что хозяин взял блюдо и с фальшивой улыбкой сказал. — Ну, если все отказываются, придется унести. — С каштанами, — простонал Степа, полузакрыв глаза. — Ну, раз с каштанами, тогда я не откажусь съесть кусочек. Нож дрогнул в руке хозяина. Повис над индейкой. Была слабая надежда, что Степа скажет нет, я пошутил, унесите. Но не такой человек был Степа, чтобы шутить в подобном случае. Стараясь не встречаться взором с глазами дяди, он скомандовал. — Вот мне, пожалуйста, от грудки отрежьте и эту ножку. — Пожалуйста, пожалуйста, сделайте одолжение, — дрогнувшим голосом сказал хозяин. — Тогда уж раз вы начинаете и мне кусочек, — подхватила соседка Степа, не знавшая, что такое Митюков. — И мне, и мне. А когда через две минуты на блюде лежал унылый индейкин остов, хозяин встал и решительно сказал Степе. — Ах да, я и забыл. Вас генерал к телефону вызывал. Пойдем, я вам покажу телефон. Извините, господа. Степа покорно встал и, как приговоренный к смерти за палачом, покорно последовал за дядей, догрызая индюшачью ногу. Пока они шли по столовой, хозяин говорил одним тоном, но едва дверь кабинета за ним закрылась, тон его переменился. Вышло приблизительно так. — Ах, Стефан Феодорович, этот генерал без вас жить не может. Да, оно, положим, вас все любят. У вас такой тонкий своеобразный ум, что... Что ж ты мерзавец этакий, а? Говорил, что будешь отказываться, а сам первый и полез на индейку. А, это что ж такое? Рыбой я тебя не кормил, супом и котлетами не кормил. Думал, до горла ты набит, ухаживал за тобой, как за первым человеком, а ты вон какая свинья. Уже все гости было отказались, а ты тут каналья вот так и выскочил, а? Степа шел за ним, прижимая костлявую руку к груди и говорил плачущим голосом. — Дядечка, но ведь вы не предупредили, что индейка с каштанами будет. Зачем вы умолчали? А я этих каштанов с индейкой никогда и не ел. Поймите, дядечка, что это не я, а каштаны погубили индейку. Я уж совсем было отказался, вдруг слышу — каштаны, каштаны. — Вон, негодяй, больше и носу ко мне не показывай. Дядя выхватил из степиной руки обгрызанную ногу и злобно шлепнул ею степу по щеке. — Чтоб духом твоим у меня не пахло. — Дядя, вы насчет же ботинок говорили. — Что? — Марина, проводи барина, пальто ему. Втянув шею в плечи, стараясь защитить от холода ветхим коротким воротничком осеннего пальто свои большие оттопыренные уши, шел по улице степа. Снег, лежавший раньше толстым спокойным пластом, вдруг затанцевал и стал, как юркой бес, вертеться вокруг печального степы. Руки, не прикрытые короткими рукавами пальто, мерзли, ноги мерзли, шея мерзла. Он шел, уткнув нос в грудь, как журавль, натыкаясь на прохожих, и молчал. О чем он думал, неизвестно. КОНЕЦ ПЯТЬ ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ БЕРЕГОВА ЭПИЗОД 1. БЕРЕГОВ ВОСПИТАТЕЛЬ КИСИ ПЕРВОЕ ПОЗНАКОМСЯ ПОЗНАКОМСЯ С НИМ, КИСЕНЬКА, ДАЙ ЕМУ РУЧКУ. КИСЯ Мальчуган лет шести-семи, худощавый, с низким лбом и колючими глазками, закачал одной ногой, наподобие маятника, и сказал скрипучим голосом. «Не хочу! Он рыжий!» «Что ты, деточка?» — засмеялась мать. «Какой же он рыжий! Он шатен, ты его должен любить». «Не хочу любить». «Почему, кисенька?» «Вот еще! Всякого любить!» — чрезвычайно бойкий мальчик. Усмехнулся Берегов. «Как тебя зовут, дружище?» «Не твое дело». «Фи, кися! Надо ответить Георгию Ивановичу, меня зовут Костя». «Для кого Костя?» — пропищал ребенок морща безбровый лоб. «А для кого Константин Филиппович? Ага! Он у нас ужасно бойкий», — потрепала мать по его острому плечу. «Это его отец научил так отвечать. Георгий Иванович, пожалуйте пить чай». За чайным столом Берегов ближе пригляделся к своему воспитаннику. Кися сидел, болтая ногами и бормоча про себя какое-то непонятное заклинание. Голова его на тонкой, как стебелек шеи, качалась из стороны в сторону. «Что ты, кисенька?» — заботливо спросил отец. «Отстань!» — видали? — засмеялся отец, ликующий, оглядывая всех сидевших за столом. «Какие мы самостоятельные, а!» «Очень милый мальчик», — кивнул головой Берегов, храня самое непроницаемое выражение на бритом лице. «Только я бы ему посоветовал не болтать ногами под столом. Ноги от этого расшатываются и могут выпасть из своих гнезд». «Не твоими ногами болтаю, ты и молчи!» — резонно возразил кися, глядя на воспитателя упорным, немигающим взглядом. «Кися! Кися!» — полусмеясь, полусерьезно сказал отец. «Кому кися, а тебе, дяденька!» Тонким голоском, как пичуга, пискнул кися и торжествующе оглядел всех. Потом обратился к матери. «Ты мне мало положила сахару в чай. Положи еще!» Мать положила еще два куска. «Еще!» «Ну, на тебе еще два!» «Еще!» «Довольно! И так уже восемь!» «Еще!» В голосе киси прозвучали истерические нотки, а рот подозрительно искривился. Было видно, что он не прочь переменить погоду и разразиться бурным плачем, с обильным дождем слез и молниями пронзительного визга. «Ну, на тебе еще! На! Вот тебе еще четыре куска! Довольно!» «Положи еще!» «На! Да ты попробуй! Может, довольна?» Кися попробовал и перекосился на сторону, как сломанный стул. «Фи! Сироп какой-то! Прямо противно!» «Ну, я тебе налью другого!» «Не хочу!» «Надо было не наваливать столько сахару!» «Чрезвычайно интересный мальчик!» восклицал изредка Берегов, но лицо его было спокойно. Второе. За обедом Берегов в первый раз услышал, как Кися плачет. Это производило чрезвычайно внушительное впечатление. Мать наливала ему суп в тарелку, а Кися внимательно следил за каждым ее движением. «На, кисенька!» «Мало супу! Подлей!» «Ну на! Довольна?» «Еще подлей!» «Через край будет литься!» «Лей!» Мать тоскливо поглядела на сына, вылила в тарелку еще ложку, и когда суп потек по ее руке, выронила тарелку, села на свое место и зашипела, как раскаленное железо, на которое плюнули. Кися все время внимательно глядел на нее, как вивисектор на расчленяемого им в целях науки кролика, а когда она схватилась за руку, спросил бесцветным голосом. «Что? Обожглась горячо!» «Как он любит свою маму!» воскликнул Берегов. Голос его был восторженный, но лицо спокойное, безоблачное. «Кися!» — сказал отец. «Зачем ты выкладываешь из банки всю горчицу? Ведь не съешь! Зачем же ее зря портить?» «А я хочу!» — сказал Кися, глядя на отца внимательными, не мигающими глазами. «Но ведь нам же ничего не останется!» «А я хочу!» «Ну дай же мне горчицу, дай сюда!» «А я хочу!» Отец поморщился и со вздохом стал деликатно вынимать горчицу из цепких тоненьких лапок, похожих на слабые коготки воробья. «А я хочу!» Голос Киси все усиливался и усиливался, заливаемый внутренними, еще не нашедшими выхода слезами. Он звенел, как пронзительный колокольчик, острый, проникающий иголками в самую глубину мозга. И вдруг плотина прорвалась, и ужасный, непереносимый человеческим ухом виск и плач хлынули из синего искривленного рта и затопили все. За столом поднялась паника, все вскочили. Мать обрушилась на отца с упреками, отец схватился за голову, а сын камнем свалился со стула и упал на пол, завыв протяжно, громко и страшно, так, что, кажется, весь мир наполнился этими звуками, задушив все другие звуки. Казалось, весь дом слышит их, вся улица, весь город заметался в смятении от этих острых, как жалость змеи, звуков. «О, Боже!» — сказала мать. «Опять соседи прибегут и начнут кричать, что мы убиваем мальчика!» Это соображение придало новые силы киси. Он уцепился для общей устойчивости за ножку стола, подняв кверху голову и завыл совсем уже по-волчьи. «Ну хорошо, хорошо уж!» — хлопотала около него мать. «На тебе уж, на тебе горчицу! Делай, что хочешь, мажь ее, молчи только, мое золото, солнышко мое! И перец на, и соль, замолчи же! И в цирк тебя возьмем, только молчи!» «Да!» — протянул вдруг громогласный ребенок, прекращая на минуту свой вой. «Ты только так говоришь, чтобы я замолчал, а замолчу и в цирк не возьмешь!» «Ей-богу возьму!» Очевидно, эти слова показались киси недостаточными, потому что он помолчал немного, подумал и, облизав языком пересохшие губы, снова завыл с сокрушающей силой. «Ну не веришь! На тебе три рубля, вот! Спрячь в карман, после купим вместе билеты! Ну вот, я тебе сама засовываю в карман!» Хотя деньги мать всунула в карман, но можно было предположить, что они были всунуты ребенку в глотку, так как мгновенно прекратился вой. Кися, захлопнув рот, встал с пола, уселся за стол, и все его спокойно торжествующее лицо говорило «А что, будете теперь трогать?» «Прямо занимательный ребенок!» крякнул Берегов. «Я с ним позаймусь с большим удовольствием!» Третье. В тот день, когда Талалаевы собрались ехать к больной тетке в Харьков, Талалаева мать несколько раз говорила Берегову. «Послушайте, я вам еще раз говорю, вся моя надежда на вас. Прислуга дрянь, и ей нипочем обидеть ребенка. Вы же, я знаю, к нему хорошо относитесь, и я оставляю его только на вас. О, будьте спокойны!» Добродушно говорил Берегов. «На меня можете положиться, я ребенку вреда не сделаю. Вот это только мне и нужно». В момент отъезда Кисю крестила мать, крестил отец, крестила и другая тетка, ехавшая тоже к Харьковской тетке. За компанию перекрестили Берегова, а когда целовали Кисю, то от полноты чувств поцеловали и Берегова. «Вы нам теперь как родной? О, будьте покойны!» Мать потребовала, чтобы Кися стоял в окне, дабы она могла бросить на него с извозчика последний взгляд. Кисю утвердили на подоконнике, воспитатель стал подле него, и они оба стали размахивать руками самым приветливым образом. «Я хочу, чтобы открыть окно», сказал Кися. «Нельзя, брат, холодно», благодушно возразил воспитатель. «А я хочу!» «А я тебе говорю, что нельзя, слышишь?» И первый раз в голосе Берегова прозвучало какое-то железо. Кися удивленно оглянулся на него и сказал «А то я кричать начну!» Родители уже садились на извозчика, слютуя окну платком и ручным саквояжем. «А то я кричать начну!» В ту же секунду Кися почувствовал, что железная рука сдавила ему затылок, сбросила его с подоконника, и железный голос лязгнул над ним. «Молчать, щенок! Убью, как собаку!» От ужаса и удивления Кися даже забыл заплакать. Он стоял перед воспитателем с прыгающей нижней челюстью и широко открытыми, остановившимися глазами. «Вы не смеете так!» Прошептал он. «Я маме скажу!» И опять заговорил Берегов железным голосом, и лицо у него было железное, твердое. «Вот что, дорогой мой, ты уже не такой младенец, чтобы не понимать. Вот тебе мой сказ. Пока ты будешь делать все по-моему, я с тобой буду в дружеских отношениях. Во мне ты найдешь приятеля. Без толку я тебя не обижу. Но если только позволишь себе одну из твоих штук, я спущу с тебя шкуру и засуну эту шкуру тебе в рот, чтобы ты не орал». «Врешь, — подумал кися, — запугиваешь. А под нему крик да сбегутся соседи, тебе же хуже будет». Рот киси скривился самым предостерегающим образом. Так первые редкие капли дождя на крыше предвещают тяжелый, обильный ливень. Действительно, непосредственно за этим кися упал на ковер и, колотя по нему ногами, завизжал самым первоклассным по силе и пронзительности манером. Серьезность положения придала ему новые силы и новую изощренность. Берегов скочил, поднял как перышко кисю, заткнул отверстый рот носовым платком и, скрутив киси назад руки, прогремел над ним. «Ты знаешь, что виск неприятен, и поэтому работаешь главным образом этим номером. Но у меня есть свой номер. Я затыкаю тебе рот, связываю руки-ноги и кладу на диван. Теперь, в тот момент, как ты кивнешь головой, я пойму, что ты больше визжать не будешь и сейчас же развяжу тебя. Но если это будет с твоей стороны подвох, и ты снова заорешь, пеняй на себя. Снова скручу, заткну рот и продержу так час. Понимаешь? Час по моим часам это очень много». С невыразимым ужасом глядел киси на своего строгого воспитателя. Потом промычал что-то и кивнул головой. «Сдаешься, значит?» «Развязываю». Испуганный, истерзанный и измятый кися молча отошел в угол и сел на кончик стула. «Вообще, кися!» начал Берегов, и железо исчезло в его голосе, дав место чему-то среднему между сотовым медом и лебяжьим пухом. «Вообще, кися, я думаю, что ты не такой уж плохой мальчик, и мы с тобой поладим. А теперь бери книжку, и мы займемся складами». «Я не знаю, где книжка», угрюмо сказал кися. «Нет, ты знаешь, где она». «А я не знаю». «Кися!» Снова загремело железо, и снова порвалась плотина, и хлынул нечеловеческий виз киси, старающегося повернуть отверстый рот в ту сторону, где предполагались сердобольные квартиранты. Кричал он секунды три-четыре. Снова Берегов заткнул ему рот, перевязал его, кроме того, платком, и, закатав извивающееся тело в небольшой текинский ковер, поднял упакованного таким образом мальчика. «Видишь ли», — обратился он к нему, «я с тобой говорил, как с человеком, а ты относишься ко мне, как свинья, поэтому я сейчас отнесу тебя в ванную, положу там на полчаса и уйду. На свободе ты можешь размышлять, что тебе выгоднее, враждовать со мной или слушаться. Ну вот, тут тепло и безвредно. Лежи». Четвертое. Когда полчаса спустя Берегов распаковывал молчащего кисю, тот сделал над собой усилие и, подняв страдальческие глаза, спросил, «Вы меня, вероятно, убьете». «Нет, что ты? Заметь, пока ты ничего дурного не делаешь, и я ничего дурного не делаю. Но если ты еще раз закричишь, я снова заткну тебе рот и закатаю в ковер. И так всякий раз. Уж я, брат, такой человек». Перед сном пили чай и ужинали. «Кушай», сказал Берегов самым доброжелательным тоном. «Вот котлеты, вот сардины». «Я не могу есть котлет», сказал кися. «Они пахнут мылом». «Неправда. А, впрочем, ешь сардины». «И сардины не могу есть. Они какие-то плоские». «Ах ты!» потрепал его по плечу Берегов. «Скажи просто, что есть не хочешь». «Нет, хочу. Я бы съел яичницу и хлеб с вареньем». «Не получишь». Снова это железо в голосе. Кися стал вздрагивать, когда оно лязгало. «Если ты не хочешь есть, не стану тебя упрашивать. Проголодаешься, съешь. Я тут все оставлю до утра на столе. А теперь пойдем спать». «Я боюсь спать один в комнате». «Чепуха. Моя комната рядом. Можно открыть дверь. А если начнешь капризничать, снова в ванную. Там, брат, страшнее. А если я маме потом скажу, что вы со мною делаете?» «Что ж, говори. Я найду себе тогда другое место». Кися свесил голову на грудь и молча побрел в свою комнату. Пятое. Утром, когда Берегов вышел в столовую, он увидел кисю, сидящего за столом и с видом молочного волчонка, пожирающего холодные котлеты и сардины. «Вкусно?» Кися промычал что-то набитым ртом. «Чудак ты! Я ж тебе говорил. Просто ты вчера не был голоден. Ты вообще меня слушайся. Я всегда говорю правду и все знаю. Поел? А теперь принеси книжку, будем учить склады». Кися принес книжку, развернул ее, прислонился к плечу Берегова и погрузился в пучину науки. «Ну вот, молодцом. На сегодня довольна. А теперь отдохнем. И знаешь как? Я тебе нарисую картинку». Глаза киси сверкнули. «Как картинку?» «Очень, брат, просто. У меня есть краски и прочее. Нарисую, что хочешь. Дом, лошадь с экипажем, лес, а потом подарю тебе. Сделаем рамку и повесим в твоей комнате». «Ну, скорей! А где краски?» «В моей комнате. Я принесу». «Да зачем вы? Я сам. Вы сидите. Сам сбегаю. Это действительно здорово». Шестое. Прошла неделя со времени отъезда Талалаевых в Харьков. Ясным солнечным днем Берегов и Кися сидели в городском сквере и ели из бумажной коробочки пирожки с говядиной. «Я вам, Георгий Иванович, за свою половину пирожков отдам», — сказал Кися. «У меня рубль есть дома». «Ну вот еще глупости. У меня больше есть. Я тебя угощаю. Лучше мы на этот рубль купим книжку, и я тебе почитаю». «Вот здорово!» «Только надо успеть прочесть до приезда папы и мамы». «А разве они мешают?» «Не то, что мешают. Но мне придется уйти, когда мама узнает, что я тебя в ковер закатывал, морил голодом». «А откуда она узнает?» — с тайным ужасом спросил Кися. «Ты же говорил тогда, что сам скажешь». И тонкий, как серебро, голосок прозвенел в потеплевшем воздухе. «С ума я сошел, что ли?» Эпизод второй. «Берегов и Кашицын». К инженеру Берегову зашел знакомый Иван Иваныч. Посидел немного, покурил, а потом спросил. «Кашицын, приятель вам?» «Приятель». «Погибает». «Чепуха». «От чего Кашицыну погибать?» «От глупости». «Вы были у него?» «Вчера». «Целыми днями валяется в постели нечесаной, а в комнате кругом выгребная яма». «У Кашицына?» «У него не может быть. У вас, наверное, вчера был тиф, и вам почудилось». «Глупости. Вчера был тиф, а сегодня куда он девался?» «Да, это, конечно, резонно. Надо будет сходить к нему. Сходите, сходите». Стук в дверь. «Кашицын, можно к вам?» «А зачем?» «Приветливо, нечего сказать». «Ну, входите уж, подавитесь моей благосклонностью». Берегов вошел в большую комнату, меблированную двумя столами, креслами и диваном. В углу стояла кровать с грязными подушками, а на кровати лежал в брюках и ночной сорочке сам хозяин Кашицын. На всем, включая и хозяина, был значительный налет пыли, грязи и запустения. Придиванный стол, покрытый бывшей белой скатертью, украшался разбитым стаканом с высохшими остатками чаю, коробкой из-под сардинок, набитой окурками, отекшей свечой, приклеенной прямо к скатерти и огрызком копченой колбасы, напоминающим отрубленный зад крысы. Этому сходству способствовал кусочек веревки на спинке огрызка, очень похожий издали на крысиный хвост. Всюду валялись объедки окаменелого хлеба, крошки и пепел, пепел, в ужасающем количестве пепел, будто хозяин был одним из редких счастливцев, дешево отделавшихся при гибели Геркуланума. Воздух в комнате висел каким-то сплошным плотным покровом, насыщенным старым табачным дымом и всеми миазмами непроветриваемой комнаты. Берегов огляделся, сбросил со стула старую запыленную газету, грязный воротничок, и, усевшись против лежащего хозяина, долго и пристально глядел на его угрюмое, заросшее, щетинистое лицо. Так они с минуту молча глядели друг на друга. — Хорош, — укоризненно сказал Берегов. — Да-с, глядеть тошно. — А вы отвернитесь. Берегов прошелся по комнате и, энергично повернувшись к Кашицыну, спросил в упор. — Что с вами случилось? Кашицын ответил бесцветным, пленявшим голосом. — Настроение плохое. — Только. — А то что же? — Сегодня обедали? — А то как же. — Вот этаким крысиным огрызком? — Что вы, мне каждый день приносят из ресторана. — Хм, ну ладно. Вы меня чаем угостите? — Чаем? Это бы можно. Да дело в том, что сахару нет. То есть не у меня, а в нашей проклятой мелочной лавке. Я уже посылал, говорят, только завтра будет. Ну, бог с ним. Вы знаете, какое число? Восемнадцатое, что ли? Двадцать четвертое. Пустынник вы анафемский. Двадцать четвертое декабря. Завтра Рождество, понимаете? Да неужели? Пробормотал хозяин, но смысл слов не вязался с тоном, ленивым и безразличным. Ну, довольно мямлить. Первым долгом, как зовут вашу рабыню? Горничную. Устя. Устя! Диким голосом заорал Берегов, приоткрыв дверь. Пойди сюда, Устя. Здравствуй, Устя. Какая ты красавица, Устя. Пошлет же Господь. Устя, сходи и немедленно же приведи парикмахера. Постойте, привскочил Кашицын. Зачем парикмахера? Ну, можно ли быть таким недогадливым? Послушайте, Берегов, зашептал Кашицын, склонив к своему рту ухо Берегова. Лучше не надо парикмахера. Почему? Да так. Он тут еще что-нибудь разобьет, беспорядок наделает. Тут, вот тут, в этой комнате. Кашицын, не надо вилять. В чем дело? Дело в том, что ведь ему рублей пять платить надо. А у меня? Пять. Рубль его обеспечит на все праздники. Да дело в том, что, ну, у меня и рубля нет. Он упал на подушку и стыдливо зарылся в нее головой. Устя, у тебя поразительный цвет лица и вообще фигура. Сходи за парикмахером. Да черт с ним! Слабо запротестовал Кашицын, выглядывая из-за угла подушки. Берегов пожал плечами и, молчаливо подойдя к окну, открыл обе форточки. Ой, холодно! Завопил хозяин. Что вы говорите? Вот не подозревал. А помните, я в мае открывал эту же форточку и тогда не было холодно. Вы помните, май, Кашицын? Помните, я у вас был в гостях. Это было семь месяцев тому назад. Помните, вы тогда пришли домой возбужденно и стали выбрасывать изо всех карманов деньги. Тысячу рублей, еще тысячу, пачку в пять тысяч, еще такую же пачку. Что-то, помнится, мне всего было около пятнадцати тысяч. Да, около этого, прогудел в подушку хозяин. Помнится, тогда же вы послали Устью за каким-то особенным портным и заказали ему всякой чепухи, тысячи на полторы. Вы позвонили в экипажное заведение и наняли себе месячный экипаж. Вы... Да я это все помню, перебил хозяин с легким нетерпением. Теперь, если бы у меня была одна десятая, сотая этих денег, я бы уже не был таким дураком. Это меня радует, сказал Берегов, глядя на него загадочными глазами. Вы сделались мудры, а вот и парикмахер. Устья, умыться барину. Чистую сорочку, Устья. Такая красивая женщина, как вы, не может не быть доброй. О, не смейтесь так увлекательно, а закройте лучше форточку. Так, теперь эту скатерть со всем, что на ней, к черту. Пока барина бреют, принесите свежую. Накройте стол, перемените наволочки, приберите постель и затопите печь. Когда барина постригут и побреют, подметите пол, сотрите со всего пыль и наладьте нам самоварчик. Устья, да что вы в самом деле делаете, что у вас такой чудесный цвет лица? Ничего? Поразительно. Ну, действуйте. Когда Устья, сметая со стола, взялась за знаменитый огрызок колбасы, напоминавший заднюю часть крысы, Кашицын поглядел на происходящее испуганными глазами и уже раскрыл рот с целью протеста, но парикмахер пригрозил. Не шевелитесь, а то обрежу. Через полчаса чистенький, умытый и переодетый Кашицын сидел за самоваром против Берегова, жадно прихлебывая горячий чай, и в одну из пауз, окинув взглядом комнату, засмеялся и сказал. А действительно, точно праздник. Чего вы молчите? А уж и не знаю, усмехнулся Берегов, кается мне перед вами или нет, духу не хватает. В чем кается? Скажите, у вас сейчас денег совсем нет? Есть, четыре копейки. А какая сумма вас устроила бы? Да мне бы рубликов двести, прожил бы я скромненько праздники, а после крещения приискал бы и место. Господи, ведь я три языка знаю, коммерческую корреспонденцию могу вести. Уж не такой же я чудовище в самом деле. Двести рублей, задумчиво повторил Берегов. У вас я не возьму, сказал, нахмурившись, Кашицын. Я знаю, вы живете в обрез. В обрез, усмехнулся Берегов. А вы знаете, я вас обокрал. Что? Скажите, вы хорошо помните последнее наше свидание в этой комнате? В мае? Помню. Вы пришли тогда от нотариуса с этим дурацким наследством. И деньги, как я уже говорил, торчали у вас нелепо, не по деловому, изо всех карманов. Помните? Кашицын усмехнулся. Теперь, если у вас память хорошая, вы должны вспомнить и последующее. Сняв пальто, вы стали выгружать деньги. Часть бросили на комод, тысяч десять сунули в комод, пачку положили в боковой карман, а кроме того, у вас было всюду понатыкано и в жилетных карманах, и в брючных. И вы даже не заметили, как из жилетного кармана упала на пол двадцатипятирублевая бумажка. Хе-хе, я ее поднял, конечно. Теперь, помните, когда я уходил, я вам передавал что-нибудь. Да, да, кажется, помню, запечатанный конверт. И просили запереть в шкатулку до вашего востребования. Верно. Так слушайте. Когда вы пошли к телефону на счет месячного экипажа и оставили меня одного, я открыл ящик комода, вынул из ящика одну пятисотрублевку, приложил к ней поднятые на полу и, запечатав конверт, передал вам. Изумленный хозяин привстал с места. За... Зачем же вы это сделали? Из симпатии к вам. Я ведь видел, что при вашем отношении к деньгам их вам ненадолго хватит. И был уверен, что пересчитывать не будете. Теперь-то вы, кажется, исправились. Да конверт этот до сих пор в шкатулке валяется, ахнул хозяин. Ну, вот и пользуйтесь краденым, усмехнулся берегов. Георгий Иваныч, милый, да ведь это что ж такое? Ведь я спасен, я возрожден. Где этот конверт? Вот, глядите, вот он. Одна бумажка и другая. Пятьсот двадцать пять рублей. Ну, я вас нынче так не отпущу. Нет, мы встретим праздничек. Устя, Устя, пойди к хозяйке и заплати ей за месяц. За два, красавица, крикнул берегов. Что? Ну, за два так за два. Деньжищ то все равно уйма. Потом, Устя, сходи к Сидорову, купи там ты вот чего. Хм, окорок ветчины, телятинки купи, икорки паюсной, впрочем, можно и свежей. Ну, сардин, колбасы, конечно, фруктов. Да, постой, вот тебе записочка с адресом. По этой записке дадут тебе вина красного и белого. Да и что уж там толковать? Возьми парочку шипучего. Хозяин совсем оживился. Он чуть не прыгал на месте, потирал руки, причмокивал, смеялся, и глаза его блистали, как алмазы. Подперши голову руками, молча сидел берегов и глядел, глядел на хозяина, не сводя глаз. Весь стол был уставлен бутылками, стаканами и тарелками с закуской. Хозяин смеялся, подмигивал и трепал приятеля по плечу. Вот это праздник, я понимаю, комната чистенькая, свежая, всего вдоволь. И вдруг вскочил хозяин, как ужаленный. Что с вами? испугался берегов. Вспомнил. Скажите, магазины еще не заперты? Нет, нынче до одиннадцати. Ну, слава богу, чуть не забыл, ведь у меня нет ни капли ни одеколон и ни духов. Да, это, конечно, большой удар. Смейтесь, смейтесь, а я все-таки пойду сейчас, позвоню по телефону, чтобы прислали. Он резво выскочил из комнаты. Оставшись один, берегов разгладил усы, подошел к комоду, на котором лежала принесенная устьясь дача, вынул из кучи скомканных бумажек пятьдесят рублей, открыл крышку шкатулки и всунул деньги в пачку каких-то старых пожелтевших писем. Когда хозяин вернулся, берегов сидел у стола, задумчиво прихлебывая из бокала вино. Кашицын, сказал он, улыбаясь печально и ласково. А не поступите ли вы с этими деньгами так, как с теми пятнадцатью тысячами? Что вы, что вы, кричал Кашицын, заливаясь смехом. Нет уж, знаете, я, спасибо, поумнел с тех пор. Да, какая удача. В том магазине, где одеколон оказались и английские галстуки. Я велел себе прислать штучки три. Все-таки, как-никак, такой праздник. Как вы думаете? Месяца через полтора я к вам зайду, уклончиво ответил Берегов. Эпизод третий Лошадиное средство Вот сигара, вот спички, вот вино. Курите, пейте и слушайте. Инженер Берегов сказал, Ваш торжественный вид и тон меня пугают. Зачем вам вздумалось поднять меня с постели в час ночи и притащить к себе? Что случилось? Похоже, будто вы собираетесь делать предсмертное завещание. Берегов, знаете, зачем я вас позвал ночью к себе? Потому что вы человек без предрассудков. Это верно. И что вы серьезно можете отнестись к тому, что вам серьезно скажут. И это верно. И вы не будете хныкать и плакать, а примете всякое известие, как мужчина. И это верно. Ну так вот, милый мой, спокойный, рассудительный Берегов, я решил умереть. Вы, кажется, сказали «хмм». Это что, возражение? Нет, так просто. Это громкое выражение тихого размышления. А каким образом вы размышляете? Думаю, я сейчас так. Вот человек, который, очевидно, твердо решил покончить счеты с жизнью. Отговаривать его было бы смешно, глупо и бесполезно. «О, Берегов, как вы все понимаете и как с вами легко!» — воскликнул хозяин, пожимая руку невозмутимого гостя. «Вы сразу учуяли всю железную решимость мою, всю невозвратность. Еще бы! Это сразу видно. Теперь выкладывайте, что вам нужно от меня. Помнится, вы говорили мне, что у вас есть яд, купленный вами успившегося фармацевта, и будто яд этот убивает быстро и без боли». «Есть, верно. И вы могли бы дать мне его?» «Дам, отчего же?» «Вы истинный друг Берегов». «Ну?» «Можете завтра утром прислать?» «Могу. Теперь все?» «Все. Но вы все-таки удивительный человек, поразительный. Другой бы пытался уговаривать, просил бы, хныкал. Берегов пронзительно взглянул на хозяина. «А может быть, вы хотели бы в глубине души, чтобы я вас отговорил?» «Боже, сохрани вас! Что решено, то решено!» «Поглядите в мои глаза!» «Видите?» «Можно отговорить такого человека?» «Нет, не стоит и пытаться». «Спасибо, Берегов». Берегов закурил сигару, откинувшись на спинку дивана. взглянул перед собой, промямлил. «А чудесная картина у вас эта, Куинджи?» «Да, я ее очень любил. Надо будет захватить ее с собою, когда пойду домой». «Как захватить?» «Да так, возьму. Ведь у вас наследников нет». «Нет», усмехнулся хозяин. «Выморочное наследство». «Ну вот я и возьму, можно?» «Берите. На что она мне, если завтра утром я уже буду куском мертвой говядины?» «Конечно, я и письменный прибор возьму. Хотя у меня комнатка не ахти какая, а все-таки прибор пусть себе красуется. Это яшма?» «Яшма. Возьму». «Хорошие сигары. А позвольте их. Я возьму всю коробку, а вам до утра оставлю штук пять. Хватит?» Хозяин бледно улыбнулся. «С избытком. Спасибо. Кстати, уж и портсигар возьму. Благо монограммы наши сходятся. Вы Белевич, я Берегов». «Позвольте, портсигар это для меня память. Ну так что же, в гроб же с собой не положите». «Так-то оно так. Это ведь золотой портсигар. Четыреста рублей стоит. Гарно, как говорят хохлы». Помолчали. «Яд, как думаете принять?» С любопытством спросил Берегов. «Лежа в постели или так, сидя за столом?» «Бог знает, какие вы вопросы задаете». «Недовольно», заметил Белевич. «Будто вам не все равно». «Действительно», заметил Берегов. «К чему я это спросил?» «Так просто язык повернулся». «А вы знаете, как его принимать?» «Кого?» «Яд». «Нет». «А разве есть особый способ?» «Да». «Наименьше мучений разбавить на две трети водой и выпить залпом. Сейчас же свалитесь как подкошенный». «Спасибо». «Не стоит». «Может быть, поговорим о чем-нибудь другом?» «Неужели вам так неприятно?» «А по-моему, если уж решили, так все равно». Берегов посидел, покурил, потом встал и неторопливо запустил руку в боковой карман хозяина. «Что вы это?» «А деньги! Хочу поглядеть, много ли у вас денег?» «Какой вы странный! Для чего вам это?» «Взять их хочу». «Так не сейчас же, господи!» «Вы нервничаете, это плохо. Почему не сейчас? Ведь вам до завтра ничего не понадобится. Сколько здесь?» «Восемьсот!» «Смачно, как говорят хохлы!» «Кольцо дайте тоже!» «Все равно завтра сторож анатомического театра свистнет. Лучше уж мне». «Послушайте, Берегов, меня немного удивляет ваше хладнокровие и простота, с которой вы...» «Ну вот, давеча сам же восхищался, что я человек без предрассудков, а теперь ему восемьсот рублей жалко». «Мне не жалко, а только неприятно». «Ну хорошо, не буду, не буду». «О чем же с вами говорить? Вот на будущей неделе премьера в опере вам это уже неинтересно?» «Почему неинтересно?» «Да ведь завтра утром скопуститесь, как говорят хохлы. Чего ж вам?» «Вы циник, Берегов». «Не, был бы циником, не получили бы от меня яду, а то ведь я такой человек. Дай! На! Вот я какой человек! Да довольна вам об этом яде!» «Спокойно, не надо нервничать, поговорим о другом». «Хорошая у вас квартирка, сколько платите?» «Полтораста». «По третям?» «Нет, по полугодиям». «Давно платили?» «В прошлом месяце я вперед плачу». «Белевич, идея, ведь я, несчастный сирый бобыль, могу устроиться как князь. Передайте мне контракт, я поселюсь в этой квартирке». «Пожалуйста», кисло сказал хозяин. «Вот спасибо, чудесно заживу. Кабинет я так и оставлю, гостиную сдам кому-нибудь, а из той пустой комнатки устрою чудо какой уголок. Вот те атаманки поставлю углом, тут у меня будет тумба, всюду разбросаю подушки, а под ноги перетащу вашего белого медведя». «Вы с обстановкой хотите взять мою квартиру?» «Ну а как же, ведь не всунуть же ее вам в гроб?» «Ведь это что за жизнь будет? Ведь у вас библиотека, сердце радуется, да тысячи книг будет?» «Около полутора тысяч. Чудесно, буду валяться на атаманки, читать Дюма или там Чехова что ли, потягивать венцо. Да, кстати, погреб-то у вас в порядке?» «Шампанского мало, а так красного Мадеры старой, венгерского, штук восемьсот наберется». «Белевич, милый, я вас расцеловать готов за все, что вы для меня делаете?» «Получаю квартиру, дешевенький погреб, библиотеку, за что? За бутылочку беловатой жидкости». «Хорошо, только теперь вы оставьте меня». Угрюмо, глядя куда-то в бок, пробормотал хозяин. «Конечно, конечно, только последняя просьба, сядьте вот сюда за письменный столик и пишите. за проданную инженеру Берегову мою квартирную обстановку и переданный контракт семь тысяч получено наличными. Поняли? Это чтобы придирок не было». «Мне противна ваша деловитость в такие минуты». «Чудак вы, вам-то хорошо, выпили флакончик и готово, а у меня-то вся жизнь впереди, надо же устраиваться». «Это персидский ковер?» «Персидский. Приятно. Только вы знаете, что? Я ведь точно не знаю действия своей этой микстуры. Вдруг с вами перед смертью рвота случится? Ну, ковер мне можете испортить. Послушайте, Белевич, голубчик, что я вас попрошу? Ну, не делайте такого лица. Вам ведь все равно, что вам еще от меня надо. Травитесь не дома, хорошо? Ей-богу же вам безразлично, а мне меньше хлопот. Подумайте, как будет мило. На одном конце города поднимают мертвого человека Белевича, продавшего свою квартиру и всякие земные блага инженеру Берегову. На другом конце города инженер Берегов входит в чистенькую устроенную квартирку и начинает в ней жить как король. Инженер лежит на теплой атаманочке, читает Дюма, курит сигару. Мертвого человека поднимают, везут в покойницкую. К дьяволу покойницки! Скричал скрижища зубами и утирая мокрый лоб Белевич. Я умру дома! Да ведь в покойницкую все равно стащат. Раз самоубийца резать должны, что дескать и как? Що воно таке, как говорят хохлы? Да разве вам не все равно? Я буду в вашей квартирке пить ваше вино, спать на вашей мягкой постели, любоваться вашими картинами, а вы голый, с номером на ноге, будете лежать в сырой мертвецкой, около зеленого от времени мальчишки с отрезанной головой, и ободранного безымянного пьяницы, издохшего от белой горячки. Ведь вам уже будет все равно. У вас красивое тело, широкая грудь и мускулистые белые руки, но вам, мертвому, синему, будет уже это все равно. К вам на квартиру по инерции забежит одна из ваших дам, и, может быть, я уговорю ее остаться со мной, но ведь вам уже будет все равно. Вы не смеете этого делать, но ведь это капризы, ведь вам уже будет все равно. Не все равно мне это, чтобы вас черти побрали, истерически закричал хозяин. Вы не смеете меня грабить, вы не смеете считать деньги в моем бумажнике и, и... Однако, раз вы решили отравиться, не смейте мне этого говорить, я решил умереть, я же могу решить и остаться живым, никому я не обязан давать отчета, а вы уже распределили мою квартиру по-своему, переставили мебель, пересчитали мои деньги, так вот же вам, не надо мне вашего яда, я буду жить, а вы уходите отсюда, сию минуту, слышите? Была черная глухая ночь, фонари в этой части города почти не горели, и Берегову приходилось то и дело отыскивать увязшие в лужах липкой глины калоши. Падал резкий холодный дождик, будто небо отплевывалось, съев что-то невкусное. Несмотря на это, Берегов шагал по грязи довольно бодро, и только раз приостановившись, чтобы извлечь из расщелина деревянного тротуара калошу, засмеялся и сказал вслух «Экай, дьявол! Первый раз вижу такого больного, который спускает с лестницы врача, спасшего его от смерти». Эпизод четвертый Семейный очаг Берегова Помявшись немного, разгладив белой пухлой рукой рыжие усы и побарабанив пальцами по ручке кресла, Семакович наконец решился «Скажи, считаешь ли ты меня своим другом?» Хозяин кабинета, в котором происходил разговор, инженер Берегов, пожал незаметно плечами и отвечал безо всякого колебания «Конечно, считаю». «Ну вот», волнуюсь, продолжал гость, «Как друг я должен тебя предупредить». «О твоих отношениях к Марии Антоновне Лимоновой говорит весь город». «Ну-с». «Того и гляди, дойдет до жены». «Едва ли», хладнокровно улыбнулся инженер Берегов. «Моя жена нигде не бывает». «О, милый друг, ты забываешь об анонимных письмах. Не было еще случая, чтобы услужливые друзья не прибегли к этому простому и удобному способу. Анонимное письмо, анонимное сообщение по телефону. Держу пари, что это случится не сегодня-завтра. Слишком уж вы оба мозолите всем глаза». Берегов закусил зубами костяной ножик для разрезывания книг и сказал задумчиво «Ну, хорошо, я приму свои меры». В тот же день вечером Берегов, сидя за письменным столом, писал на сером листке оберточной бумаги прямыми печатными буквами следующее послание. «Дорогая госпожа Берегова, я вовсе не поклонник разврата и поэтому как друг должен предупредить вас, что ваш муж изменяет вам». Конечно, вы можете не поверить анонимному письму, но мои слова легко проверить. В день получения этого письма вечером ваш муж уйдет якобы к своему другу Симаковичу, на самом же деле пойдет на Харьковскую седьмой номер, где живет она. Можете его проследить и накрыть, ваш доброжелатель. Написав письмо, Берегов аккуратно запечатал его, написал печатными буквами адрес и, выйдя на улицу, опустил в ближайший ящик. Был скучный дождливый вечер. Закутавшись в халат и, покрыв ноги пледом, Берегов лежал в кабинете на диване и мирно читал что-то очень сухое по своей специальности об однопролетных балках. Скрипнула дверь и спокойное холодное лицо жены заглянуло в кабинет. Как? Ты дома? Ну, конечно. Ласково отвечал Берегов. Входи. Ты разве никуда не собираешься? Никуда. А что? Жена присела на краешек дивана, на котором лежал Берегов и, помолчав, сказала неуверенно. Мне показалось, что ты сегодня собираешься к Симаковичу. Ничего подобного и в мыслях не имел. Значит, ты из дому не выйдешь? Не собирался, но если тебе куда-нибудь надо, могу сопровождать. Жена впилась острым взглядом задумчивое лицо Берегова и сказала значительно. Мне нужно на Харьковскую улицу и, помедлив, закончила тоном ниже к Портнихе. Добре, если недолго, я подожду там, а потом вернемся вместе домой. Жена вдруг заплакала. Послушай, я скажу тебе правду. Мне прислали анонимное письмо. Я сама не своя. Что мне делать? Я с ума схожу. Берегов засвистал. Вот оно что. Но мы, знаешь ли, разные люди. Две недели тому назад я получил тоже анонимное письмо насчет тебя. И однако же что же? Я молчал. Жена как мячик подпрыгнула на месте. Где оно? Покажи мне его. Это ложь. Ну конечно ложь. Усмехнулся Берегов. Я так к нему и отнесся. Получил его в конторе и бросил ящик письменного стола безо всякого внимания. Если бы ты не сказал о своем письме, я бы о моем и не вспомнил. Ах, негодяй, негодяй, что же они обо мне написали? Какой-то доброжелатель сообщает, что ты находишься в близких отношениях с Симаковичем? Это ложь, ложь, трижды ложь. Милая, чего ж ты волнуешься? Конечно ложь. Кто же верит анонимным письмам? Жена встала и с опущенной головой пристыженная вышла из кабинета. В этот вечер у инженера Берегова было больше работы, чем в предыдущей. По уходе жены он присел к столу и принялся прилежно выводить печатные буквы на листке почтовой бумаги. Господин инженер, ваша супруга не прочь вам наставить рога и партнером себе избрала вашего же приятеля Симаковича. Вот тебе и приятели. Проследите их, потому что известные украшения носить никому неприятно. Ваш дружески настроенный доброжелатель. Сунув это письмо в бумажник, Берегов принялся за другое. Милостивая государыня, ваш муж вас перехитрил и остался дома. Не верьте ему. Сегодня он взял два билета в оперу и будет обязательно непременно с ней со своей пассией. Заметьте, под каким-нибудь предлогом удерет из дому, а там, конечно, и опера. Для вас это будет плохая опера. Возьмите тайком себе тоже билет и накройте их. Доброжелатель. На другой день за обедом Берегов неожиданно обратился к жене. А я тебе приготовил сюрприз. Какой? Спросила печально жена. Взял на сегодня билеты в оперу. Я знаю, что пиковая дама твоя любимая опера. Жена вскочила растерянная. Сколько ты взял билетов? Конечно, два. Для тебя и для меня. А что? А я? Я тоже взяла билет на сегодня. Зачем? Жена заплакала, вынула из-за корсажа измятое письмо и протянула его Берегову. Ага, вот оно что. И тебе не стыдно? Смотри, вот то письмо, которое прислали мне относительно тебя. Разве я этому поверил? Придал значение? Стыдись. Жена спрятала раскрасневшееся лицо на груди мужа и прошептала смущенно. Ты на меня не сердишься, нет? Ведь не виновата же я, что люблю тебя. Ну, бог с тобой. Ты пока постарайся исправиться, а я пойду побреюсь. Надо к восьми. Напивая что-то, Берегов сбежал с лестницы и бодрый энергичный вышел на улицу. В ближайшей парикмахерской побрился и завил усы. Потом вошел в телефонную будку, плотно притворил дверь и позвонил домой. Алло! послышался голос жены. Кто говорит? Послушайте, прохрепел Берегов простуженным басом. Ну что, купили билет? Кто это говорит? Ваш доброжелатель. Ваш муж сегодня обязательно будет с ней. Так уж вы не зевайте. Вы грязный подлец, донеслось издали. Оставьте нас с мужем в покое. Ваши письма я буду рвать, не читая. Так то лучше, пробормотал про себя Берегов, тихонько вешая трубку. Два дня прошли благополучно. А на третий за утренним чаем жене Берегова подали письмо. Она распечатала его, пожала плечами, рассмеялась и, протягивая Берегову, сказала еще один экземпляр. Ну уж я не такая дура. Даже читать не буду. И слава Богу, усмехнулся Берегов, быстро пробегая глазами письмо. В нем кто-то незнакомым почерком ставил в известность госпожу Берегову, что муж ее сегодня вечером должен быть с Марьей Антоновной Лимоновой в Аркадии. Да-с, 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 рассеянно улыбнулся Берегов. Много нынче всякой чепушенцей пишут. Порвал письмо на клочки и придвинул к себе свежий стакан чаю. «Ты нынче что вечером делаешь?» спросила жена. «В Аркадии буду ужинать. Сегодня начальника дороги чествуем». «И прекрасно», сказала жена, приглаживая его растрепавшиеся волосы. «А то ты совсем у меня заработался». Эпизод пятый. Берегов устраивается по-своему. Был уже час ночи, когда инженер Берегов, войдя черным ходом в свою собственную квартиру, тихонько положил саквояж и чемодан в угол коридора, снял пальто, шляпу и затем неслышными шагами прокрался в спальню. Спальня была освещена лишь слабым голубым светом маленькой ночной лампочки. Однако при этом свете можно было разобрать все, разбросанное по стульям и дивану мужское и женское платье, ботинки, весь тот милый беспорядок, который производится поспешностью и любовью. На столе лежал котелок. Инженер Берегов улыбнулся уголком рта, бесшумно поставил у самой кровати стул, опустился на него и, закурив папиросу, погрузился в ожидание. Женская кудрявая головка, так тепло и доверчиво прильнувшая к мужскому плечу, вдруг зашевелилась, поднялась из волны кружевных подушек, и заспанные, еще туго понимающие глазки, бессмысленно взглянули на спокойную фигуру, сидевшую на стуле у кровати. Раздался подавленный крик, и женская головка снова упала на плечо безмятежно спавшего человека. Коля, простишь же, он вернулся, сидит на стуле. А? Что такое? Где такое? Спавший мужчина тоже поднял голову, тоже бессмысленно оглянулся по сторонам и вдруг пробудившись, как от электрического удара, бессильно откинулся на подушке. Инженер Берегов еще раз затянулся папиросой, выпустил витиеватый клуб дыма и обернулся к кровати. Проснулись. Спокойно приветствовал он лежащих. А я тут уже папиросу выкурил. Послушайте, сдвинув брови, сказал лежавший мужчина, если вы джентльмен, то вы сами понимаете. А, это вы, Николай Иванович, воскликнул Берегов. Я было вас и не узнал сначала. Тень от подушки падала. Здравствуйте. Кивнул головой очень приветливо. Послушайте, Берегов, вы меня можете убить, но издевательств над собой я не потерплю. Вот тебе раз, поднял брови инженер Берегов. Да разве я издеваюсь? Сижу себе спокойно на стуле, курю папироску. Выйдите в другую комнату и дайте мне одеться. Милый мой, зачем такие церемонии? Одевайтесь при мне. О, черт! Не можем же мы, если вы тут торчите. А почему? Вы, Николай Иванович, мужчина. Ведь в бане или на реке, если бы мы оба купались, вы ведь одевались бы при мне, даже не поведя ухом. Жена моя Соня, чего ей меня стесняться? Ведь мы уже шесть лет, как муж и жена. Она не должна меня стесняться. Чего вы от нас хотите? Закусывая губу, спросил Николай Иванович. Он, очевидно, смертельно страдал от всей этой глупой истории, но не видел из нее выхода, пока серенький пиджачный костюм, символ его мужского достоинства и чести, не облекал его тело. Чего вы от нас хотите? Я ничего не хочу. Чего мне от вас хотеть? Так не будете же вы сидеть у кровати целый час и курить свою дурацкую папиросу? Жена, лежавшая до того, как мертвая, зашевелилась, подняла головку и, сверкая глазами, сказала «Ты следил, значит, за мною, как подлый шпион? Красиво, нечего сказать, ты лгун, самый последний лгун, слышишь ли? Солгал, что уезжаешь в Москву, устроил комедию с чемоданами и вернулся, чтобы уличить меня. Очень красиво, достойно подражание, лжец и шпион». «Ну уж это извини, матушка», полусмеясь, полусердито вскричал Берегов. «Мог я опоздать на пятичасовой поезд или нет? Мог. Мог я встретить на вокзале Замятина и Волкодавченко? Мог. Мог я поехать с ними в ресторан и отделаться от них только полчаса тому назад? Мог. Ага, вот тебе и шпион. А после этого куда же мне было ехать? Конечно, домой». «Ну вот что, Берегов», приподнявшись на одном локте, сказал Николай Иванович, «во всяком случае, я всегда к вашим услугам». «А зачем мне ваши услуги?» «Ну так убейте меня, черт вас подери, но тянуть жилы из себя я не позволю». «Ну вот», печально улыбнулся инженер Берегов. «Теперь вы на меня начинаете кричать, то она, то вы, чем я перед вами провинился, но опоздал на поезд, так ведь это со всяким может случиться». «Ну явился после этого домой, а куда ж мне было идти, на утилизационный завод, что ли?» «Войдите в мое положение, что же мне было делать?» «На вас никто не кричит, но дайте нам встать, тогда я буду говорить с вами». «А разве вам так неудобно?» «Я не желаю быть в глупом положении». «Ну хорошо, теперь скажите вы мне, что бы я по-вашему должен был сделать, войдя в спальню и застав вас, ну, вдвоем? Что?» «Позвольте, я вовсе не обязан давать вам советы». «Нет, Николай Иванович, так же нельзя, вам не нравится моя манера держать себя при таком казусе, так укажите же, что я должен был сделать». «Уж лучше бы вы сразу убили меня», угрюмо пробормотал Николай Иванович, натягивая одеяло до самого подбородка. «Или меня», сверкнула глазами жена инженера Берегова. «Ведь вот же я неверная жена, что ж ты меня не убиваешь?» «А хотите, я буду с вами драться честно у барьера», предложил Николай Иванович, поправляя сдвинувшуюся подушку. «Тоже вы какой, а вдруг ухлопаете шансы равны, и вы тоже можете, как вы выражаетесь, ухлопать меня». «Так-то оно так, но если я буду с вами стреляться, у меня только пятьдесят процентов на сто, что я останусь в живых, а если не буду стреляться, у меня все сто процентов на жизнь». «Так убейте меня сейчас», завопил Николай Иванович, «уверяю вас, закон будет на вашей стороне, вас оправдают». «Ей богу, вы смешной народ», с неудовольствием пробормотал Берегов, вынимая из портсигара новую папиросу. «Хотите? Не курите, да, я забыл. Ну так вот, смешите вы меня только, будто маленькие. Не такой же я дурак в самом деле. Разберемся». «Слушай», сердито вскричала жена, «если ты сейчас не уйдешь, я при тебе встану». «Вставай». «Вот не знала, что ты такой негодяй». «Ну вот, опять ругается». «Итак, я говорю, разберемся». «Начнем с вас, Николай Иванович». «Вы уже в третий раз, как знаменитая сорока Якова, предлагаете одно и то же – убейте меня». «А за что я вас буду убивать? Вы думаете, я не вхожу в ваше положение?» «Вхожу». «Что я для вас такое? не больше, как обыкновенный знакомый. Здравствуй, прощай. Вот и все. Я не спасал вам жизнь, не жертвовал для вас своим состоянием. Что я вам? Нуль. Значит, вы не обязаны были заботиться обо мне. А тут встречается на вашем пути хорошенькая женщина. Не красней Соня, не скромничай. Она не глупа, жизнерадостна, молода, красивая личика, очень недурно сложена. Дурак вы, что ли, чтобы пройти мимо того, что на некоторое время может украсить вашу жизнь? Нет, вы не дурак. Никогда я этого не скажу. Не мог же бы я от вас требовать, чтобы вы, встретив мою жену и влюбившись в нее, сказали «Эй, не надо за ней ухаживать, нехорошо, ведь у нее муж есть, за что же его обижать? Первым дураком вы были бы, если бы так рассуждали. Значит, все случилось нормально. За что же мне вас убивать, Николай Иванович? Ну, посудите сами». Берегов зажег потухшую папиросу и, разгладив усы, продолжал «Теперь перейдем к моей жене. Мы женаты уже шесть лет, ведь не могу же я думать, что я самый лучший человек на свете. Я не такой самонадеянный дурак. Значит, есть на свете другие люди лучше меня. Скажем, вы, например, конечно, вы красивее меня, с вами просто веселее. Теперь выходит так, что если бы я требовал от жены любви к себе, равнодушия к вам, я совершал бы над ее душой самое отвратительное насилие. Разве это благородно? А сейчас не могу я убивать жену только за то, что у нее хороший вкус, что она предпочла вас мне. Не могу же я поднять скандал, топать ногами. Я, лучше Николая Ивановича. Не смей его целовать, целуй меня. Ведь на свете не существует такой пробирной палаты, которая поставила бы на нас с вами бесспорную пробу. Все дело, значит, во взгляде жены. Ей виднее. Я, может быть, в душе огорчен ее выбором, но от этого до убийства молодого, полного силы хорошего человека далеко. Значит, и ее убивать нельзя. Что же делать теперь? Прошептала жена, слушавшая с широко открытыми глазами спокойные рассуждения мужа. Ты это у меня спрашиваешь? Да. А я у вас обоих хотел об этом спросить. Все трое помолчали. Господа, прижимая руку к сердцу, снова заговорил Берегов. Будем же справедливы. Ведь не я заварил всю эту кашу, а вы. По-моему, вы и должны найти выход. Он откинулся на спинку стула и принялся хладнокровно разглядывать давно знакомый потолок. А чего бы ты хотел? Робко спросила жена. Я усмехнулся печально и кротко Берегов. Что же я могу хотеть? Дело теперь приняло такой оборот, что разрешение его зависит не от одного человека, а от всех троих, или, вернее, дело уже имеет свою внутреннюю логику и развитие, независимое от нас. Впрочем, если ты хочешь, я как инженер могу все привести в систему и сделать некоторые выводы. Что случилось? Берегов, опоздав на поезд, вернулся домой ночью и застал у жены в спальне молодого человека, Николая Ивановича. Берегов настолько уважает свою жену, что ни одной минуты не допустит мысли, чтобы его жена приблизила к себе человека, которого не любит. Теперь, от того, что муж застал их вдвоем, жена не перестанет любить Николая Ивановича. Верно, не перестанет. Теперь, не захотят же оба, и жена, и Николай Иванович, чтобы муж Берегов, нелюбимый, уже посторонней жене, продолжал жить с ней, уходя из дому на то время, как Николай Иванович будет приходить к любимой и любящей женщине. Вот и все. Теперь сделайте выводы. Я сделаю, мужественно сказала жена. Николай Иванович, вы меня не прогоните, я сейчас же еду к вам. Не прогоню, со вздохом сказал Николай Иванович. Вот, кивнул головой Берегов, вопрос разрешен, а теперь, так как с этой минуты Соня уже делается мне чужим человеком, я не имею права присутствовать при ее туалете, и потому ухожу в кабинет. прощайте. Он пожал руку совершенно растерявшегося Николая Ивановича, поцеловал ручку жены и твердыми шагами вышел из спальни. Мы уходим, раздался через двадцать минут неуверенный голос жены за дверью. Всего хорошего, доброжелательно откликнулся Берегов. Завтра я пришлю все ваши вещи, Софья Никитична. Он прислушался к удалявшимся шагам, потом подошел к окну, прижался к нему лбом и с трудом разглядев сквозь заплаканное стекло, стоявший в стороне от подъезда автомобиль, поставил на подоконник лампу. Темный автомобиль тоже на мгновение осветился изнутри. Потом все погасло, потом из автомобиля выпрыгнула темная закутанная фигура, потом через минуту прозвенел звонок в передней, а еще через минуту красивая черноволосая женщина, еще не успев сбросить меховой шапочки и калош, лежала в объятиях Берегова. — Готово, все готово, — лихорадочно спрашивала она и плача, и смеясь в одно и то же время. — Я так за вас боялась. — А чего ж за меня бояться? Вся сложная и трудная операция произведена безболезненно. Теперь вся квартира в твоем распоряжении. Заминок никаких не было? — Нет, все было рассчитано до последнего винтика. — Ах ты мой инженер прекрасный! — Ну что ж, засмеялся Берегов, инженер так инженер. Теперь, значит, начнем новую постройку. Читал Александр Синица Синица Конец книги. Август 2013 год. Редактор субтитров Корректор субтитров